Девушки отдыхают Катя, вы производите довольно-таки хорошее впечатление, поэтому, я думаю, мы рискнем и поручим это дело вам. Сегодня я узнала, что я беременна. От тебя, Ромочка. Я собралась рожать. Прекрасно! А мне-то что делать, Диана? Жениться на мне. Ксюха, я по-другому представлял себе столицу и, похоже, оказался плохо готов к такой жизни. В общем, ежели чего, я в озерцах. Радуги дороги в небесах, розовое утро на часах. Ветер тихо шепчет, не грусти. Что бы ни случилось все равно, счастье постучит в мое окно. Скажет нам с тобою по пути. Это не сон, не миражи, и впереди целая жизнь зовет туда, где вновь спешат, исполнятся мечты. Это не сон, все наяву. Просто люблю, просто живу. В реальном мире там, где я и ты. В реальном мире там, где я и ты. Ты что же, всерьез решила со мной судиться, дорогая? Во многом это будет зависеть от тебя, Боря. Простите за вопрос, Екатерина Романовна. А что у вас с лицом? Слишком самоотверженно защищаете интересы своих клиентов? Последствия небольшого ДТП. К делу это не имеет никакого отношения. Не скажите, не скажите. Осторожнее надо быть на поворотах. Такая молодая, красивая. Спасибо за комплимент и за предостережение. Я надеюсь, мне не нужно это воспринимать как прямую угрозу. Да нет, что вы. Мы же цивилизованные люди. Кстати, прошу, Виктор Сергеевич Греков. Мой адвокат. Давай, Алиса, излагай побыстрее, чего ты хочешь, у меня куча дел. Борис Станиславович, если у вас так мало времени, мы готовы продолжить разговор прямо в зале суда. Только, боюсь, для вас это будет совсем невыгодно. В зале суда? А вы когда-нибудь бывали в зале суда? Ювелирная сеть «Золотая рыбка». Раздел имущества между собственниками. Я представляла интересы выигравшей стороны. Вы. А также дело артиста Хорина о защите чести и достоинства. Моральный ущерб полностью возмещен. Продолжить или все-таки мы вернемся к нашему вопросу? Ну? Какие у тебя требования? Требования у Алисы Александровны стандартные. Половина совместно нажитого имущества. Костя, Костя, Костя! Это заходит слишком далеко. Извини, я просто думал, что все хорошо и я познаю мир. Тебе что, неприятно? Такого рода познания мира в наш учебный план не входит. Это раз. И все-таки у меня есть молодой человек. Это два. Ну и где этот два? Сейчас далеко. А я здесь. А мне кажется, что ты сейчас должен быть рядом с другой девушкой. Вот с той, из-за которой ты застыл в гостиной. Наши отношения удалены в корзину без права восстановления. Ну, неужели ты не попытаешься оспорить это право? Я не хочу. Почему? Потому что я буду для нее обузой. Сама сказала? Конечно, нет. Просто я не хочу, чтобы она нянчилась со мной, как с ребенком. Костя, это глупости. Это глупости. Зато я трезво смотрю на вещи. Костя, у тебя есть руки, ноги, голова. Ты привлекательный парень. Если ты не будешь распускать нюни, то у тебя все получится. Ты все сможешь. Вот как раз то, что ты говоришь, именно это и есть глупости. Нет, Костя. Именно я трезво смотрю на вещи. Нет, ты представляешь? Смотрит на меня, как будто только вчера родился. И мямлят. Извини, я не расслышала, кто беременный. Как тебя? Да, я от него такого не ожидала. Он же тебе чуть ли не сиренада пел. А я от него такое ожидала. Причем любой был бы счастлив от одной только мысли о возможности породниться с Дианой Потаповой. Шуганулся, мальчик. Да он идиот. Причем знаешь, что самое обидное? Вот только вчера клялся в вечной любви, а сегодня мы округляем наши глазенки и сваливаем. Скотина. Да, обидно. Ну и что ж теперь делать? Может, ты с ним еще раз поговоришь? Ты предлагаешь мне за ним бегать, да? Ну нет, это, конечно, абсурд. Я не знаю, я думала, может быть, с отцом поговорить на эту тему, но мы с ним не общаемся почти. Ну по такому-то поводу. Да не буду я его в это ввязывать. Он у меня человек непредсказуемый. Он захочет еще, чтобы я действительно за этого придурка замуж вышла. Зачем? В воспитательных целях за ним он заржавеет. Кому это надо? Мне точно не надо. Ну тогда, значит, аборт. Если что, у меня есть... Не будет аборта. Не будет. Здоровье мне дороже. Ну, тогда будешь просто рожать. Просто? Мила, это не просто. Ну а что такого? Я не могу родить без мужа, понимаешь? Ну так найди мужа. И все дела. Ну а что ты меня на это кино потащил, а? Смотреть нечего. Сидят люди, полчаса говорят, непонятно о чем. Потом 20 минут диван показывают. Потом полчаса окно показывают. Господи, скукота какая. Какая бездуховность, а? Нет, конечно, на этих ваших компьютерных хоббитов интересней смотреть. Пойми, это же арт-хаус. Фестивальное кино. Бельгия, Германия. Люцифер, дальтоник. Часть вторая. Ну, это же... Ага, на твое арт-хаусное кино два часа потратила, впустую. Ромка, наверное, голодная уже, как звери. Ромка! Ром! Я пришла, ты где? Ты дома? Эй, ты продуктов-то купил, как... А что у них заперто? И где он гуляет, интересно? Ну, я-то узнаю. Может быть, где-то по делам мотается? По делам. Отличная отмазка. Он же обещал ненадолго на работу, в совещании там какое-то срочно. Потом продуктов обещал купить. Это когда? Было-то с утра! Да ладно, ладно. Стасия, ну, и что ты всполошилась, как курица? О, шуточка получилась. Ну, может быть, его начальник задержал. Он же у нас теперь крутой бизнесмен. А крутой бизнесмен, что, позвонить, что ли, не может? Предупредить, что задерживается! Так, все! Не берет? Ну, все. Он меня получит. Крутой бизнесмен твой. Вот, скатерть. Моется легко. Горячее можно ставить. Расцветочка чудо! Отлично. Я думаю, маме моей очень понравится. Так. Ну, подешевле есть, если что. Нет, дешевле нам не надо. Нам главное качество. Хорошо. Что ему для парня 13 лет? Есть? Так. Вот. Биоробот. Новая модель. Радиоуправляемый. Нет, он из этого уже давно вырос. Ну, тогда... Хоккей. Настольный. Классная штука. Один остался. Да. Хоккей – это здорово. А сколько стоит? Тысяча семьсот. Тысяча семьсот? Угу. Тысяча семьсот. Ладно. Давайте. Угу. Скатерть. Давайте так. Пакетик возьмите еще. Угу. Спасибо. Счастливо. Счастливо. А теперь послушай меня, Алиса. Я готов тебе предложить более разумный вариант нашего дальнейшего раздельного существования. Я готова тебя выслушать. Спасибо за должение. Ты подписываешь вот эти бумаги. Виктор Сергеевич, будьте любезны. Да, конечно. И в благодарность за понимание нашу московскую квартиру, дом в Черногории и твою любимую, я подчеркиваю, любимую усадьбу на Истре я оставляю тебе. Вдобавок ты получаешь некоторую достаточную сумму. Ежемесячно. Достаточную для чего, Борь? Достаточную для того, к чему ты привыкла. Хорошо жить и ничего не делать. Спешу напомнить, что при разводе супругов их совершеннолетние дети не имеют права на имущество родителей. Но, однако, интересы вашей дочери будут соблюдены. Как благородно с твоей стороны, что ты не забыл про дочь. Только ведь, Борь, я не подачки у тебя прошу, не пенсию и не выходное пособие. Чего ты хочешь? Алиса Александровна хочет получить полагающуюся ей долю имущества. Это какую же? Законную, Борь. Я ознакомилась с отчетностью некоторых ваших предприятий. Так вот, согласно этим документам, доходы только одного завода «Живая вода» за последний год составили… Составили! И еще составят! А теперь скажите мне, кто этот завод поставил на ноги? Она, что ли? Вы? Или, может быть, он? Нет? Я взял его с огромными долгами. Я сделал его доходным и вывел на эту отчетность. А что сделала она, вот вопрос. Вопрос не в том, кто что сделал, а в том, что кому принадлежит. Вот именно. Так вот, этот завод принадлежит мне. Слышите? Мне! Согласно документам, 70% акций этого предприятия принадлежат Алисе Александровне. Вы не являетесь его даже миноритарным акционером. Как трогательно миноритарным. Слова-то какие, знаете. Алиса Александровна сама будет управлять этим заводом? Ну, почему бы и нет? Я думаю, что справлюсь. Ты? Да через месяц, нет. Через неделю твоего управления завод опять будет банкротом. Алиса Александровна готова рассмотреть предложение об уступке вам своей доли акций. Да? И за какую же цену вы меня готовы их уступить? Ну, цены диктуем не мы, а рынок. Если вы откажетесь, я думаю, мы без большого труда найдем других покупателей. Ксюша, где Ромка? Не знаешь? Нет. Мы еще вообще с ними не разговаривали. А что? Да пропал куда-то. Не знаю, куда-то. Звоню, звоню. Телефон не отвечает? Да нет, гудки, трубку не берет. Не, ну это бывает. Наверное, по улице идет, не слышно. У меня так постоянно. Да где же он гуляет? По каким он шумным улицам бродит так долго? А как долго? С утра, считай. Сейчас. Да он, наверное, еще на работе. Да не собирался работать целый день. Он вообще обещал продукты купить. Купит, не волнуйся. Ты же сама знаешь, какой Ромка безалаберный. Стась, а у меня новость. Не вижу, сияешься. Меня на работу приняли, представляешь, мамонтенка. Куда? Ну, мамонтенок. Организация такая. Мне вот твоя мама посоветовала туда сходить. Там для детишек семьи ищут. Ну, от которых, собственно, и родители отказались. Ой, ты не представляешь, сколько у них таких. А Ромка? Нет, он. Куда он денется? Он обязательно вернется. Так, стоп. Это что, от Ромки, да? Не-не-не. Это он. Курица меня зовет на какой-то перформанс. Ну, я же сказала, не пойду. Я в этом ничего не понимаю. Ну, он и меня сегодня таскал в кино, на арт-хаус. Господи, тысячу лет бы этого не видеть. Да где же этот Ромка-то запропастился? Вы что, хотите довести меня до белого коленя? Я не понимаю вашей дурацкой логики. Все элементарно. Сеть заправок остается за Алисой Александровной. Зачем? Зачем тебе заправки? Ты же нихрена не понимаешь в бензине, как и во всем остальном. А я десять лет. Десять лет потратил на то, чтобы наладить эту систему. Я готова выкупить твою долю. Ты что, психбольная? Боря, выбирай выражение. Я выбираю пока. Алиса Александровна, вы поймите, что если вы не найдете компромисс с Борисом Станиславовичем, бизнес придется делить через суд. Ну, согласитесь, это не самое лучшее решение. Да я не собираюсь с ней ничего делить. Разделить через суд? Контрольный пакет достанется Алисе Александровне, равно как и контроль в управлении предприятием. Да что вы говорите? Акции Дианы, они же у меня. Ты смотри, как она запела, а? А еще недавно мне было достаточно сказать ей циц, чтобы она замолкла. Алиса, а ты понимаешь, что тебе проще заказать, чем с тобой договориться? Вы угрожаете моему клиенту в присутствии свидетелей. Еще пару слов в таком тоне, и я привлеку вас к уголовной ответственности. Валяй, привлекай. У других тоже есть свидетели. Ну, об этом вы можете не беспокоиться. О, все-все-все, достаточно. Давайте-ка, собирайте свои манатки и вон отсюда. А ты, Алиса, подумай, нужна ли тебе война со мной? До свидания, Борис Станиславович. Не теряйтесь в стиле. Екатерина Романовна. Дверь на выход открыта. Всего доброго. Слышу. Слушаешь? А почему ты Стаську слушать не хочешь? Она до тебя никогда звониться не может. Ром, что ты в трубку сопишь? Ты мою записку прочитала? Прочитала, прочитала. Кстати, я хочу, чтобы ты мне объяснил, что вот это значит? Как там? Этот город закопал тебя в проблемы. В какие проблемы, Ром? Ром, ты что, с ума сошел? Стаська переживает, а я сейчас вообще волноваться, между прочим, нельзя. Когда ты дома будешь? Я пока не могу. Чего ты не можешь? Вернуться не могу. И вообще, когда смогу, не знаю. Ром, что ты такое говоришь-то? Ты что, правда в Озерцево едешь? Да. Ксюша, понимаешь? Ну, говори уже. Такое дело, Диана, она тоже беременна. От меня. Не может быть. Так получилось. Извини, Ксюша. Все, давай. Ром! Алло, Ром! Этого мне еще не хватало. Что я теперь Стаське скажу? Шиш с маслом она получит, а не активы. Откуда она взяла эту курицу на каблуках? Как ее там? Павловская. Кто она такая? Я о ней ничего не знаю. А что ты вообще знаешь? Всю дорогу только сидел, губами шлепал. За что я тебе деньги плачу? Ну, какие-то позиции в этой тяжбе мы отбить сможем. Я буду говорить с этой Павловской. Говорить он будет. Да с ней не говорить. С ней грызться надо, зубами рвать. Ты не понял еще? Ну, конечно, понял. Постараемся. Второй раунд этих переговоров мы обязаны выиграть. Толик, собери мне информацию об адвокатессе одной. Павловская, Екатерина. Давай, жду. Да. Да. Оставайся. Ксюх, ну где его носит? Вот ты мне скажи, а? А я как раз и пришла сказать, Ромка мне звонил. Когда? А вот только что. Понимаешь, у него форс-мажор. Какой форс-мажор? Почему он мне-то не позвонил? Ну, он тебя волновать не хотел. А что случилось? Ничего страшного, ничего страшного. У него с мамой проблемы. Какие проблемы? Ну, ты же знаешь, она выпивает. И бывает даже несколько дней. Ну, и вот Мишке одному тяжело с ней справиться. Угу, понятно. За поздночной. Да, но все нормально. Все живы. Только Ромке нужно в озерцы съездить. Вот он и просил передать, чтобы ты не волновалась. Да. А, и еще у них с этой, с мобильной связью проблемы. Так что может получиться, что он до тебя дозвониться не сможет. Но ты не волнуйся. Ладно. Ну, только что? Ну, только странно, что он мне не позвонил перед отъездом. А, я же сказала, волновать не хотел. Какая разница? Ты же мне все равно рассказала. Я вот не понимаю. Ладно, ладно. Может, правильно. Я иногда могу. Вот он не вернется, я ему уши ее намылю. Ладно, ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, здравствуй, Родина. Ксюша, извини. А что, Рванцев? Нет. Влад Рванцев? Это-то тебе чем не подходит? По-моему, вполне ничего себе так. Вот именно, что ничего. Слушай, ну мы всю твою записную книжку в телефоне пересмотрели. Куча неженатых парней. Да в том-то и дело, понимаешь, что куча. И ни одного из них я видеть перед собой не смогу каждый день. Ну, если у тебя нет в запасе холостого Бретта Питта, тогда рожай одна. Ты сейчас нарочно меня злишь, да? Специально? Я не хочу быть матерью-одиночкой и не буду, понимаешь? И вообще я не уверена, что быть матерью это мое. Все эти пеленки, распашонки, все это... А сам процесс? Роды? Это же ужасно! Ну, рожают же люди. Ну, Дашка Климович всего боялась, трусихой была. Но ничего, родила. Сыну уже полгода. И что? Да я тебе говорю, что другие люди рожают, и все окей. Мила, я не другие. Я это я, понимаешь? Если другим, может быть, нравится, то мне страшно. Ну, ты же говорила, что... Ну, ничего я не говорила. Клин, мне еще казалось, что у меня какие-то там были проблемы. Ди, ну... Что, Ди? Не трогай меня! Сиди, не пей. Молча. За мою беспроблемную жизнь в прошлом. Может, тебе не стоит, а в твоем положении? Я сказала, молча. Давай. Молодец! Ну, практически в самое яблочко, а ты мне не верил. Если так пойдет, то я с тобой защищу диссертацию. Развитие киноэстетического чувства у незрячих людей. Какого чувства? Киноэстетического. Чувства движения. Хорошо. Слушай, Варя, почему у тебя руки такие горящие? Костя. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну что? Давай, Алло. Слушай, ты горишься? Костя, перестань. Так, сиди. Надо померить температуру. Это у меня тут. Видишь, как ловко все получается у меня. Очень хорошо. Но только не надо. Так, мерей. Мерей. Ты настоящий диктатор. С той девушкой ты тоже так? С какой? С той самой. С той самой девушкой все было гораздо хуже. Я был такой свиней, что вспоминать тошно. Да ладно, я тебе не верю. А ты знаешь, что я на нее поспорил, когда первый раз я ее увидел? Да ладно. А, я так понимаю, ты спор-то выиграл? Проиграл по всем статьям. Хотел острых ощущений, а получил по полной программе. И влюбился так, как будто бы умер. И родился снова. Совершенно другим. Ну что там, сколько? Сколько? Тридцать восемь и четыре. Круто. Странно. Ну-ка, давай я сейчас твои лимфатические узлы проверю. Ты что, врач? Почти. Ушел с четвертого курса, папа был в трауре. Скажи, горло болит? Нет. А что болит? Ну ничего у меня не болит. Мне просто жарко. Значит так, я тебя сейчас спрошу, как врач. Вот эти прыщики, которые я нащупал, они у тебя давно появились? Нет. Так, ты можешь мне их описать? Это такие красные, с белой точкой внутри, да? Ну да. Боже, еще один появился. Ты ветрянкой болела когда-нибудь? Я не помню. Да ладно тебе, это ерунда. Все пройдет. Ничего не пройдет. Сляжешь минимум на неделю. Значит так, рекомендую запастись жаропонижающим, зеленкой и срочно вызови своего парня. Ветряная оспа во взрослом возрасте. Может протекать очень тяжело. Эй, паренек, закурить не найдется? Ромка, здорово! Своих не узнаете. Здорово. Ирюк. Здорово. Ай, ну ты вообще круто прикинулся. Слушай, что, прям из Москвы, прям красавчик своим приехала навестить, да? Ну да. Тетя Маша говорила, большим человеком стал. Правда, что ли? А что, ты по нему не видишь, что ли? Ну ладно, пусть расскажет. Да. Да у меня это все в ажуре. У олигарха Потапова правая рука. Правда, работы много. Логистика, маркетинг, аутсорсинг, коучинг, кейтеринг. Все на мне, все на мне. Вот, вот, слышал. Ты, наверное, слов-то таких не знаешь. Но ты молодец, Ромка, молодец. А сюда, наверное, ненадолго, да, работы много. Не, ну как, ну отпуск себе попросил. Не хотели отпускать, но на телефоне всегда безлимитный тариф, мать его. Ну под гейбай к нам вечерком. Сидим, поляну накроем, расскажешь, как там в Москве. Ну, хорошо, но не обещай, сам понимаешь, время. Ну да, да, наверное, привез нам какую-нибудь выпивки московской прикольную. Кирюх, ты че? Тебе че, Минздрав не предупреждал. Да и вообще уже пить и курить давно не модно. Вот, знаете, почему я всего добился? Не пью, не курю и спортом. И спортом, спортом, спортом. Так что давай. Ну, и как вам такой расклад? Ну, я уж никак не ожидала такого. Ну, он, конечно, гад, но... А зачем парня-то вызывать? Ну, как зачем? Приедет, посмотрит на тебя, все в прыщах и в зеленке. Так и откажется, имеет на руку. Большое спасибо, Лид. Я надеюсь, что ты неправильно поставил диагноз, и никто ни от кого не откажется. Здравствуйте, Варя. Хочу сказать вам спасибо. Кажется, Костя делает большие успехи. Здравствуйте, Яков Борисович. Но он будет делать еще больше, если не будет говорить мне гадости. Гадости? Ну, вы с ним построже спуску не давайте. Кость, в чем дело? Варя заболела, я поставил ей диагноз, а она обиделась. Какой еще диагноз? У нее ветрянка. Температура выше крыши. Ветерянка. Варя, извините, можно я посмотрю ваши лимфоузлы? Вы знаете, это похоже на правду. Не может быть. Ты с больными контактировала с каким-нибудь? Ну, дети там, какой-нибудь подруги. Точно было. У Танюшки двое мальчишек. А, вот видите. Только я не могу понять. Кость, как ты определил болезнь? Как, дедуктивным методом по совокупности фактов. Ой, болту. Ну, я всегда считал, что у него есть талант. Что же мне теперь делать? Кость, ну, ты определил болезнь, теперь назначай лечение. Уже назначил. Ведро, зеленки, жаропонижающие, воды и лежать в постели, курить бамбук неделю. Ну, и формулировочки у тебя. В общем, так, я вызову такси, вы нас держите в курсе. Если что, я приглашу к вам хорошего врача. Спасибо большое. Слушай, папа, может мне и правда вернуться к истокам? Обработка сыпи – это очень полезное упражнение для чувствительности пальцев. Позволишь, Варь? Слушай, болтуны есть. Я не понимаю, где Ромка-то твой? Мам, говорю же, говорю же, в Озерце уехал. Зачем? Что он там забыл? Проблема у него дома, проблема. Заболел, что ли, потом? Мам, да нет. А чего? С мамой. С мамой у него проблемы. Да что? А я ведь так и подумала. Пьет у него мама-то? Ну, так, а чего же он нам ничего не сказал? Дело житийское, мы бы помогли. Оксана, у тебя же есть эта настойка чабреца. Это как раз в таких случаях помогает. Пап, да почему тут настойка твоя? Ну, так от запоя. Мы бы налили ему с собой, он бы сразу мать на ноги поставил. Ну, кто так делает? Это взять, уехать. Нет, ребят, если у нас теперь семья, значит и проблемы у нас тоже общие. Вот так. Ах, честно. Ох. Ага, Петро, здорово! Оксана, давай, мы с Кима звоним! Дядя, мой! Фуф, ты знаешь, когда мы уходили от отца, он был просто в бешенстве. А у этой Катерины, у нее какие-то стальные нервы. А мне вот как-то было не по себе. Ты чего ты паришься, мама? Она же тебе сказала, что все козыри у тебя на руках. Значит, так и будет. Да, я понимаю, но... Как-то все это жестко. Жестоко. Мам, скажи, зачем все это нужно? Что это, Дианочка? А зачем вообще рожать детей? Чтобы они потом вырастали, смотрели и думали, когда же ты от меня отстанешь, наконец, а? Диана. Что, Диана? Я понимаю, тебе сейчас тяжело. Ты переживаешь из-за нас с отцом, но... Да не из-за этого! Просто ты посмотри вокруг. Ты знаешь, хотя бы одну семью, где люди бы относились друг к другу по-человечески? Где друг друга бы любили? Таких нет? Ты считаешь, нет? Я не считаю, я вижу! У них... Сегодня одна великая любовь до гроба, завтра другая. Через год третий. Они все это фотографируют, дают об этом интервью, выкладывают в интернете, все это делают на показ. Ничего искреннего, мама! Диана, но ведь не все же так живут. Не все. Есть такие, которые живут вместе ради детей. Да, они живут. Но знаешь, лучше бы не жили. Потому что они годами друг друга терпят, врут друг другу, ненавидят друг друга. И все это якобы ради детей. Ты думаешь, детям это нужно? Да не нужно! Я... Я единственную семью знаю, где люди друг друга любят. Это семья Гордеевых. Да и то они. Только старшие друг друга любят. А Костик, у него постоянно какой-то перманентный конфликт получается. Конфликт? Конфликт. Это еще не значит, что... Я не хочу, чтобы мой ребенок ловился со мной так же, как Костик ловится со своим папашей. Понимаешь? Диана. Зачем рожать детей, чтобы потом было все так? Я не понимаю, мам. Господи, ну все необязательно будет так, Ди. Я не хочу ребенка, мама. Я не хочу ребенка. Нюх. Чж-чж-чж-чж. Все, 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 все. Чж-чж-чж. Ты не знаешь, что... Ну, не плачь. Безусловно. Мам, а в какую клинику мне лучше пойти, чтобы сделать аборт? Ромка! Здорово, мелкий! Ого! Нифига себе ты, мелкий какой! Тяжелой! Ничего себе! Пацаны сказали, что ты приехал. Я сразу же сюда. Правильно. А у меня для тебя кое-чего есть. Ух ты! Настольный хоккей. Ого! Разберешься? Ага. Давай. Мать! Ой! Чё это такое-то? У меня для тебя тоже кое-чего есть. Так. Вот. Нравится? Пока примерим. Оп! Оп! Ну, прям мадам! Прям мадам! Нравится. Ой, красивая какая! Ага. Ага. Вот. Ты в Москву-то уедешь обратно. А я буду на нее любоваться-то. Ну. И тебя опять вспоминать. Ну, тоже скажешь. Ну, а ты надолго б приехал, а? А... Да как захочу. Хе-хе-хе-хе-хе. Неужто на недельку? Хе-хе-хе-хе. И, может, и на месяц. Хе-хе-хе-хе. И вообще-то... А я же тебе еще кое-что привез. Полотенце, скатерть, ну, все, как ты любишь. Смотри. Вот. Доставай. А-а-а. Ух ты. Миша. Ой. Ну, чего? Нравится тебе игра? Да вообще крутяк. Пацаны обзавидуются. Будут в очередь вставать поиграть. А ты знаешь, что именно по такому хоккею устраиваются мировые чемпионаты? Да ладно. Я тебе говорю. Ха. Стась, ты зачем туда опять залезла? Тебе же сейчас снизу лучше. Я специально лежу на Ромкином месте. Мне кажется, я тут по нему меньше скучаю. Даже запах его тут чувствую. Ксюша... Что? Как ты думаешь, Ромка когда-нибудь сможет меня полюбить? Угу. Он... Он тебя... Уже и любит. Угу. Хорошо бы. Я ведь всегда думала, что за мной парни бегать будут. Что их будет полным-полно. А я буду выбирать. А Ани Москвич даже не рассматривался, понимаешь? А тут появился парень из деревеньки. Нахальный балбес. И я первая в него влюбилась. Нет, ты понимаешь? Он не влюбился, а я первая и влюбилась. Ксюша, ты слышишь вообще? Слышу. Слышу. Ну вот. Я влюбилась, а он не влюбился. Да Диана это еще влезла. Господи. Ну может он не сразу понял, что... Ну не с первого взгляда, что именно ты ему нужна. Угу. И что, любовь бывает не с первого взгляда? Еще как бывает. Вот Илья был моей любовью с первого взгляда, со второго Костя. И оказывается, что со второго любишь не то чтобы больше, а как-то глубже. Более по-настоящему, понимаешь? Стась. Угу. Вот хорошо. Вот правильно. Ладно. Спокойной ночи. Ну и тяжесть эти твои учебники. Так, ну судя по грохоту, ко мне весь медицинский стеллаж переехал, да? Ну да. Ты же сказал тащить все учебники. Ну я выбрал самые красивые. О, молодец. Это очень важно. Костя, а чего ты привязался? Ты же даже не сказал, чего читать будем. Читать будем самые красивые. Огласите весь список. Ох. Так. Нервология. Неврология. Четвертый курс. Давай дальше. Так. О, черепушка. Судебная медицина. Не-не-не, на ночь мы это читать не будем, а то страшилке приснятся. Давай дальше. Так. О. Нейро-реаниматология, интенсивная терапия черепно-мозговых травм. Молодец. Давай, читай. Кость, ну ты самую скучную выбрал. Тут даже картинок нет. Читай давай. Д trust. Давай. Стаська, а ты куда? Деду в озерце. Родители еще спят, ты им потом объяснила. Чего? То есть, зачем? Ну, как зачем? Ромке помочь. Мы теперь одна семья, правильно? Правильно, конечно, но... Никаких «но». Какие «но»? Что «но»? Так, ты уже встала? Может, проводишь меня-то до автобуса? Дальше я сама, ну? А! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Ты что же, всерьез решила со мной судиться, дорогая? Во многом это будет зависеть от тебя, Боря. Алис, а ты понимаешь, что тебе проще заказать, чем с тобой договориться? Где Ромка, не знаешь? Так, стоп, это что, от Ромки, да? А, нет, нет. Ну, здравствуй, Родина. Слушаю. А почему ты Стасику слушать не хочешь? Диана, она тоже беременна. От меня. Не может быть. Есть такие, которые живут вместе ради детей. Да, они живут. Но, знаешь, лучше бы не жили. А в какую клинику мне лучше пойти, чтобы сделать аборт? Ксюша, вот ты мне скажи, где его носить? У него с мамой проблемы. Ну, ты же знаешь, она выпивает. Ты куда собралась? Еду в озерце. Чего? Ромке помочь. Мы теперь одна семья, правильно? Радуги, дороги в небесах Розовое утро на часах Ветер тихо шепчет, не грусти Чтобы не случилось все равно Счастье постучит в мое окно Скажет нам с тобою по пути Это не сон, не миражи И впереди целая жизнь Зовет туда, где вновь спешат Исполнятся мечты Это не сон, все наяву Просто люблю, просто живу В реальном мире там, где я и ты В реальном мире там, где я и ты Думаешь, Ромка обрадуется, если ты к нему так вот заявишься? Вот я и выясню, обрадуется он или наоборот? Стась, подожди! Ну, а если он специально в озерцы поехал? Чтобы с матерью разобраться И тебя не вмешивать, а ты тут на тебе К нему на голову и приземляешься Нет, значит понесешься в озерцы, как угорелая А остальные дела кто за тебя будет решать? А сама Илья обещала, у вас такая свадьба, у вас такая свадьба будет А твою свадьбу кто будет устраивать, а? Как не ты? Да и тем более Ромкина мать пьяная Зрелище, так сказать, не для беременных И помяни мое слово Если Ромка разозлится, а он разозлится То тогда нам надо будет устраивать только свадьбу Илье, а не твою Ну я ведь и еду его поддержать, успокоить Не, ну на, ну как хочешь, как хочешь Только потом не говори, что тебя не предупреждали, ладно? Все-таки никто вкуснее мамки не готовит Да ты наверняка там в Москве одну яичницу лопаешь На зарплату курьера-то По ресторану не походишь Мишка, ты че? Я аж при самом Потапове работаю Ты знаешь, какая у меня зарплата высокая Так что у меня все в ажуре Ты такая Смотрю, мамка опять пить стала Наверное, совсем тебе фигула, да? Я ей внимания уже не обращаю Она же всегда пьет Ты же говорил, она вроде завязала Как завязала, так и развязала Слушай, может полечить ее? В какую-нибудь клинику отдать? В какую клинику, Ром? Ты куда приехал, помнишь? И вообще ее лечить бесполезно Ей пить нравится Говорит, одна у нее забава Напиться и спать завалиться Ну а ты ты сам что думаешь? А я? А я, может, как ты сделаю? Свалю с этого дурдома И тоже в олигархе пойду Ну че ты ржешь? Вот подрасту немного и приеду тебе в Москву И, между прочим, готовить умею У мамки научился Так она тут совсем одна останется Ну, я, между прочим, тоже готовлю неплохо И ингредиенты специально из Москвы привез Где мамка-то? Да, где-то я побежала хвалиться Позови ее Скажи, что Ромка пикник устраивает Будет кое-что очень особенное Суши Диана, пойдем завтракать? Завтракать мы будем завтра Чем ты так занята? Что это такое? Формобородница Обмен опытом, как я не стала мамой Да И что пишут? О, много чего Закачаешься Может, там есть словесное описание процесса Или фотографии какие, покажи Ты вообще знаешь, как все это происходит? Мам, я не маленькая Ну, в этом я не сомневаюсь Я просто прошу, давай без нотации, ладно? Хорошо Ты знаешь, что такое аборт? Аборт это операция, мам Все вокруг делают и ничего Никто еще не развалился Ну да, это те, кто выжил Мам, при чем тут это? Да нет, ну просто бывают и смертельные случаи Давай не будешь меня пугать Вот этими страшилками из каменного века Дианочка Послушай Я понимаю Твоя беременность Событие, мягко говоря Событие неожиданное И парня ты этого не любишь И быть с ним не хочешь Да, наверное, рожать ребенка От кого-то Наверное, особого желания нет Но ты знаешь, даже Когда рожаешь по любви И в браке То лет через пять или десять То уже можешь задаться вопросом От кого я его родила и зачем Мам, я просто сама еще маленькая Понимаешь? Я не хочу детей Только что говорила, что уже не маленькая Господи, Дианка, я не понимаю Ну чего ты так боишься, а? Выносишь, родишь Вместе будем воспитывать Если бы можно было еще выносить Родить вместе Нет, ну ты послушай Вот когда ты родилась Были все эти ужасные Молочные кухни Когда надо было вставать Ни свет, ни заря Стирать пеленки в тазике Потому что не было памперсов А теперь... Мам, я просто больше всего боюсь Что я не полюблю этого ребенка Понимаешь? Этого не может быть Просто понимаешь Я к детям отношусь Ну... Ну очень прохладно Я не люблю их Меня они раздражают Они все капризничают Орут постоянно Ну что ты смеешься? Ну правда Это ты чужих детей не любишь А вот когда своего родишь Если рожу, мам Давай не будем забывать Наш вчерашний разговор Но я все-таки надеюсь Что ты передумаешь, дочь Ты слишком драматизируешь Дианочка, дети Это счастье Ты сама скоро это поймешь Как все изменится Да уж, это точно Я буду вот с такими ляжками Вот с таким вот пузом Вот с такими, простите, дойками Глупый Ходить буду, как черепаха Ну ну брось ты, перестань Ой У тебя очень хорошая наследственность Между прочим Ни я, ни моя мама Твоя бабушка За всю беременность Не набрали ни одного лишнего килограмма И быстро все сбросили Мам, я так и вижу Заголовки светской хроники Дочь олигарха Потапова Идет на нерест Ну кошмар, мам Какая ты глупыш у меня Ксенечка, ты, конечно, не обижайся Но в сердце я все-таки съезжу Мам, конечно, конечно Тебе вот сейчас только этим и заниматься нужно Стас, ну если на ровном месте так, то тогда что в автобусе-то будет? А автобус, между прочим, сельский И покачает, и поболтает Мало не покажется, в общем Здоровые люди Знаешь, что с ними происходит, а Еще скажи, не все выживают после такой поездки Ты же теперь понимаешь, что никуда тебе ехать не надо Во-первых, в таком состоянии тебе нужно дома сидеть А во-вторых Ромка наверняка сам вернется Да Значит, ты легко меня выносила Легко родила И кормила до года грудью, да? Да Ну а почему тогда вы, если все было так хорошо Не родили мне еще кого-нибудь? Ну, братика, сестренку В детстве было бы веселее Могла бы кого-нибудь поколотить О, не знаю Ты для нас сначала была единственный свет в окошке Да и делать все приходилось самим Ты знаешь, если бы мне сказали, что работать с матерью это так сложно Я бы не поверила Пока сама все это не испытала Ребенок забирает все время без остатка Вот видишь, ты сама сейчас это говоришь И хочешь на мне навестить эту каторгу Ты знаешь, мама, мне Я тебя очень люблю, правда Но У меня из детства на тебя какая-то обида Обида на меня? Угу Просто мне Мне так не хватало твоей защиты Ты ни разу как за меня не заступилась А мне это иногда было очень нужно Тебя папа всегда защищал Да, папа Появляюсь раз в год по обещанию в школе, детском садике Это я помню Но все равно это не мой случай В каком смысле? Да в прямом Потому что у меня был отец, который меня защищал А у моего ребенка такого отца не будет А я Девушка хрупкая С ангельским характером Боюсь, не справлюсь я Ну давай, бери трубку, подлый трус Вот настырный Алло, Ксюш Если человек не отвечает Значит, хочешь, чтобы его оставили в покое? Да у меня уже мозги от всего этого пухнут Нет! Не вернусь я в Москву! Да считай меня трусом Мне плевать Дурак Скажи, дурак Правый крылой под фарник? Ну и какие проблемы? Да ничего подобного Значит так, слушайте меня внимательно И запоминайте Если через три дня машина не будет готова Я с вами буду разговаривать уже не как простой клиент А как юрист Все, три дня, время пошло Кошмар какой-то Проще, наверное, новую машину купить Чем старую починить А может быть так и сделать? Как ты думаешь? Тем более у меня скоро появится много денег Это откуда? От верблюда Которого зовут Потапов На этого верблюда, где сядешь, там и слезешь Даже если выиграешь дело В чем я сомневаюсь Ну да Что ж, спасибо за столь высокое доверие Кать, но даже если ты выиграешь дело Умоешь всех его адвокатов Такие, как Потапов С деньгами расстаются, как с жизнью Он тебя замучает апелляциями Или как это называется На вашем профессиональном юридическом языке Вот значит, какого-то обо мне мнения Я тебе Самого хорошего мнения Но ты сравнила Мамонт Потапов и ты Такая ранимая, нежная, хрупкая А настоящие адвокаты, они какие? Ну-ка, ну-ка Расскажи-ка, какие? Очень интересные А я тебе расскажу Вот слушай внимательно Они без нервов Без сердца И без совести Этого я не говорил Я просто хочу посмотреть Когда ты поймешь Что ты, ну не можешь Ты завалить Потапова Илюш, пожалуйста Запомни то, что ты сейчас сказал Потом вместе посмеемся Вот и такси Ладно, я поехала в клинику А ты дождись меня, хорошо? Я быстро Здравствуйте Заходи Я не помешала? Да нет, нет, что ты Заходи Вот сядь за тот столик Я тебе там подготовила Документы Очень тяжелый случай Не хочет брать ребенка Светочка, милая Ну вот, к сожалению Не ты первая, не ты последняя А ты знаешь Вот как женщины потом жалеют Вот что вот так В молодости по глупости Оставляют своих детей Да как я его на ноги Ставить буду У меня мужа нет Родители Пьянь подзаборная Господи Да лучше бы их вообще не было Да что ты такое говоришь-то Да если бы я сказала Что на самом деле Про них думаю У вас бы уши завяли Я из последних сил дожидалась Только чтобы школу закончить И уйти от них куда подальше А тут как раз Этот парень подвернулся Ну я с ним и убежала У него-то в любом случае Лучше, чем дома Только он оказался козлом И свинтил С концами Ну зачем мне сейчас Этот ребенок Зачем ребенку такая мать Ну ты посмотри А Ну ты посмотри Какая умница Посмотри Как говорит Как рассуждает Светочка Милая Ну я же с тобой не спорю Ну Я же не говорю Что сейчас легко будет А вот представь А если ты все преодолеешь Это как же На словах-то все легко А в жизни Ну ты не горячись Не горячись Тут ведь не семь раз Да Тут сто раз надо отмерить Прежде чем отрезать Уже отмерила Леша, ну может хватит Ну считай, что ты меня озадачил Ну ладно, ладно Ну пугал Давай это Доставай свое добро Из коробки И оставайся Боря А зачем я тебе нужен, а? Я понимаю Когда ты раскручивался Да Я тебе был нужен В будущее заглянуть Соломки подстелить Ну а теперь ты в такой силе Что Это будущее Под себя можешь подминать Как хочешь Как у тебя все просто, а? Как будто все только упирается В бизнес и в деньги А если ты мне как брат Если душа, черт возьми Пополам рвется Ну ладно Можно сказать без пафоса Ты моя правая рука И считай ее Отрубают Леша Ну не мне тебе рассказывать Какое у нас было бурное прошлое Достойное, настоящий Какое будет будущее Даже без твоего дара Ну что ты хочешь, а? Ну что? Жалование тебе удвоить? Читай, что уже удвоил Я их поначалу знаешь, как я Только никому Вот так Ну, смысл ты понял А че? Праздник у нас или не праздник? Конечно праздник Мам, не надо Сыц Не для тебя, Миш Ко мне сын приехал Правильно, Мать Наливай Так И не вкусно это вообще Я лучше пойду Картошки вареные поем И бог с ним пускай идет Ага Ну, сынок За встречу Вы знаете, меня запугивали Говорили, если сделаю аборт Могу остаться бездетной Вы хотите знать Каковы ваши шансы Забеременеть После выкидыша Для этого сначала Надо провести Обследование И причем Очень основательное И все же Полагаясь На ваш опыт Каковы мои шансы Иметь детей Ну, я могу только Предполагать Предположите Полагаю, что Шансы есть Но оснований Для оптимизма Недостаточно Учитывая Перенесенный вами Стресс Диктум сапиентис Отъезд Вы знаете латынь? Ну, что ж Вы правы Для умного Сказано достаточно Я все поняла, доктор Детей не будет А вот этого Я вам не говорил Но мой вам совет Не затягивать И не рассчитывать На авось Мол, все Само собой наладится Давайте сначала Все-таки проведем Обследование А вот потом уже Будем выносить приговор Выведение К солидному руководству По черепно-мозговым травмам Тут какие-то Иностранные фамилии Пропусти Признанные авторитеты В этом вопросе Ну, чего ты замолчал? Даже тут бандиты В каком смысле? Так и написано Признанные авторитеты Да, не сходи с ума Авторитеты в данном случае Это люди, которые Пользуются особым уважением Профессионалы, понимаешь? Известные нейрореаниматологи Давай читай дальше Отмечают, что нейротравматология Прошла за последние полстолетия Пусть от популярной области медицины Которой интересовались только Наиболее мазохистски настроенные Нейрохирурги Может, ну эту книгу Я уже язык сломал Перестань Язык нельзя сломать Он без костей Да бред какой-то Как-то мазохистски Так, ладно, все Давай еще пять минут Переверни там пять страниц И прочти первое, что попадется на глаза Вот, принципиальным является понимание того, что патологическое воздействие на мозг в момент травмы не закончилось, а только начинается Далее, пока мозг не восстановится или в скобках не погибнет Так, все, хватит на сегодня У тебя уже язык заплетается Не то, что заплетается Он распух и во рту не помещается Как ты думаешь, тут что-нибудь есть про болезни языка? Думаю, что вряд ли Не волнуйся, я тебя вылечу Давай сейчас Съешь вон Мороженое или пирожное И меня заодно выгуливаешь А почему мороженое или пирожное? А если я и то, и то хочу? Ну, вот Тут написано, что при болезни языка Надо принимать мороженое и пирожное одновременно Мороженое остужает язык, а... А пирожное удлиняет Расслабься, страдалец Давай, иди отдохни, я позанимаюсь еще Ладно Я пока в горы съезжу Слушай, а что с великом? Я посмотрел, он убитый совсем Да, у него обе камеры проколты Да? Где же на нем так мотался? Теперь клеить надо А зачем клеить? Давай новые камеры купим А лучше вообще новый верит Со скоростями Уже практически у всех пацанов есть Я один как лох Ром, купишь А зачем деньги разбазаривать? Миш Если можно, починить Я тебе его так сделаю Как новенький будет Да? Жалко тебе, что ли? Нарплата у него большая Месса Мама, еще раз тебе говорю Я еще ничего не решила Я вообще перебираю варианты Это какие же, например? Их, к сожалению, не так много Я просто как подумаю О том, что рожу ребенка Мне сразу же Ромка на лицо Перед глазами Если бы ты знала Какой радости себя лишаешь И может быть, навсегда Это сейчас про Ромкино лицо? Мам, еще раз тебе говорю Я пока себя еще ничего не лишаю Думаю я пока еще Понимаешь? Просто ты не представляешь На что сейчас способна Современная медицина Они делают аборты так Что никакой угрозы Будущему ребенку Ну, правда Рожай не хочу Тем более У меня все равно Впереди еще есть Несколько недель Ну и где же? Недавно ты по чужим сумкам шаришь Ты что? Сдурел? Сначала ко мне Потом еще ко мне залезешь, да? Ты у матери По сумкам шаришь, так? Я тебя проверял Никаких денег у тебя нет Ты все наврал Кто-то проверял Тоже мне нашелся проверять Ты же дурак Деньги в сумках хранить Так и знал, что ты будешь цыганить Ничего я не цыганю Если такой богатый Могу купить велик А у тебя и денег нет Ты такой же нищий Как мы все тут Только мы не врем А ты врешь Опять придумал Какой-нибудь тут Супер-пупер крутой Брехун ты Ну бей, бей За правду всегда бьют Ерешенок, ты слышишь меня? Да Что я говорю-то? Ты знаешь, я ведь Ромке Наверное, даже не то, что сочувствую Я ему даже больше завидую Да? В чем же ты ему завидуешь? Парень в панике Не знает, где спрятаться С другой стороны, понимаешь Он, он как Воснецовский рыцарь Стоит на распутье Душа его волнуется Весь он трепещет Будь он творцом Он мог бы этим воспользоваться И создать Нечто потрясающее Так ты об этом? А ты все о житейском Эх Несчастная ты женщина Да, я несчастная женщина Уж не знаю Радоваться мне за Ромку Или огорчаться Но в одном он точно молодец Он выпустит на свет Сразу двух малышей Не то, что некоторые Творцы Ир, я не хочу об этом говорить, а? Ну сколько можно уже, правда? Ромка, он как Знаешь Слепая Фемида Должен сделать Судьбоносный выбор Выбрать Одну женщину из двух А? Интересно, правда? Что значит Выбрать? Ну, а ты бы кого выбрал? Знаешь Стасия, в принципе Девушка симпатичная Но она простовата для него Ну, что она ему может дать? Не понял Другое дело Вот, Диана Это же порода Стать Опять же Материальные условия С другой стороны Мы русские мужики А как у нас? Мужик сказал Мужик сделал Обещал Женись Да, щекотливая ситуация Тут надо думать Прикидывать Долг Или чувство Ха Бить не будешь? Все вещи, что ли, привез? Сбежал из Москвы, что ли? Да нет Чего не сбежал? Не получилось Себя там ничего? Да, все получилось Даже то, о чем я не мечтал А вещи-то я захватил Ну, чтобы это Ну, думал Потусить здесь Месяц-другой А что? Ну, знаешь Устал от этой Московской кутерьмы Там Люди, клубы Ну, ты понимаешь А Ксюшу оставила одну? Не Ее просто с работы не пустили А я это Ну, меня все любят в конторе Уважают Я так и сказал им Я домой И все, я уехал Да хватит заливать-то Это он Мамку-то нашу Обмануть легко У тебя никогда У тебя никогда Работы нет И денег тем более Это у Ксюши Есть Наверное Вот ты у нее И занял На подарки И приехал сюда Я ж тебя знаю Ты город любишь Ты через два дня Опять поедешь В свою Москву покорять Да никуда я не поеду Я вообще больше В Москву не вернусь Нельзя мне туда Как это? Ты что, убил кого-то? Ты что, дурак? Кого я убил? Ну вот меня могут убить За что? Да я Двух девок сразу Обрехватил Ну ты их знаешь Стаська и Дианка Дочка Потапова Так вот Если Потапов узнает Что я его Дианочку А потом еще и Стаську То все Мне тогда Крышка, братишка Так ты поэтому приехал Сбежал Да? Да? Да, сбежал А что мне еще было делать? Ты только матери не говори Пускай не расстраивается А у нас все в порядке будет Мы заживем По старому, втроем Все хорошо будет Ничего не будет хорошо Потому что ты дурак Я думал, ты умный, смелый Как супергерой какой-нибудь А ты Вот Вот Светочка Все, что я хотела тебе сказать Я уже сказала тебе И не потому что я здесь работаю От чистого сердца От всей души Осталось чуть больше трех часов Чуть больше трех часов Чтоб ты сделала свой выбор Ты слышишь меня? Я не знаю Я не знаю, что делать Я ведь оставляю его Не потому что не люблю А потому что боюсь Что он будет мучиться Так же, как я Я ведь даже не знаю Что со мной будет Не то, что там через год Или через десять лет Я не знаю, что со мной будет Когда я сейчас выйду отсюда Если бы я могла видеть будущее Если бы я могла Я бы вам все рассказала Если бы я могла Извините Стась, я перезвоню Если не будет поздно Нужно встретиться Как можно скорее Я на работе Это вопрос жизни и смерти Насчет Ромки Что-то случилось? Ничего страшного Хотя, как посмотреть? Хорошо Через час в кофейне Ром, Ром Помоги, а А то у меня спина болит Ром Ну, давай, давай Скорей Так, держу Ага, давай Давай Отпускай Опа Пока А ты че такой хмурый-то? Влюбился? А ты откуда, знаешь? Мишка разболтал, да? Да при чем тут Мишка-то? Я сама вижу Видишь? Угу Это вот когда В Москве-то мы были, да? Там девушка Стаси была Она тебе по душе, да? Мне она тоже понравилась Хорошая девушка А ты че? Поссорился с ней? И поэтому обратно вернулся, да? Сынок Ну ты Поговори со мной Я, может, тебе че посоветую А? Не хочешь, да? Ну, вот опуху с ним Мам Посиди, а? Кать Как же хорошо встречать тебя дома Что плохие новости? Врач сказал, что Нужно быть готовым к худшему Хороший доктор Илья, если он прав У меня, возможно, никогда не будет детей Мне не надо медленно, но качественно Мне надо быстро, но качественно Давай, все, работаем А? Пригласи ко мне Николаева из службы безопасности Борис Станиславович, вызывали? Да, заходи Ну что? Докладывай Первое По поводу Екатерины Павловской Пока удалось выяснить, что она встречается С сыном Гордеева С Кустей С Ильей Илья Гордеев, сотрудник МЧС Второе Алексей Малютин Часто стал приходить к вашей жене Я не ослышался Сегодня Из офиса забирал свои вещи И ко мне пришел Потап Меня отговаривать И отговорил? Предлагал увеличить зарплату вдвое Так легко я давно себя не чувствовал Полетаем Как ты себе это представляешь? Вот так Ай, Леша Леша, приземли меня Ты знаешь, меня сейчас только одно волнует Как помочь Филиппу Как сделать так, чтобы его вытащить из тюрьмы Мне нужно посоветоваться с юристом Если все получится Я готов дать показания против Потапова Правда, есть одно но Какое? Если я дам показания против Бориса Дело Филиппа закроет Но на его месте окажется сам Потапов Ты готова на это? Слушай, а тебе не кажется, что я потолстел? Немного я сладкого ем в последнее время? Да нет, Кость Ты ведь даже с тренажера не слезаешь Знаешь так, мой друг Пообещай мне, если я потолстею, то Я тебя отравлю И помни, ты обещал Это ты что, брата, что ли, родного обборовываешь? Да? А как ты услышал? Как я услышал? Сейчас покажу, как я услышал Что случилось? Да нет, ничего не случилось А что? Ты перестал чавкать, вот я и подумал, что случилось что-то важное Да нет Просто официант спрашивает, будем мы еще мороженое или нет А почему я не слышал? А он жестами издалека показывал Ну тогда зови его Гулять так гулять Скажи Вот как понять, что любишь человека? Ну вот Ты папу любила А как это было? Да как у всех было Повстречались Потом поженились А потом и ты родился Нет, я не об этом Вот Как ты поняла, что Это он Вот Он и никто другой Сынок Не умею я красиво говорить Это ты у нас говоришь А я тебя все слушаю, слушаю А как узнала А радостно мне Рядом с ним было И вообще радостно мне было И без него Я ведь веселая тогда была Хохотушка А вот Когда он С Веркой Из соседней деревни Сошелся Мишка родился Ой, как мне Горько было Вот Тогда ты, сынок Я и узнала Как я его люблю Так люблю Что все стерпеть могла Он Он на две семьи жил А я все терпела Ну и пусть хоть так будет Я Я думала Что я без него Жить не смогу А вот видишь Смогла Утонули они оба С Веркой И одну меня оставили Одну да не одну Ты у меня был Рос уже Да и Мишка Маленький совсем Ну Я его себе и взяла Ну Нинь Деддом же его отдавать-то Ой Не знаю Как мне его отдали Я ведь Тогда уже Пила Тосковала я Тосковала я Очень по отцу По твоему Эх Верка Верка Шалава Утянула Она его за собой Себе Себе взяла Вот видишь сынок Какая Любовь то бывает Я думала Его одного Одного Всю жизнь Люблю А он Кобель Эдакий С двумя Хороводился Да еще и детей Наплодил Я всегда думал Что не буду похож На своего отца Да нет Ты у меня другой будешь Другой Ты ведь Если цель поставил Ты прямо К ней идешь По сторонам Не оглядываешься И семья У тебя будет Одна Хорошая Крепкая Дружная Все будет Хорошо Сын Все Кость Ты чего Проверяю Был ли прав Римский император Чего Который сказал Деньги не пахнут Да и посчитаю Слушай Дань А кто там На меня все время Смотрит А ну-ка Пойдем Познакомь меня С ним Заодно спрашиваю Что он слепых Никогда не видел Кость Успокойся На тебя никто не смотрит Ладно Пошли Держи Дальше На тебя Дальше Ничего не рада понять, знаю, кто станет за ты, ай-яй-яй. Что говорит твоё сердце, слушай, тот ты, ай-яй-яй. За это не прочь, как не подойдёт. Ну? Давай, рассказывай. Только, пожалуйста, без вермишели на уши, ладно? Ты о чём? О том, что все твои россказни о тёте Машином запое, туфта полная. Что Ромка поехала туда вовсе не из-за неё. И вообще, он в деревне, Ксюша? Да, он в деревне. Только он просто-напросто туда сбежал. Но у него есть очень серьёзный повод. Ну и какой? Я могу узнать? Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Корректор А.Кулакова Девушки отдыхают Вы знаете, мне говорили Если сделаю аборт, могу остаться бездетной Каковы мои шансы иметь детей? Врач сказал, что нужно быть готовым к лучшему Илья, если он прав У меня, возможно, никогда не будет детей Алексей Малютин Часто стал приходить к вашей жене Если я дам показания против Бориса Дело Филиппа закроют Но на его месте окажется сам Потапов Ты готова на это? Ромка, он как слепая финина Должен выбрать одну женщину из двух Тут надо видеть Я вообще лучше в Москву не вернусь Я двух девок сразу обрюхать Все твои россказни О тете Машином запое туфта полная Ромка поехал туда вовсе не из-за нее И вообще он в деревне, Ксюш? Да, он в деревне Но у него есть очень серьезный повод Радуги дороги в небесах Розовое утро на часах Ветер тихо шепчет, не грусти Что бы ни случилось все равно Счастье постучит в мое окно Скажет нам с тобою по пути Это не сон, не миражи И впереди целая жизнь Зовет туда, где вновь спешат Исполнятся мечты Это не сон, все наяву Просто люблю, просто живу В реальном мире Там, где я и ты В реальном мире Там, где я и ты Стась, ты понимаешь, дело не в тебе Господи, ну что ты меня так научишь? Это я тебя научу? Ксюш, у тебя совесть есть? Ты его прикрывала Он мой друг А я, а я И ты, и ты, ну Что, ну, Ксюнечка, он сбежал от меня Сбежал от меня практически из-под венца И ты его прикрывала Ты мне Ты поэтому меня не пускала в озерцы, да? Ты поэтому трупом легла у меня в двери Лишь бы я туда не уехала О, Господи, да хороша бы я была, если бы я уехала Поэтому я тебя не пустила Спасибо Так, не уходи от темы Ты говоришь У него были причины от меня сбежать Какие это причины? У него будет ребенок Хорошая новость Уже несколько дней знает об этом Чего это его так накрыло вдруг? Ну У него будет еще один ребенок От Дианы Она тоже беременна Что-нибудь выбрали? Яду, пожалуйста Кать То, что я тебе скажу Может показаться, конечно, жестоким Но Мне все равно То есть Как это? Ну, мне все равно Будут у нас свои дети Или усыновленные А ты никогда не думала об этом? Нет Ты так говоришь, потому что Потому что Я сам усыновлен И Разве мне было плохо? Разве мне плохо сейчас? Они мои родители Они меня любили Любят Они вложили в меня все Но ведь свои дети Это своя кровь Ну, а если не судьба? Ну Я вообще не понимаю Эти пары, которые Расстаются только из-за того Что у них нет детей На свете так много Брошенных А бездольных детей Которым нужна помощь и защита Я не верю своим ушам Ну, почему? Потому что так не бывает Кать Я на заданиях Часто вижу детей Которые остаются Без родителей Их ждет тяжелая судьба Ты знаешь, мне хочется Каждого ребенка забрать домой Вот такой вот я сентиментальный Нет, дело не в сентиментах Скажи, а ты хоть чего-нибудь В этой жизни боишься? Хоть что-то тебя пугает? Странный вопрос А ты ответь Боюсь Потерять боюсь Тебя потерять боюсь Близких своих боюсь потерять Вообще терять Кого-то это страшно А приемный ребенок Это же не потеря А приобретение Привет Привет Что? Неважно себя чувствуешь? Токсикоз, да? Угу У меня на жизнь уже токсикоз Слушай, а я сейчас в гостиной Видела этого Малютина Малютина Они что, с твоей мамой типа друзья? У них с моей мамой типа шуру-муру Реально? Вот и мне так показалось Я иду ему Здрасте А он Ноль реакции Весь в себе И только на твою маму смотрит Милка, давай не будем сейчас о них, ладно? У меня любая тема О моих родителях вызывает аллергию Что ты там притащила? Тебе понравится Али Оп Прикольный, правда? Милка, ты что, в сауне перегрелась? Ты что, мне в куколки предлагаешь играть, а? Ой, сама ты куколка Смотри Это, считай, натуральный бэбик Его только зарядить надо Вот тут все написано как Будет, как живой Пьет, писает, плачет Все дела Как раз потренируешься Жуть какая, а? Страшный такой Ничего Мы сейчас его включим Он глазки откроет Не надо ему глазки откроет Мил Мил, да ну это бред Ну это идиотизм Нет, нет, Мил А прикинь, батарейки сядут, он вырубится Да ну, ну что за бред Нет Если Что-то пошло, то Тренироваться нужно на На живом ребенке, на реальном, понимаешь? Слушай, а у кого из наших подруг уже есть дети, а? Нет, какой-то абсурд Я просто поверить не могу, что это на самом деле происходит Еще и со мной Я просто себя чувствую частью какого-то кошмарного сна, Ксюша Стас, я понимаю это все Вряд ли, ты понимаешь Вот я думаю, Дианочка, вот она поняла бы Кстати, может быть нам клуб создать? Беременный от Романа Москаленко, а? Какие идеи, как классные Может нам еще по Москве пройтись, поискать Может этот бычок осеменитель, Ромчик наш еще кого-нибудь успел осеменить Да нет, что он совсем уже что ли? Че нет, не совсем, Ксюша Че мало еще для диагноза, скотина Ну, он же не специально А, случайно, Ксюша, конечно Он случайно, абсолютно случайно переспал с диагнозом Обязательно ненарочно Сделал мне предложение И абсолютно догадывался, что он делает Уехал нафиг в озерцы И оставил двух беременных женщин в Москве Ну, 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 вообще все не так страшно Ты вообще, ты вообще сейчас соображаешь, что ты сейчас говоришь? Ну, вообще, ты права Все могло быть хуже Не так страшно Никто же не умер Даже наоборот Ну, а что теперь делать? Мне кажется, поэтому он уехал Да, конечно, понятно Сдрейфил Таких дров наломать, о, Господи Слушай, я слышала У беременных женщин Чувство хюмора как-то развито Особенно Может, мы соберемся с Дианочкой И порвем Ромку на британский флаг Вот веселуха будет, а? Как она, кстати, живет? Не слышала случайно? Могу я хоть чего-то не знать А жаль Хорошо бы выяснить У Ленки Лесниченко дочка Я ее как-то видела, идет такая мамочка с коляской Ты серьезно? Слушай, когда она успела-то? Ой, долго ли умеючая? И деваха у нее ничего себе Шустрая такая Ну, ей где-то с годик Не, годик это много Нужно поменьше Тогда Аллочка Баринова У нее сын Да ладно Слушай, я от жизни отстала У Алки сын А ему сколько? Да, месяца полтора где-то Она мне еще звонила тогда Хвасталась Нет, нет, месяца полтора Это мало Слушай, он же маленький, мелкий Я его по 10 сломаю Поверну, как будто бы так Ну, тогда Дашка Калинич Дашка? Слушай, Дашка Точно А, я помню, точно Она же Она же где-то полгода назад родила Точно Да, пацан Полгода Это получается С одной стороны Немалкота А с другой стороны Самый термоядерный возраст В смысле? Ну, зубы режутся Плачет постоянно, наверное Самое оно Для боевой зарядки Жесть какая Алло Да, Дашка, привет Это я, узнала? Да, Диана Потапова Привет Слушай, я сразу к делу Короче, мне нужен Твой ребенок Ну, в том смысле Что мне нужно Попрактиковаться Быть мамой Сейчас скажу Просто Фотосессия В которой я должна быть мамой И мне нужно В общем С ним понячиться Да, конечно Приезжай сама Ну, что ты, что Он сам, что ли, дойдет? Да Да Ладно Спасибо тебе, Дашка Давай, жду Йес Ты какой-то идеальный Да брось ты Нет, правда, правда Меня это даже пугает Я Все время чувствую себя виноватой Почему же? Скажи, а За что ты меня любишь? Я не могу сказать конкретно Люблю И все Ну, хорошо А из-за чего ты мог бы меня бросить? Откуда у тебя такие мысли? Ну, просто пофантазируй Я не могу себе ничего представить Я не брошу тебя никогда Никогда не говори Никогда Я знаю точно Зачем ты задаешь эти вопросы? Я вот думаю Ты все время мне что-то отдаешь Утешаешь меня Прощаешь Заботишься обо мне А я Ничего не даю тебе взамен Ты не права Права Я чувствую это Но так не может продолжаться вечно Когда-нибудь ты Устанешь от этого И уйдешь Хорошо Если тебя так мучает этот вопрос Отдай мне что-нибудь Прямо сейчас Что? Ну, не знаю Что хочешь Карандаш Зубную пасту Книгу Ну Вот прямо сейчас? Прямо сейчас Ну, ну, ну Хорошо Вот это Это мой любимый шар Он со мной уже много лет Возьмешь? Отдаешь? Держи, он твой Ну А говоришь, ничего не отдаешь Я же знаю, что он твой любимый Нет Это ты мой любимый Леша, ну я не могу Я больше всего на свете хочу освободить Филиппа Но я не могу посадить его так Бориса Да, он негодяй Но Мы прожили с ним 20 лет Одной семьей Ты уверен, что По-другому Ничего нельзя придумать? На сто процентов Послушай, а может быть Поговорить с Катериной? Может, она что-нибудь придумает, а? Ты что делаешь? Леша Боря Леша 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 Стась, мне Мне правда очень стыдно за Ромку Да, а ты-то тут при чем? Да как при чем? Он мой друг Я от этого не отказываюсь Значит, я отвечаю за него Ой, не выдумывай, а? Да ничего я не выдумываю, Стась Вот Вот она обязательно вернется и И? И? Что? Ну, одумается Ну, я это знаю Вот это вот Бежать от проблем Это вообще не в его стиле Запутался, что ли? Ему подумать надо Да Знать бы заранее, что он там себе Решает Это ты о чем? Ну, как о чем? Я не думаю, что я смогу Шибко обрадоваться Когда узнаю, что он женится на Диане Да как это он тебе обещал? Обещал Обещал Может, он и ей много, что он и обещал Ромка у нас такой К тому же он был влюблен в нее с самого начала Со мной просто Сделал предложение из благородства Понимаешь? Ну Ну, вот и хорошо Ну Почему он должен передумать-то? Да потому что раньше Он не знал, что Диана тоже беременная Ха Господи Ну, вот теперь у него есть выбор С кем ему быть благородным Я думаю, что с Дианой ему будет поприятнее Да почему? Да потому Как говорит курица Выбор между чувством и долгом Я бы выбрала чувство К тому же я в чем Просто соседка Маячу перед глазами А Диана дочь олигарха А Ромка всегда мечтал разбогатеть Улавливаешь К тому же, может, он заранее задумал Все это с Дианой Со мной просто не повезло Борис, остановитесь, ну Ну, в самом деле Это что за клонады-то? Пожалуйста, вы можете потише у меня в гости? В гости? Вот как Значит, мои бывшие Жена И друг Спелись, да? Тебя это уже не касается, Борь Меня не касается Тихо, тихо, тихо Стой Боря Как ты думаешь За все эти годы Сколько я о тебе узнал? Тебе хватит лет на 15 присесть С конфискацией? Хватит Ну и тебе хватит Лет на 7 Как к свою частнику А еще что-нибудь может случиться С твоей любовницей А еще и найду твою дочь Я тебя предупредил Ведь это же Привет, космонавт Привет, любленный братец Ты от Кати? От тебя ничего не скроешь Ты же знаешь, есть такое выражение Даже слепой бы увидел А от тебя волна прям с ног ошибает С ног ошибаешь ты сам себя Слушай, у меня голова уже кружится А у меня вот почти не кружится Ты знаешь, вестибулярный аппарат Надо развивать Мне Варя говорит, что надо заниматься И... Ладно, как ты? Катя чудо Да, это я понимаю Я, кстати, подумал, что вдвоем пришли Ты что, ее духами надушился, что ли? Нет Ну, ты понимаешь Слушай, в общем Прости меня За что? Ну, я знаю То, что влюбленные раздражают тех Ну, в общем, ты понял Ну, знаешь С твоим счастьем я как-нибудь справлюсь Не переживай Слушай, а ты... Ты не знаешь, как там Ксения? Нормально Ну, в общем, как и следовало ожидать Хочет устроиться на работу Говернантка или няней Как-то так А волосы все так же в косичку заплетает? Ну, да Глаза серо-зеленые И цвет глаз не изменило А к чему эти вопросы, Кость? И смеется так же Но я в последнее время не видел, чтобы она смеялась Да и улыбается она через силу Ничего, это пройдет Ну-ну Я все правильно сделал Она все еще любит тебя И это тоже пройдет А ты? А что я? Я нет Знаешь, я вообще живу Совершенно другой жизнью уже Как космонавт в центрифуге Все, и не будем об этом Ну, как скажешь Я как только узнала, что есть такая работа Сразу поняла, что именно этим хочу заниматься Здесь по-другому чувствуешь Сколько людям нужна помощь Часто удается помочь Ну, я Недавно работала Последний раз не получилось А что было в последний раз? Девушка Наша ровесница Забеременела Ну, и решила рожать, чтобы потом Написать отказ от ребенка Просто так можно? Ой, Стась К сожалению, можно Она родила Засомневалась даже Насчет отказа Ну, вот мы пытались ее убедить Не отказываться от ребенка И что она? А с ребенком что будет? Да ничего В дом малютки отправит Знаешь, я сегодня по-настоящему пожалела Что я не могу заглянуть в будущее Может быть, мне удалось Как-то бы на нее повлиять Слушай, а ты Совсем-совсем ничего не можешь? Наверное, точно Так, а давай-ка попробуй Да нет Так, попробуй Что, от тебя будет, что ли? А вдруг получится? Стась, я не знаю Давай Ничего Так, давай еще раз Еще раз Это бесполезно У меня такое ощущение, что я этого никогда не умела Не расстраивайся Да не могу я не расстраиваться Зачем я избавилась от своего дара? Вот здесь я промолчу Здрасте еще раз А Наталья Семеновна у себя? Нет, ее сейчас нет Может, я могу вам чем-то помочь? Нет, мне не нужна ничья помощь Просто передайте ей, что я подписала отказ Пусть она там у себя пометит До свидания Подождите, как это? Как это до свидания? Вы не уходите Это неправильно Вы не имеете права отказываться от ребенка Вот Вам сколько сейчас лет? Семнадцать Вот, семнадцать Это же прекрасно, замечательно А представьте, если ваш ребенок родит семнадцать То вы бабушкой станете в тридцать четыре Это же здорово, правда? Господи Нет, я вообще не это хотела сказать Что же я хотела сказать Вот 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 я Я тоже не собиралась рожать А вот Видите Теперь уж никуда не денусь В смысле У меня просто срок пока маленький Поэтому не видно Это я к чему говорю? Это я к тому, что Я вас очень хорошо понимаю Я вот тоже рожать не собиралась Но Условий у меня никаких нет Но вот отказ же Я не собираюсь писать на своего малыша А вот вы для чего его написали? Зачем? Ну, какое вам дело? Ну, вы не обижаетесь Ну, я не хотела вас обидеть Ну, правда Все-таки Ну, не хочу я ребенка и все Как это и все? Как это и все? Вы ведь родили? Вы ведь могли сделать аборт? Значит, вы планируете детей в будущем, правильно? Ну, допустим, и что дальше? Вот Понимаете Присядьте Присядьте Вот Нам Нам всегда Вот кажется, что Вот потом будет лучше Потом у нас появятся деньги Время Будут перемены к лучшему И тогда уж мы родим А на самом деле Может, оно и ничего не поменяется Останется по-прежнему Ну и фиг с ним Вот, и я тоже думала Фиг с ним Думаю Чего жизнь на потом откладывать Вот, думаю Рожу сейчас А перемены к лучшему И пятилетнему ребенку Пригодятся Ну и рожать Ну, кто вам не дает? Может, все-таки Дождетесь Наталья Семеновна? Ох Ладно, все Пойду Вроде затих Нормально, да? Да Конечно, нормально Ты все всегда так Да нет, мы по-разному умеем Да? Так что он у вас орал-то? Да тебя увидел Оценил свои ближайшие перспективы Да, Милочка? Может, я тут тебя увидел, а? Орал-то он в коридоре Тоже мне Дождай мы отдадим Теме Диане Пусть потренируется Любопытно было бы посмотреть Темночка, что это у меня есть такое? Ой, 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 ой О, ой, 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 ой Милочка, как здорово у тебя получается? У тебя что, свои дети есть? Ой, иди Всего и не упомнишь Что, серьезно, что ли? Тихо, тихо Да нет у меня, конечно, детей Зато племянников двое Ну что, Даша Дадим нашего богатыря Тете Диане, да? Давай Ну, пусть попробуют Как мне убрать-то? Ну-ка, ну-ка, ну-ка Руками Только обратно Это тетя Диана Она хорошая Да, девочка Девочка Сейчас опять плакать будет Ой Девочка Шевелится Ну, конечно, шевелится Но это же не кукла Да, аккуратно Я его поверни Вот так вот Мне кажется, что ему не нравится Ну, понятное дело У ребенка такой стресс Такую злую тетю увидел Ну, не бойся, Темочка Тетя хорошая Она тебя не съест Она тебя не съест Ой, ты маленький Да Костя, привет Регина Петровна Здравствуйте Вот брала у тебя пару фильмов Возвращаю Киньте Куда-нибудь Ну, на комод положу Ничего Да хоть в мусорное ведро Присаживайтесь Ты как-то сегодня Не в духе, Костя Не обращайте внимания Просто легкий приступ меланхолии Я так полагаю Это следствие Да Надоел, знаете ли Этот однообразный пейзаж за окном Мне нравится Твоя ирония И все-таки, если серьезно Что случилось? Если серьезно Я очень хочу погрузиться в транс Вы не могли бы меня загипнотизировать? Боюсь, это не мой профиль Жаль А какой у вас профиль? Безответственная беседа Безответственная беседа Ну, это мне подходит Прекрасно Знаешь Я как-то рассуждала о том От чего зависит Расположение духа у человека И пришла К элементарному выводу Любопытно Все очень просто Оно Зависит от перспективы Видишь ли Нам свойственно Все время Предугадывать Или предполагать Будущее Причем бессознательное И если прогноз Улучшается То мы испытываем Устойчивый позитив А невзрачная картина Будущего Делает нас Раздражительными Угрюмыми Ну что ж поделать Если мы так устроены Заметь Заметь Ведь и в том И в другом случае Мы не знаем Будущего И можем ошибаться А качество Нашей жизни В том числе И будущей Напрямую Зависит От нашего настроения Согласен Значит Если сделать Сознательный Прогноз То мы Можем управлять Своим настроением Ну может быть Когда-нибудь попробуем Ну давай прям сейчас Что сию минуту Ну а что Заодно проверим Как это работает Вот представь себя Лет так Ну через пять Слепым Ну каким хочешь Лишь бы ты в это верил Но только имей ввиду Что прогноз Должен быть Исключительно позитивным Позитивным значит Да Лет через пять Хорошо Я научусь Читать И писать Не вызывает Сомнений А еще Я смогу работать Ну наверняка Я думаю Ты сможешь Даже больше Да Я напишу книгу Которая станет Бестселлером Очень похожа На правду И буду купаться В славе До конца своих дней А как насчет любви Боюсь Это не мой профиль А вот в это Вериться с трудом Ты с детства был Страстной натурой И новые обстоятельства Едва ли это поменяли Ну а в целом Вообще ты молодец Настроение как? Ну уже получше Спасибо Я очень рада Ну в общем Примерно такое будущее Тебя и ждет Только вот Без любви Там не обойтись Вот увидишь Все это не имеет значения Я уже подписала отказ Но ведь можно все вернуть обратно Нет Я и так очень долго На это решалась Я не передумаю А если бы ваш парень Вас не бросил Вы бы оставили ребенка? Не знаю Ну если бы не бросил Если бы сказал Что хочет ребенка То наверное бы оставил А так А вас когда-нибудь бросали? Ну у меня был парень Но мы расстались Потому что Ну что там Матрусил и бросил Да? Это длинная история Ну и как вам такой расклад? Ну я уж никак не ожидала такого Он конечно гад Но я тоже не ожидал Так ладно Он сбежал Примем сей факт Что теперь делать-то? Я не понимаю Он что Получается оставил тебя Принимать решение? Мам Какое решение? Идти в ЗАГС Забирать заявление? Или можешь сидеть Ждать его Подпереть Ручку к щечке Да? Ну а может Правда Подождать Он подумает И одумается А может Может и правда Поехать к нему Поговорить На чистоту Что ты скажешь-то? Ну скажу Ромка привет Я знаю У тебя будет ребенок Еще один кроме моего Что делать будем? Глупость какая-то Да Глупость Глупость Господи Может вообще Фиг с ним Пережить И рожать Одной Мы же справимся Глупость Грудью я его уже не кормлю Он у меня большой мальчик С ложечки ест Да? Неси ему Он же сам не может Дай ему попробовать Подношу Он не ест ее Дай я Держи Дай я Ну-ка Ну-ка Темночка Давай ротик откроем Ну-ка А что ты у него в ложку запихиваешь? Ему так нравится Еще раз А-а Окей Окей Подожди Дай-ка я попробую Да ладно Девчонки Он ест меня Вообще-то я занят Прекрасно Яковыч Это просто прекрасно Каждая минута работы Большого ученого Должна быть занята делом Потому что Эта минута Обходится мне Очень дорого Вообще-то для дела Лучше всего Если бы вы Не приходили Когда вам вздумается Вы меня отвлекаете Если я пришел Не когда мне вздумается А действительно По серьезному делу Так Ну и что же это за дело? Яков Борисович Скажите честно Это вы натравили на меня Катерину Кого? Катерину? Угу Иначе наше сотрудничество Пока успешное Окажется под угрозой Скажите Ваш сын Илья Женится на ней? Да Илья Сделал Кате Предложение Откуда вы это знаете? Не важно Ой Не знаю Поздравлять вас С такой снохой Или Приносить Соболезнования Но такой Борзой женщины Я еще не встречал Какой? Борзой Это Предпоследняя степень Дальше только Оборзевшая А как вы вообще Познакомились? Да не имеет значения Яков Борисович Я вижу Вижу что вы здесь Действительно Ни при чем Простите что Отвлек вас Работайте Да? А Ну что Илья Узнал адрес? Так Диктуй Ага А не так Не торопись Так и как туда проехать? Ага Доеду Я не хотел Делать ей больно Просто подумал Что ей так будет Легче меня забыть Понимаете? Я понимаю О чем ты хочешь Сказать Но я думаю По другому И? Я думаю Что ты Как раз Хотел обидеть ее Нет Нет Регина Петровна Это Полная чушь Ты хотел Отомстить ей Да за что? За то что я себя вел Как подонок Или за то что Обманывал ее чувства Когда она мне доверяла И за это тоже И за то что ты Потерял зрение Полный бред Она здесь при чем? Очень просто Костя Безусловно Во всех обстоятельствах Ты делал выбор сам Но тем не менее Большинство этих обстоятельств Возникли благодаря Ксении И ты не можешь Этого не осознавать И хочется тебе В этом признаваться Или нет Ты злишься на нее Отсюда результат Ничего себе Это получается Что если бы не все Эти ваши предсказания То ничего бы не случилось В общем да Наверное так и получается Так чего вы хотите Человек из-за вас Стал слепым Да я на его месте Вас бы просто возненавидела А вы с ним еще жить собирались Да Я хотела Ну вы даете Да ясное дело Он вас послал Да знаете Скажите спасибо Что он еще вас просто выгнал А то он мог бы еще и врезать Как врезать? А вот так вот Наугад куда угодно И этот ваш еще Про какой-то спор придумал Не пойми зачем Вы правы Это Я во всем виновата Только я И больше никто Я просто старалась Об этом не думать Но это ничего не меняет Я могу Могу поехать в озерцы И набью ему морду Да уж ты какой боевой Я это хотел еще тогда Когда узнал что он Напортачил Напортачил? Пап Тут какое-то немножко Другое слово по вам подходит Он мне сделал ребенка Так вот я могу Прямо сейчас поехать Не надо никуда ехать Пап Я думаю ему тоже не сладко сейчас Ты его жалеешь Мам Да я всех жалею Всех жалею И его И себя И даже Диану Это жалею И детей наших Господи Откобель Митя Так хватит По-любому Кому-то придется растить Ребенка без отца Кому-то достанется Приходящий папа В общем Ни ей, ни мне Не видать Женского счастья Ну что ты Ну дочь Ну зачем так мрачно Смотреть на эти Все как-нибудь Образуется Как? Как-нибудь Как-нибудь У тебя всегда как-нибудь Да федораки ты вообще Да хватит Да ладно Стоп Стоп Дайте подумать Курица Курица Слушаю вас Ты подслушал? Нет Просто банально Проходил мимо Следовал так сказать Из кухни в туалет Понятно Так Мне нужен телефон Чей? Что ты задумала? Телефон Дианы И не отпирайся Он у тебя есть Я помню Она тебе позировала Потом дала тебе Свой телефон И ты хвастался Я хвастался? У меня есть телефон И ты порочная девица Дочка Зачем тебе ее телефон? Не знаю папа Но Не нужно с ней встретиться Дай мне ее телефон Ну я не знаю Может где-то Осталась запись Так Так Сантехники ЖЭК Это не то Так Зурабцер Это не актуально Ага А вот-вот-вот Кажется Да Диана 112 Так тихо Что ты мне скажешь Не знаю мам Не знаю Не знаю Но Я знаю Что она беременна Я думаю Она тоже должна знать Что я беременна Мне кажется Это правильно Мам Прошу на меня Не сцелаться Так тихо Так ладно Темочка Давай идем к маме Идем к маме На сегодня хватит Ну ты Дианка Молодец Я от тебя не ожидала Аля Да Кто это Станислава Какая А Ты знаешь Меня не интересует Роман Мскаленко Ты думаешь Ну хорошо Ладно Через полчаса Приехать Да Кто там Ну глазки закрываем Станислава Редкое имя Кто такая Это подруга одного мерзавца По имени Рома О И что же надо нашей подруге Она хочет мне Рассказать что-то интересное Про нашего мерзавца Интригует зараза Продолжение следует... Ну, а какую потрясающую новость ты хотела мне сообщить? Я тоже беременна. Прекрасно. А я тут при чем? К сожалению, ты тоже тут при чем? Чего? Ну, ты сама подумай. Ну, пороскинь мозгами, сопоставь факты. А ты хочешь сказать, что ты беременна от... От... Да. От Романа Маскаленко. Олигарх. А на самом деле, такой слабый мужик, деспот. Знаешь, видала я таких, поорут, побесятся и сдуваются, а дальше делай с ними все, что хочешь. Так что, поверь мне, пройдет немного времени и Потапов сам на блюдочке с голубой каемочкой принесет некомпромат на Гордеева. Ну, как? Понравилось? В следующий раз еще послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты говоришь, у него были причины от меня сбежать. Какие это причины? У него будет еще один ребенок. От Дианы. Она тоже беременна. Значит, моя бывшая жена и друг спелись. Боря, за все эти годы сколько я тебя узнал? Тебе хватит лет на 15 присесть? Ну и тебе хватит. Лет на 7, как к своей участнику. А еще и найду твою дочь. Так чего вы хотите? Человек из-за вас стал слепым. И скажите спасибо, что он еще вас просто выгнал. А то он мог бы еще и врезать. Вы правы. Это я во все виновата. Она все еще любит тебя. Ну а ты? Да я нет. Я почти не влюблен. Ты хочешь сказать, что ты беременна от Романа Маскаленко? Да. Кого же еще? КОНЕЦ Это не сон, не миражи и впереди. Целая жизнь зовет туда, где вновь спешат, исполнятся мечты. Это не сон, все наяву. Просто люблю, просто живу. В реальном мире, там, где я и ты. В реальном мире, там, где я и ты. ТОНИТ В реальном мире, там, где я ищу тЮжу. ТОНИТ ЗАГОВРО brief В реальный рисунок Слушай, да я связалась просто с племенным жеребцом, оказывается. Как думаешь, если мы еще по городу поищем, найдем таких же, а? Да, я тоже об этом думала. Хорошо, от меня чего хочешь? Я просто... ...решила тебе сообщить, потому что мы вроде как теперь товарищи по несчастью. Да не скажи. Ну и что, что мы обе переспали с одним парнем и залетели от него? От обеих он сбежал? Нет. Положим, от меня он не сбегал. Неужели? Ты вообще что себе думала, а? Что мы с тобой как две сестры будем плакать друг у друга на плече? Ах, какой Ромка гад! Ой, что же нам теперь делать, а? Или что, может быть, детей вместе надумаем растить? Две мамы-сводные дети, так? Нет, я просто подумала... Чего ты думала? Может быть, вообще ты денег от меня хотела, а? Думаешь, я тебя понимаю, как никто другой благотворительной истории, что заняться? Чего ты несешь, а? Я просто решила тебе сообщить, чтобы мы... Вроде как мы оказались в одинаковой ситуации, понимаешь? Что ты заладила? Я сказала, мы не в одинаковой ситуации, девочка. В разных. И запомни это. Ты еще такой страшненький, уродец! Кому ты нужен? Что ты, мне страшненький? Да, уродец вообще при этом! Я тупица! Ты тебя в зеркале-то видел? Тупица! Ну-ка, пошел отсюда! Убирайся! Убирайся! Так странно... Что странно? Ты и я, что мы теперь вместе... И какие же у тебя желания? Самые чумовые. У меня еще никогда ни с кем не было так хорошо. Да. Люблю. Извини. Не люблю. Люблю. Нет, я не люблю. Мать, нет, люблю. Люблю. И тебя люблю. И тебя люблю. Ну, обеих вас люблю. Ну-ну, это почему-то мы в разных ситуациях, а? Ну, хотя бы потому, что от меня Ромка без ума стоит мне только щелкнуть пальчиками, он тут же прибежит. А, да-да. Слушай, ну ты хоть общелкайся. А у тебя нет, конечно, я уверена, что Ромка в своих сердцах услышит тебя и прилетит к тебе. Да, прилетит ко мне, а не к тебе. Ну, ты почему ты так решила? Ну, ты мозгами проскинь, подумай. Ну, кто ты, а кто я. А, поэтому, да? Да. Ну, понятно. Только, ты знаешь, я еще сама, правда, не решила, нужен мне твой Ромка, не нужен мне твой Ромка, а? Не, ну, он, конечно, все отдаст, чтобы быть со мной. А я вот еще подумаю, ну, если я решу, то поверь мне. Да верю, 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 верю я, да. Слушай, ну, только пока ты тут обалдевала какая-то и охрененно прекрасная, мы с Ромкой были недавно в ЗАГСе и подали заявление. Так что закрой свой ротик. Закажи себе кофе, да пей кофе, взять свою машинку, езжай в свой домик, подлежи на свои кроватки и подумай, как ты будешь растить ребенка без отца. А Ромка мой, мой. И ты на него губу не раскатывай, поняла? Вешалка. Майя, а ты Мишку не видела? Что-то пропал куда-то, а я ему уже и велик починил. Доносится целыми днями. Бог его знает. А, постой-ка, он, наверное, за Цветковским домом на поле. С мальчишками воздушного змея запускает. Он мне говорил, вроде ему очень нравится. Ну и пусть дело хорошее. Странно. Мне ничего не рассказывал. Змеем, говоришь, запускает? Угу. Хорошо. Привез он какие-то суши. Ну, это рис и рыба. Короче, давайте выпьем. А, вот, значит, каких мы змеев запускаем, да? А ну, пошли отсюда быстро! Пьянь малолетняя! Чтоб нас больше не видел здесь! Пойдем, дорогой. Отпусти! Пойдем, пойдем, пойдем. Отпусти, отец! Что, маме, мамке можно? Тебе можно, а мне что, нельзя? Ты лучше соображай, что ты делаешь. А ну, пошли. Иди домой, пьянь! Сам пьянь! Ты мне что, погрызайся здесь! Домой сказал! Хорошее! Я знаю, что это неутешительные слова, но когда у нас умирают пациенты, то это не всегда наша вина, так распоряжается жизнь, которую мы не смогли спасти. Это, это плата за нашу работу, но каждый раз мы боремся за чужую жизнь, боремся с судьбой. Бывает, что побеждаем, а бывает нет, когда случается такое, ну, вот как с вашим мужем, ты понимаешь, что мы не боги, но мы бессильны, понимаете? И тогда начинаешь искать, рискуешь, находишь новые методы лечения, иногда ценой чьей-то жизни. Вашему мужу не суждено было выжить. Простите, ну, может быть, это поможет кому-нибудь другому в будущем. Простите. Ну, ты видишь, что оно не влезает, ну... Это у тебя не влезает. Опять налегке поедем. Куда это вы собрались? Ну, куда-куда, на дачу едем. Мы ненадолго. А, отлично. Поезжайте. Поезжайте, давайте, на свою дачу. У дочери тут судьба рушится, а они на дачу. Давайте клумбочки, грядки, цветочки, да? Хватит. Стасия, что тебе сказала Диана? Что она сказала? Сказала, что Ромка останется с ней. А ты поверила, да? Папа, чего не оставалась? У нее деньги, внешность какая. Папаша крутой. У нее ребенок от него будет. Да, так же, как и у тебя. Мам, так же, да не так же. Знаешь что, не ори, успокойся. Давай по порядку расскажи. В конце концов, что ты хотела от нее услышать? Спасибо, мам. Ну, правда, Стась, ну. Мам, она всем своим видом давала мне понять, что я и не ровня. Что я останусь одна. Да может, это она останется одна? Вот Рома вернется к тебе и... Отличная перспективка, мам. Она всю жизнь будет у меня перед глазами маячить и угрожать моей семье, да? Папа, а что ты замерта? Давайте, собирайтесь на дачу. Давайте, не забудьте там за меня на гамаке покачаться. Знаю, что я тебе сейчас. Здравствуйте, Леша. Вот почему ты в самом деле? Иди в комнату, иди, яска. Стась. Что? Помолчи, яска, закрой дверь. Да нет, я просто с тобой поговорить хотела. Ну? Я хочу извиниться перед Костей. Ты что, сейчас пошутила смешно, да? Я не поняла. Нет. Ты с дубу рухнула? Нет. Иди сюда. Пойдем, пойдем, пойдем. Поговорю. А зачем он приходил? Посмотреть на дело собственных рук? Сволочь. Мама. Мама-то узнала его? Это он убил папу. Ну, ты не волнуйся. Я не думаю, что он знает, что я – это я. Он просто что-то разнюхивает. Но теперь и я знаю об этом. А ты не бойся, ему не скажешь, что я к тебе прихожу. Все будет хорошо. Он за все ответит. Ну, что у тебя? Я хочу извиниться перед Костей. Этот бред я расслышала. Объяснение есть ему? Это не бред. Это, может, самое главное, что я должна была сделать – извиниться. За что? За что извиниться-то, Ксюнь? Ксюнь, ты с ума сошла, что ли, а? Этот человек тебя использовал. Он довел тебя, бросил тебя, выбросил. Я перед ним виновата. В чем ты виновата? В чем? В том, что недостаточно сильно его любила, да? Или, может быть, потому что не бросился ему на шею, а он тебя послал бы и дальше? Это правда неадекватно. Это ты даже договорить мне не даешь. Ладно. Да. Прости мне, блин. В каком столько идиотизма. Все, я тебя слушаю. Костя, я из-за меня потерял зрение. Не перебивай, из-за меня. После этого я ведь на самом деле от дара избавилась, чтобы искупить свою вину перед ним. А я просто должна была извиниться, понимаешь? Не совсем. То, что Костя потерял зрение, это же был несчастный случай. Угу. Только если бы не я, этого несчастного случая бы не было. Я просто чувствую, что я должна это сделать. Думаешь, ему это надо? Это мне нужно. А какую мелодию нам маму поставим? Мне гитара нравится. Не, не надо. Слишком резкий звук. Давай лучше поставим на отца ее. Буду сдрагивать каждый раз, когда он звонит. Тогда я и у себя поменяю. А то ты запутаешься. А у тебя на отца тоже она, что ли, стоит? Круто. Ну да. Слушай, а ты что невеселый такой? Проблемы. Проблемы? Да, проблемы. Давай на маму колокольчики поставим. Вот. Ну давай, ей идет. Ну расскажи, что за проблема-то. Опять с Антоном, что ли? Ну да. Кажется, я со всеми поругался. Ну, точнее, мы все переругались. Да все это бред. Ваша любовь чушь собачья. Да. И не говори. Так, ладно. Давай, и кто дальше? Ксюша. Удали. Удалить номер Ксюши? Да. А давай ее и лучше в черный список занесу. Она тебе даже позвонить не сможет. Ладно, не надо. В общем, я не знаю. Оставь как есть, ладно? Так удалять или нет? Ну не удаляй. Детский сад какой-то. Только поставь мелодию какую-нибудь, чтобы я мог определить. Ну какую? Да все равно. Давай вот эту. Хорошо. Так, ладно, кто у нас там еще неопознанный остался? Таня, я понял то, что ты поставил мне эту мелодию. Я запомню. Да нет. Да нет. Это не я. Ну, телефон. Ну, в смысле, Ксюша звонит. Черт. Да. 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 Все это я с огромным удовольствием подпишу. И с еще большим удовольствием все это отдам своей дорожайшей экс-супруге. Все довольны? Не совсем. У нас остался еще один небольшой камень прескновения. Вы упустили из виду один очень важный документ. Вы так ловко его отложили. А ведь это документ по сети заправок. Ну, это мы уже многократно обсуждали. Заправки мы не отдаем. Ну, вот. Поэтому я и назвала этот пункт камнем прескновения. Мы же говорили, что сеть заправок поехали, мы не отдадим. Ну, раз вы говорили. Послушайте, вы о чем вообще говорите? Вы на нее посмотрите. Это что-то невероятное. На хрена ей заправки? Она в них ничего не понимает. Я и так отписал ей больше, чем достаточно. Все. Вопрос закрыт. Да, конечно, по меркам многих вы оставили ей даже больше, чем нужно. Золотые горы. Но по нашим меркам, зная обстоятельства вашего супружества и учитывая тонкости ваших взаимоотношений... Заправки я не отдам. Все. Ну что ж, тогда, думаю, на сегодня все. Всего доброго, господа. До новых волнующих встреч. Не возьмешь? Возьму. Слушаю. Алло. Здравствуй, Костя. Это я, Ксюша. Здравствуй. Понимаешь, мне очень нужно с тобой поговорить. Ты знаешь, это плохая идея. Нам очень нужно с тобой видеться. А смысл? Я все равно ничего не увижу. Так что мне сейчас что, твой голос по телефону, что при встрече? Я понимаю, это глупо. Просто мне правда очень нужно с тобой встретиться. Это не по телефону. Когда мы увидимся, я тебе все объясню. Это очень важно. Мы уже все сказали друг другу. Точнее, я тебе все уже сказал. Только не я. Я не все тебе сказала. Можно я к тебе приеду? Хорошо. Я дома у родителей. Я же говорю, любовь ваша, это все чушь собачья. Ты понимаешь, как только я увидел ее, у меня внутри все перевернулось. Она ведь... Она ведь стала такой из-за меня. Может, все не так. Может, все это... Наследственность, травма, да все что угодно. Нет, Лена. Она потеряла рассудок после смерти мужа. То есть, после того, как он умер у меня на столе. Я не понимаю, зачем ты ворошишь это. 20 лет прошло. У тебя умирали пациенты. Это жизнь? Это нормально? Нормально? Лена, это ненормально. Я брал на себя ответственность за чужие жизни. За жизнь этого Орлова. А с какой стати? Ты мог спасти его. Это был эксперимент. И он сознательно на него пошел. Нет, Лена, нет. Я сначала дал им надежду. А потом... И вот теперь она лежит в этой психушке, а их дочь неизвестно где. Ты должен понимать, как никто другой, что врачи не боги. Это твоя работа. Вот у меня работа попроще. Напортачил я что-то в своих переводах. Редактор поправил. А в твоих руках жизни людей. Это совсем другая ответственность. Да, но цена моей ошибки смерть пациента и горе его родных. А еще цена твоей работы это жизни людей. И... Яш, прекрати этот глупый спор. Этот глупый спор терзает меня очень давно. Ну, кто дал мне право? Кто разрешил мне вот так распоряжаться чужими жизнями? А? Ты перегибаешь палку. Ты не распоряжаешься чужими жизнями, ты спасаешь их. У человека иногда вообще не бывает надежды. А ты спасаешь его. Я устал. Я понимаю. Хороший ты мой. Не мучай ты себя. Это бывает. Это было так давно. А если бы я тогда не предложил ему эту операцию, этот эксперимент, то он бы все равно умер. он бы медленно угас, через полгода, через год. Но все было бы по-другому. Они бы не надеялись. Понимаешь? Ты даже не можешь себе представить, какая она его жена. У меня после переговоров всегда зверский аппетит. А я всегда знал, что ты у меня аппетитная. Я сегодня была страшно, Курта. Ну, давай, давай, хвались. Все прошло, как по маслу. С такими людьми главное психологическая устойчивость. Они этого долго не выдерживают. Знаешь, вообще, самообладание великой силы. Такое чувство, что ты правишь мир. Вот это новость. Я не знал, потому, что ты хочешь править миром. Я вообще-то страшная идеалистка. Я хочу, чтобы в мире торжествовала справедливость. Знаешь, Потапов редкая сволочь. По крайней мере, по отношению к своей собственной жене. я буду рада, если он за все ответит. Ну, а если Потапов не был бы сволочью? Я всегда защищала слабую сторону. Видел бы ты его жену. Это несчастная женщина. Я удивляюсь, откуда она сейчас нашла в себе силы с ним бороться. Катя, я рад, что ты такая. Какая? Ну, знаешь, очень мало людей, для которых справедливость имеет значение. И которые готовы за нее бороться. Легок, Напомини. Потапов? А зачем он тебе звонит? Наверное, хочет зайти с другой стороны, какой-то другой подход. Я думаю, предложит встретиться. Ты согласишься? Почему нет? Ну, вроде как, адвокатура не очень этично встречаться с противоположной стороны. Не очень этично, зато очень интересно. Алло? Проходи. Присаживайся. Чай, кофе или кефир могу предложить? Нет, нет, спасибо. А я, пожалуй, выпью. ты здорово справляешься. Да, вот, учусь теперь. У меня есть учитель, а я теперь послушный ученик. Делаем задания там разные, не знаю, тренируем другие органы чувств и вестибулярный аппарат. Как-то так. Учитель это здорово. Ну, у меня вообще-то учительница Варвара, она молодая, но особо такая, серьезная. Ну, ты ее видела, рыженькая такая? А, да, 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 да. Как у тебя дела? В институт поступила, в педагогический. Да, круто. Работу нашла в социальном центре, вот. Слушай, как здорово, а? У всех все меняется, это, это к лучшему. Не, ну, у кого как, конечно, вот у Ромки все к лучшему. Ой, хотя, что я тебе говорю, глупости какие-то, не слушай меня. Не, подожди. Давай, рассказывай, что там с твоим Романом? Ну, он никак не может разобраться, на ком жениться и с кем ребенка воспитывать. Не понял, у него что, такой огромный выбор невест и детей, что ли? Ой, ну, Статька и Диана твоя. Подожди, ты что, не знаешь, что ли? Не понял. Диана беременна? Ну, да. Круто. Отлично. Слушай, а ты уверена, что это его ребенок? Ну, по крайней мере, она так сказала. Нет, если она так сказала, значит, это правда. Ну, и что там, Ромка твой? Мечется, как Бурюданов осел? Он в деревню сбежал. Костя, я вообще не за этим пришла. А зачем? Я, господи, Кость, я, я пришла попросить у тебя прощения. Мам, ну, где ты ходишь, а? Я тебя уже жду три часа. Ну, и чего ты мне не позвонила? Я тебе звонила? Ты просто не берешь трубку, видимо, не слышишь. Где ты была? Диана, я всего лишь хотела немного прийти в себя после общения с твоим отцом. Нормально, да? Значит, у твоей дочери просто крышу сносит, а свалившись на нее информацией, а ты где-то ходишь. Ау, мама! Вообще меня слышишь или как? Может, мне тоже в ком уплюхнуться, чтобы приобщиться к твоей легкости бытия? М? В ком? Не советую. Из нее можно потом не выйти. Ну, прости меня, пожалуйста, извини. Я ляпнула, не подумала. Чего? Чего у тебя там стряслось? Что ты вся на нервах? Просто, мам, я всегда знала, что я живу в мире абсурда. Но сегодняшние обстоятельства, они просто, знаешь, послужили веским доказательством. Вот смотри, уже само то, что я, дочь олигарха, забеременела от какого-то деревенского проходимца, это уже смешно, да? Ну, это как на это посмотреть, Диан? Но, что нам не хватает для полной картины? Вот, мам, вот чего не хватает? Для того, чтобы можно было смело подойти к зеркалу и сказать, Диана, убей себя об стену. Вот чего, думаешь, не хватает? Ну, я слушаю тебя, слушаю. Для полной картины, мама, нам не хватает еще одной идиотки, которая забеременела от этого придурка. Что? Ты хочешь сказать, что от твоего Ромки кто-то еще ждет ребенка? Да, мама, причем не кто-то, а его соседка по коммуналке. Класс. И что, он в курсе? Ну, конечно, он в курсе. Мало того, мама, они уже успели сходить в ЗАГС, подать заявление, а это значит, что в жестокой, бескомпромиссной конкуренции с потомственной продавщицей я, Диана Потапова, програла. шикарно выглядите, Екатерина Романовна. А вас того не скажешь. Много работаете, да? Достаточно. не присаживайтесь. А вы, Екатерина Романовна, та еще штучка. Звучит, как комплимент. Возможно. Как у меня нашли? А вы прятались? Вы вообще-то достаточно публичный человек. Ты прекрасно знаешь, о чем я. Я с клиентами и оппонентами на ты не перехожу. Вы? На меня через Гордеевых вышли? О, слушай, по безопасности Великого Потапова работает отменно. Боюсь, вас разочаровать, нет? Сама по тебе. И познакомилась я в первую очередь с Алисой Александровной, а не с вами. Вообще, мне удивительно, что вы не поехали со мной в ресторан. Мы же взрослые люди. Не поняла. Не поняли. Да не надо понимать меня превратно. Посидели бы, поужинали в неформальной обстановке. А в офисе вы блюдете политкорректность. Я вам скажу, таких как вы, единицы остались. Борис Станиславович, зачем вы меня позвали? Не хотите тратить время на пустопорожные разговоры? Мое время слишком дорого стоит. А вы мне не платите. А хотите, чтобы заплатил? Сколько? Вы мне предлагаете отступные? Нет. Ни в коем случае. Предлагаю вознаграждение за то, что вы вовремя, а именно сейчас отойдете в сторону. А вы считаете, что деньги это самое важное, да? Отнюдь. Самое важное это их количество. Справедливость вот что самое важное. Ну, ну ладно. Не перегибайте палку. Я уже понял, какая вы умная, положительная. Но только спектакли здесь не надо устраивать. Странно. Вот я уже не первый раз встречаю людей, которые при слове справедливость начинают страшно нервничать и раздражаться. Что? Рыльцы в пушку, да? Ну, хорошо. Справедливость. А вы-то здесь при чем? Какое вы к ней имеете отношение? Просто с моей помощью она выстрожествует. Любой ценой. И дело опять не в деньгах, Борис Станиславович. Всего хорошего. И знаешь, что самое обидное? Вот кто я и кто она? Это хамка из коммунальной квартиры. Диана, какая разница, из какой она квартиры? Мама, большая разница. Они живут целым табором в этой убогой коммуналке. Это, не знаю, это не счастливое общество, понимаешь? Диана, это все чушь. Низшие слои общества, высшие слои общества. Ты первая, кто в нашей семье родился в Москве. А твои родители, позволь тебе напомнить, они провинциалы, Диан. Хорошо, мам. Вы, может быть, и провинциалы. Только я уже нет. Поэтому социальный статус этой дуры мне принципиален. У нас с ней, между прочим, будут дети от одного и того же парня, которого мы к тому же с нее еще и делим. А? Нормально? Понимаешь, мам, мы с ней связаны этим. Понимаешь? А я этого не хочу. Чего ты не хочешь? Я не хочу иметь ничего общего с этими людьми. Они меня пугают, как насекомые. Господи, они не представляют для тебя совершенно никакой угрозы. Ди, прекрати об этом думать. Перестань нервничать. Тебе лучше вспомнить про свою астму и про беременность, дочь. Мама, ты меня опять не поняла. Эта ситуация приравнивает меня к ним. Меня и вот этих вот, понимаешь? А я этого не хочу. Ксения, вообще-то я не очень понимаю, почему ты просишь у меня прощения. Ведь это я обманул тебя. Я спорил на тебя. В общем, ты бросил как-то некрасиво. А разве можно бросить красиво? Я не знаю, может, у кого-то получалось. Кость. Кость, это ничто по сравнению с тем, что я тебе сделала. Ты понимаешь? Ты из-за меня, можно сказать, зрение потеряла. Это я так изменила твою жизнь. Ксень, я... Мы никогда с тобой не говорили об этом. То есть, ты никогда не говорил мне, что зол на меня. Ксень, я потерял зрение не из-за тебя. Просто так сложились обстоятельства, так случилось. Кость, даже если ты это не признаешь, я все равно прошу у тебя прощения. Хорошо, я признаю, я злюсь на тебя. и хотя все, что произошло случайность, я... Человек просто так устроен, он вынужден искать кого-то виноватого. Да. Да. Ну что ж, я пойду. Ксень, подожди. Ксень, я... спасибо тебе, что ты пришла. Знаешь, я... только сейчас сам себе по всем этом признался, и мне тоже нужно кое-что тебе сказать. Ты испортила. Ты испортила. Почти новый чайник. Вот это твоя глупость. На, возьми. Я своими собственными глазами видела. По телевизору показывали. Наливаешь газировку, кипятишь чайник, и налет смывается. Да, налет, может быть, смывается, но электрический прибор при этом ломается. Да это случайность или совпадение? А я тебе давно говорила. Он старый. Я тебя предупреждала. Вот иди в магазин и покупай новый чайник из своих сбережений. Ух ты, батюшки, из каких сбережений-то, а? Да, да, потому что это твоя глупость. Это ты сломала, а не какие-то умные люди. Хорошо. Вышли из телевизора. Хорошо, хорошо. Я отнесу его в ремонт. Да, и обязательно расскажи эту историю про умных людей, про газировку, Да прекрати ты, федораки! Мам, а ты врешь ему этим чайником по голове? А ты чего это тут, а? Ты что, Стась? А я все жду, когда в нашей счастливой семье начнется, наконец, поножовщина. Что ты такое говоришь? Когда это я маму убил? Зачем ты так говоришь? Да достало уже все. Все достали. Так, сообщаю вам, как с владельцем квартиры, что Роман здесь больше не проживает. Это мое решение, и надеюсь, вы отнесетесь к нему с уважением. Вернется, на порог не пущу. Пустите вы, уйду из дома я. Это ясно? Вот такая простая арифметика. А вы продолжайте, продолжайте. Только для начала чайник нормальный поставьте, а? Ладно, сам пойду куплю. Мам, я слишком жестко, да? Немного есть. Мам, ну согласись, что по сути-то я права. Дианочка, дело не в том, что они плохие или недостойные, а в том, что ты нервничаешь. А из-за этого ведь ничего не изменится. Тебе надо прекратить волноваться, все будет хорошо. Я знаю, знаю, мам. Да я не нервничаю почти. Мне сегодня удалось успокоить Дашкина ребенка. Представляешь? Я вначале так скептически отнеслась к идее тренировки на малышей. Но оказалось, хорошая штука. Прям я вижу результаты. Представляешь? И ты продолжишь тренироваться? Да. Что есть от отца, так это упертость. Потому что если я решила стать хорошей матерью, значит буду. ты оставишь ребенка? Да. Как хорошо. Ты моя умница. Солнышко мое. Вот это правильно, Ди. Да. Только теперь осталось решить последнюю проблему. Воспитывать без отца неправильно. Биологически уже не рассматривается. Нужно искать другого. Ты о чем? Ну, о том, что Милка была права. мне срочно нужно выйти замуж. Угу. Когда ты все это говорила, я я понял, что я злился на тебя. А еще я понял, что все взаимосвязано и я должен просить тебя прощения. Костя, только извинялся. Ну, не так, как надо, не с тем пониманием. Я обидел тебя. Я обманул тебя. И за это судьба дала мне по башке. Знаешь, Костя, у нас в деревне в Изерцах такая женщина одна жила, колоритная. Она все время, когда напивалась очень сильно, говорила очень хорошие, очень мудрые вещи. Так вот, она как-то сказала, что жизнь это не сведение счетов. Понимаешь, Костя? Ну, именно у нас так это и происходит. Мне досталось за тебя и за тех, кто был до встречи с тобой. Мне все не так просто. Да и, наверное, мы вряд ли сейчас сможем понять, кто из нас виноват больше, но главное, что мы извинились друг перед другом. И, может быть, сейчас нам станет хоть чуточку легче. Возможно. Ну, ладно. Пока. Удачи тебе. Ксения. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Вашему мужу не суждено было выжить, но, может быть, это поможет кому-нибудь другому. Зачем он приходил посмотреть на дело собственных рук, сволочь? Ну ты не волнуйся, я не думаю, что он знает, что я это я. Ты знаешь, я еще сама правда не решила. Нужен мне твой Ромка, не нужен мне твой Ромка. Пока ты тут обалдевала какая-то охрененно прекрасная, мы с Ромкой были недавно в ЗАГСе и подали заявление. А, воспитывать без отца неправильно, биологически уже не рассматривается, нужно искать другого. Ты о чем? Мне срочно нужно выйти замуж. Не очень понимаю, почему ты просишь у меня прощения. Я виноват перед тобой, я спорил на тебя. Кость, это ничто по сравнению с тем, что я тебе сделала, ты понимаешь? Радуги, дороги в небесах, розовое утро на часах, ветер тихо шепчет, не грусти. Что бы ни случилось, все равно, счастье постучит в мое окно, скажет нам с тобою по пути. Это не сон, не миражи, и впереди целая жизнь Зовет туда, где вновь спешат, исполнятся мечты. Это не сон, все наяву, просто люблю, просто живу В реальном мире, там, где я и ты. В реальном мире, там, где я и ты. Ты зачем это сделал? Извини, а не нужно было, да? Не знаю. Я пойду. Ксень, подожди! Пока! Ксень, подожди! Ой, ну что опять за вселенский катаклизм? Никакого уважения к творческому процессу, удивительные люди. О, пожалуйста. А потом они жалуются, что у нас в России нет культуры. Заходите. В этой квартире ни один вопрос не может быть решен без моего участия. Ну, садитесь, садитесь, что за проблемы? Мы, мы требуем, чтобы, чтобы ты перестал сдавать комнату Роману. Что? Олег Карлович, мы понимаем вашу заинтересованность, но Стася не может находиться на одной территории с этим человеком. Ага, понятно. То есть проблемы у Стаси, а решать их надо за мой счет. А что? Здорово. Да, остроумно, блестяще. Какая творческая раскрепощенность. Да я просто карлик по сравнению с тобой, Дмитрий Феодораки. Олег. Никаких ограничений сознания. Ни стыда, ни совести, ничего. Секундочку. Позволю напомнить тебе, что когда ты сдавал комнату, ты с нами не советовался. А по закону общежития, ты обязан был это сделать. Понимаю, понимаю. То есть Ксюшу, значит, тоже вышвырнем, да? Да при чем тут Ксюша-то, а? Ну как при чем? Они с Ромой на двоих снимают эту комнату. И если мы выгоним одного, то все, так сказать, тяготы квартирной ренты лягут на ее хрупкие плечи. А? Или, может быть, вы мне будете доплачивать? Да сейчас, конечно. Ну, конечно, нет. Конечно, давай, бей. Как говорил великий Сталин, лес рубят, щепки летят. Не перестань юродствовать, Олег. Дима прав. Они действительно могут препятствовать аренде. Боже мой, боже мой, кто это говорит? Моя жена? Ты что, за них, что ли? Во-первых, я за справедливость. Ты действительно ни с кем не советовался. А что, были не согласны? Во-вторых, я очень хорошо понимаю Стасю. И на ее месте я тоже была бы против сдавать комнату всяким мерзавцам. Ха-ха-ха. Еще скажи, сексуальным маньякам. Не передергивай, пожалуйста. И в-третьих, мне все равно скоро понадобится эта комната. Поэтому, пожалуйста, озабоись, ребят, чтобы они подыскивали другое жилье. Угу. Понял. Значит, Ксюшу все-таки тоже будем гнать. Для начала, Рому. Господи, боже мой! И с кем я живу под одним кровом? Да вы все втроем просто людоеды. Ну, в общем, вот так вот. Не помешаю? Да нет, ты как раз вовремя. Держи, я тебе сок принес. Спасибо. Ну, ну, и что тут было? Да ничего не было. Просто Ксения заходила, и мы с ней пообщались немного. Вот в чем дело. А я смотрю, ты весь преобразился. Давай, давай, ври. Все равно я проверить не смогу. Честное слово. Ладно, пусть это будет. На твоей совести. Кость, ну что, вы помирились? Да как тебе сказать? Да мы не ссорились. Просто я пока не хочу ей навязывать свое общество. Она тоже так думает? Я не знаю. Я просто знаю, что она сегодня была здесь. И это было прекрасно. Знаешь, если бы мы могли общаться вот так вот просто, как сегодня, я был бы очень рад этому. Здорово. Привет. Что это за улыбка такая загадочная? В смысле? Что, со мной что-то не так? Да нет, нет. С тобой все в порядке. Не обращай внимания. Ага. Что ты сияешь так, ну, кались? Мы с Костей увиделись. Вот. И общались. Все, да? Да. Я просто не понимаю, что происходит. Я попросила у него прощения, он у меня. Я хотела сразу уйти, но он меня не отпускал, и мы... О, Господи, Ксения, ну не томи, что же дальше-то, а? Мы поцеловались. Вернее, он меня поцеловал зачем-то. О, какой герой нашелся. Ты бы спросила его, зачем? Я спросила, а он сказал, что не знает. Удивительное дело. Это было бы так необычно и странно, если вдруг он сказал, что знает. У мужиков же у всех так в порядке вещей делать, они понимают, что они делают. Да ладно тебе, Стась. А что, нет? Что, далеко за примером ходить? Вот Ромку спроси, о чем он думал, когда сразу твоим женщинам детей делал. Знаешь, что он ответит тебе? Что? Я тебе скажу, что. Не знаю, не знаю, я как-то не подумала. А что, нельзя было, да? Фу, господи. Так что, Ксенечка, даже не пытайся найти хоть какую-то логику или смысл в поступках Кости. Стась, ну, мне кажется, что Костя не такой. Не такой, не такой. Все, не спорю. Ладно. Роман, кстати, с завтрашнего дня не живет в этой квартире. Стась, как не живет? Советом жильцов было принято решение, отказать Роме в аренде этой жилплощади. Отказать? Да, да, ты не волнуйся. Ты, конечно, тут остаешься. Ты, кстати, сможешь комнату одна оплачивать? Ром! Ром, вставай! Ром, слышишь? Что такое? Мишка сбежал! Как сбежал? Как, как сбежал? Вот так сбежал! Я же, я же, я же его закрыл. Ты закрыл, а он через окошко сбежал. Да? А почему я ничего не слышал? Да потому, что ты спал. Вот, записку оставил. Так, говорит, жить больше не могу. Рома. Молодец, сынок. Смотрю на тебя и любуюсь. Мам, перестань меня нахваливать. Я пытаюсь почувствовать себя полноценным. А вот со своим бесконечным молодец, сынок. Ну, а что ж тебя не похвалить, если у тебя так все здорово получается? Просто я чувствую себя младенцем, который только учится ходить. Ну, и что в этом плохого? Ты действительно сейчас делаешь то, чего не мог делать раньше. Ну, а младенцем себя почувствовать, это, между прочим, любопытный опыт. А знаешь, по-моему, пора повзрослеть уже и заняться нормальными делами. Да? Ты погоди, еще успеешь. И так, он какой высокий темп-то набрал, а? А по-моему, я еле-еле ползаю. Это ты так думаешь? А на самом-то деле, ты же всегда у меня был. В натуру-то горячая. В детстве-то помнишь, чуть что, искру из глаз сыпется. По-моему, ты преувеличиваешь. Ну, да, ты сам-то вспомни, сам вспомни. Костя у меня всегда в первых рядах, на всех парах. Бегать так до обморока, купаться до посинения, драться до крови, с горки на велосипедах все тормозят, Костя жмет на педали. Это еще у меня мутаций кло не было. Ой, слава богу. А когда он появился, что изменилось? Что, скорость? Вот именно. И чем это кончилось? Мам, ну не надо. Ну подумаешь, не рассчитал немного. Мам, скажи, а... Как тебе кажется, я... С Ксенией я, наверное, поторопился немного, да? Не знаю. Не знаю, что тебе сказать, Костя. Ну, если бы ты мне все рассказывал, одно могу сказать тебе точно, что в отношениях спешить нельзя. Ну, особенно, если они тебе дороги. И еще нужно быть очень осторожным с любимым человеком. Понимаешь? Не очень. Лучше не договорить, чем сказать лишнее. Лучше не прийти, чем прийти не вовремя. Лучше не додать, чем надо есть. Это очень сложно, когда ты влюблен, но это очень важно. А вот когда влюбленность пройдет, и вы однажды посмотрите друг на друга, и увидите непридуманные образы, а настоящих людей, если вам по-прежнему ваши отношения будут дороги, вот тогда можно не сдерживать себя. Ой, довела парня. Из родного дома убежал, куда глаза глядят. Конечно, у чужих людей-то бескрышинно головой лучше, чем с матерью пьяницей. Мам, Мишка не за тебя и за меня ушел. Это я во всем виноват. Да что ты говоришь-то, сынок? Ты вон ему подарок, какой из Москвы привез. Велосипед починел. Он наоборот гордится, что у него такой брат. Мама, нечем тут гордиться. Сбежал я из Москвы. Там таких дел наворотил. Все у меня плохо. Все. Две девушки от меня беременны. Как же так, сынок? Вот так. А я запутался. И не знают, что мне делать. Вам опять наврал. Мишка узнал, разозлился на меня и ушел. Скажи мне, давно он этих змеев запускать стал? Вот как из Москвы приехали, он и увлекся. А знаешь, что это за змеи были? Зеленые. Пиво он с дружками пил. Может, уже чей-то покрепче пробовал. Ладно, еще рано. Далеко уйти не мог. Я его найду. Я поражаюсь твоему спокойствию. Неужели ты за него совсем не переживаешь? Почему очень переживаю? И очень радуюсь, как быстро он адаптируется. Да. А мне кажется, что Костя опять бежит впереди паровоза. Едва освоился жить без зрения, как ему же опять надо куда-то бежать и что-то делать. Ну и что в этом плохого, Лен? Да нет, ничего плохого, конечно. Ой, а если он не справится? С чем? Не знаю, с чем. Да с чем угодно. Лен, если он справляется со слепотой, остальное одолеет. А эти его отношения с Ксюшей... Чш-чш-чш. Мне кажется, не надо в это лезть. Очень хорошо, что рядом с Костей есть девушка. Ты так считаешь? Да. А ты не считаешь, что это она виновата в том, что с ним произошло? Ты что, серьезно? Да. Ох, если бы Ксения не появилась у нас в доме... Лен, Лен, Лен. Если бы нас когда-то не родили наши мамы и папы, то мы могли бы избежать многих проблем, в том числе и смерти. Давай не будем искать причины наших проблем там, где их нет. Костя решил помочь той девушке, которая погибла. Это был его выбор. А значит, его ответственность. А вот если Ксюша в его нынешних обстоятельствах не оставит его, это будет ее выбор и ее заслуга. Ну, как же так можно, Стась? Ты ведь с ним даже не поговорила. Это он со мной даже не поговорил. Взял и сбежал. Хотя никто его не заставлял это делать. Хотя нет, ты права, конечно. Сейчас я с ним поговорю. Ромка! Ром! Ух ты! Нет же его нигде. Нет у Ромки-то тю-тю. Ну, он всегда такой, как обрюхать кого-то, так он первый. Как проблемы решать. Нет у Ромки, нету. Стась, ну, может, он сейчас все решает? Ага. А я тут должна застыть, ждать, когда он вердикт вынесет, да? Молчать в тряпочку и молиться. Господи, хоть бы пронесло. Не на ту напал, чтобы ноги его здесь больше не было. А где он жить будет? Кофе, 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 кофе. А мне какое дело, где он жить будет? Я об этом думать не должна. У него в Озерцах есть жилплощадь? Вот, пускай он там и торчит до конца жизни. А если он одумается и к тебе захочет вернуться, а? Если бы до Кобы, вернется там и посмотрим. Я бегать за ним не буду, так ему и передай. Ничего ему передавать не буду. А, ну вот как, ну как знаешь. Я, правда, рассчитывала на твою поддержку, а не на осуждение. Стась, я тебя не осуждаю. Просто мне Ромку жалко. Ну, он, конечно, дурной. Что теперь будет, а? Я что, знаю? Раньше бы у нас таких вопросов вообще не возникало. Теперь сиди, гадай. Это ты на что намекаешь? Я ни на что не намекаю, я прямо говорю. Не надо было тебе свой дар лечить. Сейчас проблем было меньше. Ладно. Ты меня убедила. Где этот Максимов? Ну что, доктор? Присаживайтесь, Екатерина Романовна. Ничего хорошего для вас, дорогая моя, нет. Что? Ну, если коротко. Своих детей теперь вы вряд ли когда-либо сможете иметь. Ну, слава богу, нашел. Ой, Мишка, ты что? Ты что? Не делай так больше, ладно? Думаешь, я тебя что-то украл? Очки твои дурацкие. Вот, на, ищи. Не нужно я от тебя ничего. Миш, ты что? Да ты же мой братишка. Да я же тебя от маленького на руках. Миш, постой. Давай поговорим. Нет, не буду тебя больше хватать. Пошли ты домой, а? Я никогда туда не вернусь, никогда. Чего я там не видел? И так каждый день на пьяную мать смотрю. Теперь и на тебя смотреть. Ты что, неужели меня так ненавидишь? У всех моих друзей кумиры Рональду всякие. Или рэпер из телека. А моим кумиром был ты, мой старший брат. Я? Да, ты. Ты всегда такой веселый, тебя все любят. Ты всегда мечтал уехать отсюда. И уехал. Поэтому я тебе пила, мне было так плохо. А я о тебе думал. Думал, вырасту, выучусь. И уеду отсюда, как ты. И у меня такая же хорошая и интересная жизнь, как у тебя. Я думал, смогу. Ты же смог. А ты нифига не смог. И про Москву все наврал. Ты поэтому начал пить, да? А что? Мать вернулась и начала. А я чем хуже. Ей же прикольно пьяной валяться, где попала. И я хочу, чтобы мне было прикольно. Теперь, оказывается, и тебе хочется. Вернулся и пьешь вместе с ней. Но для чего ты прибежал? Ты всегда смотрел, как вы пьете? Нет уж. Не хочу и не буду. Может, у меня никогда и ничего не получится. Но из дома я уйду. Все понял? Миша, я же не знал. Я ничего этого не знал. Миша. Да-да. Я что-то не... Олег Карлович, вы извините. Я тут до Максимова пытаюсь дозвониться. Помните, вы мне его телефон давали? Да. Ну и что он? Не отвечает чего-то. Ну, естественно. Он же мошенник. Разве я не предупреждал? Нет, нет. Вы мне говорили, но... А может, у вас есть его еще какой-то телефон? Или адрес? Нет, Ксюшенька. А что же мне тогда делать? Хотя, впрочем, я могу тебе подсказать один адресок. Там тебе помогут. Да? Угу. Правда? Диктуйте. Москва. Москва. А Петровка 38. Скажешь там, что адресок этот я посоветовал. Абонент временно недоступен. Абонент Абонент addition Моль, не погоню, не погоню, не погоню! Что-то не выристое, ай да ночь. Не вижу и Максима Ауплева. Наполе, он сейчас... Привет, крошка. Откуда ты знаешь, что это я? А я поставил разные мелодии на всех. Ммм, какой находчивый. Что делаешь? Футбол смотрю. По телевизору? Нет, живьем. И по крикам соседей определяю, что на поле происходит. Ну ясно, я от него много времени не займу. Ну знаешь, у меня как раз перерыв. Я в него уложусь. У меня для тебя есть сюрприз. Правда? Да. Я беременна. Чего ты смеешься? Слава богу, я уже знаю, что это не мой сюрприз. Ты не расстраивайся, иди. Я очень тронут твоим желанием порадовать меня. Да. Какая осведомленность. Ну, детка. Мы же живем в век информации. Да уж. Знаешь, у меня есть идея. А приезжай ко мне, отметим твою беременность. Да, да, почему бы и нет, заеду. Все окей, жду. До встречи. Я не знал, что для тебя так важно все, что я делаю. Ну правда, не знал. Миша, ты что меня теперь никогда не простишь? Я ведь думал, что вы с мамкой обрадуетесь, когда узнаете, что я насовсем вернулся. В Москве часто думал, что плохо поступил, что вас одних оставил. Бросил. Ты нас не бросил, наоборот. Мамка тянулась за тобой, себя сдержала. Да и я мечтал. О тебе мечтать не о чем. Я лучше буду по городам ездить. А может даже и по всему миру. Я стану путешественником. Я тебя понимаю. Миша, а знаешь что? А что я дурака валяю? А вернусь-ка я в Москву. Ты прав, мне здесь нечего делать. А как же мать? Она же совершенно одна останется. Конечно одна. Ты ведь собрался путешествовать. Только я тебя предупреждаю. Ты станешь не путешественником, а беспризорником. А это не так романтично, как тебе кажется. А я ничего. А я вернусь в Москву. Решу там все свои проблемы. Не так же все там страшно, как ты думаешь. Ну что? Держи. Пригодится. Дурак ты, Мишка. У тебя... У тебя вообще ничего для путешествия не готово. И ботинки не тебе. И вообще. Ты же сказал, что я не стану путешественником. Ты станешь. Кем захочешь. Кем захочешь, понимаешь? Я тебе обещаю. Правда? Правда. Как это мама? Испереживалась, наверное? Да. А то. Ром, пойдем домой. Пошли. Горе-то Лукова. Ты знаешь, я к курице завидую черной завистью. Тоже бы хотела так научиться. Чему? Устраивать арт-перформансы? Нет. Над людьми издеваться. Стась, вот скажи, вот где у вас в Москве этому учат? Я тоже хочу пойти и поучиться. Нигде не учат. А курица, он вообще самородок. У него все врожденное. В общем, вряд ли мы дождемся помощи от этого нашего гения. Так что придется своими силами. Ах, вот как? Своими силами? Ну, погоди ты, у меня, Олег Карлович. Ты у меня зимой снега не допросишься. Понял? Да что, Стаська? А, блин. Да что ему? Жалко, что ли, а? Меня бесят такие мелочные люди. Вредные. Откуда они такие берутся? Что ему сложишь сказать? Ну, может, он и правду не знает, а? Этот не знает. Этот все знает. Этот все всегда узнает, если не знает. Он же в каждой бочке затычка, а? Слушай. А давай мы его свяжем и обыщем комнату. Ты думаешь, курица прячет в тайнике адрес Максиму? Угу. Ну, знаешь, Стась, я думаю, я слишком слабая. Вряд ли у меня получится его связать. А я, честно сказать, тоже не шортснеггер. Что же делать-то? Метод пряника с ним тоже не проканает. Нам ему просто предложить ничего. Мы что, в тупике, что ли? Да в конце концов, что, на курице свет клином сошелся, что ли, а? Ну, действительно, ты права. Если Максимов такой архигуру, то ни один курица про него знает. Про него еще кто-то знает. Короче, интернет нам поможет. Да, точно, точно. Надо в интернет залезть. Только знаешь что? Меня одно беспокоит. Максимов мне внушал тогда, что если я откажусь от своего дара, то больше никогда я его не верну. Может, он правду говорит? Не верит этим всем гуру. Господи, они только умеют, что лапшу на уши вешать. Ерунда все это. Не волнуйся, все будет хорошо. Ну, что, давай с сайта этот его поищем. Угу. Пойдем? Придем, пойдем. Нишка, а вот ты когда в Москву приезжал, кто тебе больше понравился? Стаська или Дианка? Не знаю. Они совсем разные. Ну, да. Наверное, поэтому я и не могу выбрать. Ты что, сразу с двумя будешь, как папа? Нет, ты что? Я обязательно выберу. А вот как ты поймешь? Да пока не знаю. А вот как бы ты со Стасей жил? Со Стасей? Да. Ну, мы бы с ней ругались. А потом целовались. Потом бы швырялись друг друга в чем-нибудь. Я бы за ней гонялся, а потом поймал бы ее где-нибудь, чекотал. А она знаешь, как смеется? Все вокруг смеяться начинают. Вон даже ты улыбаешься. А вот как бы ты с Дианой жил? Богато. Не, со Стасей интереснее. Ну да, со Стаськой точно интереснее. А с Дианкой одни понты будут. Но если я ее кину, мне кранты. Так ты ее выбираешь, потому что боишься? Выбираю. Короткая, но интересная жизнь со Стасей. Или не факт, что длинная, но уж точно кошмарная жизнь с Дианой. Мишка. Мишка. Я понял. Спасибо тебе, дружище. За что? Да плевать мне на Потапова. Пусть делает со мной все, что хочет. Короче, еду в Москву, мирюсь со Стаськой, а Диане предложу, что признаю ее ребенка. И все. Ну и молодец. Слушай. Ты мне только пообещай, что пить ты больше не будешь, ладно? Не буду, Ром. Обещаю. Ну давай пять. Пойдем домой, а то мамка волнуется. Отлично выглядишь. Костик, ну, ты мне и так уже столько врал, но сейчас, по-моему, совсем совесть потерял. Ты обижаешь, Диан. Я тебе никогда не врал. Я вообще всегда говорил тебе только правду. Я же художник, а художник видит не только глазами. К тому же я соскучился. И это позволяет быть мне немного необъективным. Ну, так и быть. Может быть, я и дам себя уговорить. Правильно. Давай виски. Костя, я беремен? Я знаю, мы это и как раз и собирались отметить. Давай тогда коктейль какой-нибудь. Я очень рада, что у тебя хорошее настроение. А, у меня нет поводов для расстройств. Знаешь, образно говоря, я кучу вещей просто перестал видеть. Слушай, еще немного, я прямо начну тебе завидовать. Не стоит. У этого пути очень много недостатков. Это какие же? Например, он плохо освещен. Костя, повторяю, я беременна, а беременным, насколько тебе известно, алкоголь нельзя. Да я знаю, но ты же рожать не собираешься. Именно это я и собираюсь. Да ладно? Да. Подожди, а... А ты не боишься как-то фигуру испортить? Ну, знаешь, люди говорят, что это только улучшает фигуру. Ди, ты серьезно? Да. Абсолютно серьезно. Ты будешь рожать, да? Ну, надо же в этой жизни все попробовать. Прости. Прости меня, сынок. Мам, ты чего? Это ты меня простил? Простите меня. Мам, ну ты чего? Ну, все в порядке. Ты знаешь, мне просто не верится, что ты на это решилась. У меня как-то не вяжется твой гламурный образ и образ беременной женщины. Ну, видишь, Костик, как, оказывается, плохо ты меня знаешь. Я согласен. Как насчет сексуальной привлекательности? А как этому противоречит беременность? Ну, не знаю. Большой живот это, знаешь, и на любителя. Вообще-то, гораздо менее сексуально привлекательно это терзать свое тело абортами. Это правильно. Хорошо, а как же статус? Не знаю, что, мать-одиночка и все такое? Почему мать-одиночка? Я обязательно найду себе мужа. Кого? Ромку, что ли? Угу. Очень смешно. Реально обхохочешься. Кость, ты не переживай. Мужа я себе найду. Да я за тебя-то не переживаю. Я за него переживаю больше. Ты что, ему скажешь, что он берет тебя с киндер-сюрпризом или будешь говорить, что это его наследник? Я одного не понимаю, почему это тебя так беспокоит, а? Кто-то мне говорил, что в ближайшие лет 20 жениться вообще не собирается. Или что? Все-таки хочешь встать в очередь из моих поклонников, м? В очередь? А разве я в ней не первый? Костик, это что, предложение, что ли? Ты знаешь, я с этого ракурса, конечно, еще не думал, но идея-то неплохая. Я думаю, я готов тебя взять на борт. с балластом. Ксюш, привет. Я сегодня в Москву выезжаю. Я все решил. Ждите. Ром, а ты что будешь-то? Гуляшь или голубцы? А Мишка чего больше любит? Голубцы? Голубцы. Ну вот их и делай. А мне собери сухой паек. Я в Москву еду. Сынок, ну как же ведь? Мать, я мужик, разберусь. сухой паек. Привет. Катя, привет. Ты была в больнице. Что сказал доктор? Обратил тебе передать, что если когда-нибудь ты захочешь иметь детей, тебе придется найти другую женщину. Тут за матерью присмотри без меня, ладно? Про себя не забывай. Я на тебя надеюсь. Ладно, мы же договорились. Тебе там удача. Спасибо, братишка. Ты, если что, ты приезжай. Ну, теперь, если уж только погостить. Ну, хотя бы звони почаще. Ладно. Буду тебе все рассказывать. Даже если вляпаюсь в какую-нибудь историю. Вот это другое дело. Сынок, вот возьми тут огурчики, хлебушек, яички вареные. Мать, спасибо тебе. Ты у меня лучшая мама в мире. Ну, что, поеду. Забыл. Это тебе, братишка. Мне? Примерь. Вау. А что, крутяк. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, вот так. Рок-н-ролл. Ха-ха. Все, не скучайте. Скоро приеду. Ага. Пока. Угу. Давай. Я не пытаюсь вымолить у тебя прощение. Оно мне вряд ли поможет. Так, как себя наказал я, меня вряд ли кто-то накажет. Но я хочу, чтобы ты знала, что это зло спровоцировало ты. И каким бы чудовищем ни был я, ты не невинная жертва. Ты такая же сволочь, как и я. Такой меня сделал ты. Нет. Такой я тебя встретил. И такой я тебя полюбил, Катя. Видимо, уже тогда видел наше сходство. Очевидно, это была иллюзия, от которой, я надеюсь, ты избавился. Нет, напротив. Я крайне ясно вижу наше сходство теперь. И если бы нас поменяли местами, ты бы поступила точно так же, как и я. Жаль, что это нельзя проверить. Да теперь уже ни к чему. У нас нет будущего. Все кончено. Катя, подожди, подожди. Послушай меня. Это не так. Я уже никогда не смогу себя простить за то, что сделал с тобой. Но ты... Катя, если бы ты могла простить меня... У меня никогда не будет детей. Ты это понимаешь? Никогда. Никогда. Ты понимаешь это? Простить себя? О чем ты говоришь? Что здесь происходит? Ты что? Подожди, не мешай. Я придумаю имя для будущего ребенка. Ты что, с ума сошел? Во, слушай. А как тебе, вот если будет мальчик, Иннокентий Константинович? Круто, правда? Хотя нет, наверное, слишком длинно. Ты что, правда думаешь, что я за тебя пойду? Ну, куда ты денешься? Ты губки-то закатай, а? Или что, решил, что делаешь мне одолжение, что берешь мать-одиночку? Что, думаешь, я никому не нужна, да? Но, между прочим, у меня, ну, штук пять поклонников. Это только на вскидку. Да знаю я всех твоих поклонников. Дурак, круглый дурак. Толстый жердя и этот еще с серьгой в ухе. Знаем. Ты на себя-то посмотри, а? Да я рад бы. Да не могу. Ой, подруга, у тебя Костик такой замечательный. Беги, хватай, пока не отняли. Он ведь не мужик, а сокровище. И вообще, ко всем твоим закидонам привычные, недостатков твоих в упор не замечает. Это о каких-то недостатках ты сейчас говоришь, а? Да если я сейчас буду перечислять, неделю тут будем сидеть. Ой, можно потом, где тебя их нет? Что, нету, да? Есть, есть. Только я их холю и лелею, понятно? А на твоем у меня просто времени не будет. Дам фамилию твоему ребенку. Буду водить его в зоопарк, если будет себя хорошо вести. Что тебе еще для полного счастья надо? Ну, это все, конечно, очень мило. Я просто одного не пойму, а зачем тебе это надо? Знаешь, я просто жизнь свою переосмыслил. Не хочу учиться. Хочу жениться. Катя, а что этот придурок делает у тебя в доме? Если б ты знал, как мне сложно не убить тебя прямо сейчас! Все самое ужасное в моей жизни связано с тобой. Нет! Сволочь, это из-за тебя я потерял все, что у меня есть. Что ты несешь? Ты отнял у меня любимую женщину, ребенка и мое счастливое будущее. Положи пистолет. И даже если ты сдохнешь, меня это мало обрадует, хотя немного утешит. Тебя посадят за хранение оружия. Тебя посадят за хранение оружия. Тебя посадят за хранение оружия. Продолжение следует. Продолжение следует... А вот как бы ты со Стасей жил? Мы бы с ней ругались, а потом целовались. А вот как бы ты с Дианой жил? Богато? Не, со Стасей интересно. Ну ты же рожать не собираешься. Именно это я и собираюсь. Да ладно. Я думаю, я готов тебя взять на борт с балластом. Что сказал доктор? Он просил тебе передать, что если когда-нибудь ты захочешь иметь детей, тебе придется найти другую женщину. А что здесь происходит? Сволочь, это из-за тебя я потерял все, что у меня есть. Что ты несешь? Ты отнял у меня любимую женщину, ребенка и мое счастливое будущее. Радуги дороги в небесах, розовое утро на часах. Ветер тихо шепчет, не грусти. Что бы ни случилось все равно, счастье постучит в мое окно. Скажет нам с тобою по пути. Это не сон, не миражи. И впереди целая жизнь зовет туда, где вновь спешат, исполнятся мечты. Это не сон, все наяву. Просто люблю, просто живу. В реальном мире там, где я и ты. В реальном мире там, где я и ты. Он умер. Я его убила. Тише. Зеркало. Что? Дай зеркало. Жив, но дыхание слабое. Дай полотенце. Мокрое полотенце дай. Ну, что, ответил что-нибудь? Не-а. Тут до меня народ еще спрашивал, никто ничего не знает. Пишут, он появляется и исчезает, когда захочет. Загадочный и таинственный Максимов. Слушай, может, у него просто запой, а? А может, он поехал к какому-нибудь гуру? В Индию. На горе сидит и с космосом общается. И плевать ему, что мы пропадаем без твоего дара тут. Да при чем тут он? Он у меня спросил. Ты точно решила? Я сказала точно. Получается, с даром плохо, а без дара еще хуже. Угу. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. И о чем это мы тут плачем, а? Барышня красавица. Ты что, опять по двери сидел, подсушил? Господи. Да больно надо. Просто у меня слух тонкий. Музыкальный. Я, представляешь, тут Давича у соседа через стену прослушал реквием Моцарта. Целиком. А стены-то у нас, ого-го, толстенные дореволюционные постройки, на секундочку. Угу. Ты по делу или так? Ветром занесло. Видишь ли, в чем дело, Станислава. Я тут чайник поставил, а ты соседа моего выгнала. И мне теперь даже чай не с чем попить. Угу. Можно подумать, сосед твой тебя каждый день плюшками кормил. Олег Карлович, может, вы кроме Максима еще кого-нибудь найдете, а? Что? Не возвращается дар к тебе? Обиделся. Слушай, Ксюха, да это же идея. Надо кого-нибудь другого найти. У Максима весь свет клином не сошелся. Да как же вы не понимаете, глупые вы дети? Талант, дар, это ведь не, ну, я не знаю, не бомжу метро. Захотел, подманил, захотел, послал. Талант, его же надо, его надо пестовать. С ним носиться надо, как... Курица с яйцом. Ну, пойми, пойми, бывают дни у любого творца, когда все валится из рук, когда нет вдохновения, но надо через силу, через боль творить снова и снова... У кого-то такие дни, 365 дней в году, да? Станислава, замолчи, я умоляю тебя. Так вот, я не сдаюсь. И в такие дни особенно я работаю, как конь, как верблюд. Пытаюсь вернуть себе вдохновение. А ты, что делаешь ты, сидишь и уныло ждешь, когда какой-то там нагловатый дяденька, шарлатан и выжига, вернет тебе твой дар на блюдечке с голубой каем. Слушай, курица, да у тебя же сейчас чайник-то выкипет. Боже мой, как я устал от этих плоских, туповатых замечаний. Простите. Вот сейчас натрескается, наши конфеты. И прощай, наше искусство, наша культура. Стаська, а если он прав? Ну, ведь я захотела, чтобы моей дарой сейчас у меня получилось. А если я захочу его вернуть? Попробуй. Катя, не трогай, положи на место. Нет. Нужно ее спрятать, потому что, если врачи ее увидят, они вызовут полицию. Разумеется. Только не это. Давай спрячем ее и пистолет. Скажем, что он упал сам и ударился об угол вот этого стола. Катя, положи на место. Илюшенко, я прошу тебя. Положи на место, Катя. Катя. Меня арестуют и посадят в тюрьму. Ничего не бойся. Тебя никто не тронет. Он хотел меня убить. Ты меня защищала. Нет, они мне не поверят. Они скажут, что я дорожна, что можно было как-то по-другому. Катя. Он наставил на меня пистолет. Хотел выстрелить. Я бы мог его обезвредить. Но ты этого не знала. Вот видишь, они скажут, что я все подстроила. Илюшенко, миленький, я тебя прошу, давай что-нибудь придумаем. Давай скажем, что это несчастный случай. Ты же знаешь, как все так сделать, чтобы никто не заподозрил. Катя, послушай, у тебя шок. Ты не понимаешь, что ты говоришь. Если будешь врать, тебя раскусит. Надо говорить правду. Ничего не бойся. Костяк, ну ты же меня не любишь. Зато ты меня любишь. Ты сама об этом сказала. Ничего такого не помню. Спокойно. У меня вот здесь вот все записано. Ай. И вообще, при чем здесь любовь? Вот для настоящей крепкой семьи что нужно? Холодная голова, стальные нервы и толстый кошелек. Угу. А идеальный муж – это слепо-глухо-немой капитан дальнего плавания, да? Слушай, ну вот видишь, в теории мы разобрались. А теперь давай перейдем к практике. Покажем всем, что такое настоящая крепкая капиталистическая семья. Гордеев, обязательно все опошлите, а? И это говорит мать не моего будущего ребенка. Слушай, ты смотри. Вот это предложение действует совсем недолго. Поспешите сделать заказ, и тогда в подарок вы получите высокотехнологичную и высокоскоростную свекровь. А также в придаче еще МТС-ника и молодого взрывателя в качестве игрушек для ребенка, да? А что, если муж окажется бракованным, я смогу его вернуть? Только если вы докажете, что повреждения были не по вашей имене. Костик, Костик, Костик. Костик, Костик, ну хватит на комнате. Здравствуйте. Здравствуйте, Илья Николаевна. Ну что же ты не сказал, что у тебя гости? Я бы приготовила что-нибудь. А я, вы знаете, уже на самом деле ухожу. Костик, я поезжала. До свидания. Вы же вроде в ссоре. Милые бронят, столько тешится. Ну так говорят про влюбленных. А мы любим друг друга. Мама, а в чем дело-то? Годы идут. Мне пора степениться. Завестись хозяйством, скотиной. А еще лучше завести жену. То есть, ты женишься на Диане? Знаешь, если она не такая дура, чтобы отказаться от такого предложения, как я, то... Да. Он ведь не умрет? Будем надеяться. Ты меня любишь? Даже если все будут тебе говорить, что я поступила ужасно, не верь. Я... Хотела как лучше. Я должна была так поступить. Я знаю. Ты защищала меня. Да. Я хотела тебе сказать... Он сам во всем виноват. Ну, зачем он пришел? Странно, почему он стоял перед тобой на коленях? Он просто поясничал. Издевался надо мной. Хотел меня унизить. Так зачем он пришел? Он узнал, что я потеряла ребенка и... Примчался. Кричал на меня. Говорил, что я специально это сделала, чтобы сделать ему больно. Он... Вся моя жизнь из-за него рушится. Что? Катя, открой дверь Открой дверь Катя, я тебе говорю, открой дверь Катя, открой дверь Заключение сам напишешь? Судя по всему, дар был нанесен вот этим предметом Да, он угрожал моей невесте пистолетом Я взял это и... Ясно Ты недавно порвалась, Ксюша, а сегодня женишься на Диане Вот такой вот я внезапно, прошу То есть мне лучше присесть? Ты хочешь мне еще чем-нибудь огорошить? Дай-ка подумать, дай-ка подумать Ладно, на сегодня с тебя хватит А завтра не знаю, не знаю А мне казалось, что к вопросам Женибы Ты будешь относиться более серьезно Мам, вот как раз на полном серьезе И совершаются все самые большие глупости Дианка, конечно, не подарок Но и брак это тоже не сплошной праздник Так ведь? Даже вам с отцом случалось испытывать какие-то напряги Но если у вас получилось Так чем черт не шутит? Может и у меня Что там происходит? Где? У Катиного дома скорая Что-то случилось? Постарайся успокоиться Принести воды Почему они его не увозят? Нельзя Сейчас переедет следователь Он должен все осмотреть Не смотри на него Не могу Алло Леды? Что там происходит? Я вижу скорую Мам, со мной все в порядке? Хорошо, ждем следователь Катя рядом со мной Мам, я тебе потом все расскажу А к кому? Илья Повесил трубку А что он сказал? Он сказал, что все нормально Только голос у него какой-то Мама звонила Видела скорую около твоего дома Господи, что я ей скажу? Ты ей скажешь То же, что и я Он направил пистолет на тебя Ударил его я Зачем ты это сказал? Так будет лучше Ты сам говорил, что нельзя обманывать Мы не обманываем Просто через это лучше пройти мне Тебя посадят За что? Если бы у меня был пистолет, а он был вооружен А так это самооборона чистой воды Я не знаю Меня трясет все Вот именно поэтому Через это должен пройти я Я люблю тебя А я тебя Помни об этом, что бы ни случилось Мы справимся Передайте ему Передайте ему, что так дела не делаются Слышите? Не делаются Я его засужу Уроды, а Почему же он соскочил в последний момент, а? Не знаю Не знаешь А что ты вообще знаешь? Я за что тебе деньги плачу? Мне этот завод нужен был По горло Вот так По горло А теперь он уйдет к Никитину И эта скотина выставит такие цены Что вообще можно не рыпаться Работнички Лешка Предатель Борис Станиславович Может быть я вам кого-то вместо Малютина Постараюсь найти Но есть же и другие консультанты Нет Таких нет А впрочем Почему нет Ты знаешь что Давай-ка работай А я к Гордею Следователь Литеринов Ну рассказывайте Что здесь произошло? Туда нельзя А что происходит? Вы кто? Лады, я скоро подъеду А вы кто? Я? Я мать Ильи Гордеева Он там внутри А что случилось? Не могу сказать Там мой сын Я должна знать Пустите Говорю же Нельзя Илья А что происходит? Мам Мне нужно съездить Дать показания Не волнуйся Я скоро вернусь Что это значит? Ну а он знает, что ты беременна? Ну конечно знает, мам И его это не пугает Чудеса какие-то По твоим рассказам Он мне представлялся Таким немного легкомысленным юношей Да я сама в шоке Не знаю, может слепота на него так действует И что ты думаешь? Ничего я не думаю Я всю голову уже сломала Конечно он мне нравится И он хороший Мне с ним весело А ты? Ты ему нравишься? Он говорит, что мы с ним одного поля ягоды Поэтому нам так здорово вместе Тут просто Помнишь, я тебе рассказывала про одну деревенскую девушку? Да Ну в общем он на нее конкретно запал Но По-моему у них там ничего не вышло И мне просто сейчас кажется Что он Что он просто пытается Ее забыть с твоей помощью Угу Как тебе, наверное, должно быть обидно? Обидно Но знаешь Остаться с ребенком Тоже как-то мне хочется Ну что ты решила, значит, да? Да не решила я ничего Не знаю я, мам Не знаю Не знаю Помнишь, ты мне говорила Какая-то у меня умница, красавица Он женихов-то будет сколько? Очередь целая Где эта очередь, а? Где женихи, мама? Пришел один Ты тот слепой Ну Женихи это дело наживное Сейчас их нет Завтра их вон Целая толпа набежит А вот ребенок Только представь Скоро у тебя будет малыш Пройдет совсем немного времени Он тебе скажет Мамочка, я тебя люблю Поверь, ничего важнее И главнее для тебя в жизни Больше не будет Мам Костя Илью арестовали Да не может быть За что? Ко мне пришел Мой бывший муж Вадим Он У него был пистолет Он угрожал убить меня За то, что я Избавилась от его ребенка Почему ты не позвала На помощь? Я не успела Все так быстро произошло Зашел Илья Они стали драться Потом Вадим Выхватил Пистолет Потом Илья Схватил статуэтку Такую тяжелую И Вадим упал Была кровь Он Был еще живой А потом Этого не может быть Я не могу В это поверить Что мой мальчик Убил человека Это была Самооборона Он бы застрелил Нас обоих Понимаете? Илью арестовали Его просто повезли Давать показания Он Расскажет Как все было И все Вы не волнуйтесь Не волнуйтесь Из-за тебя Мой мальчик Убил человека Ты Его в это втянула Мам Не надо Я чувствовала Что тебе нельзя доверять Я говорила Илье А теперь Он там Я найду Самого лучшего адвоката Я Правда Я Илюша Как же так? Нет Нет Мне нужны результаты К сожалению Пока мне порадовать вас нечем Нет Так дело не пойдет Вы слишком долго возитесь А я не могу ждать Спешка нужна только при ловле блох А здесь нельзя торопиться Нужны исследования Тысячи экспериментов Да Ясно Все это я уже слышал неоднократно Ну что же Придется значит достать Заветную папочку С вашими Экспериментальными шалостями И случайно забыть ее на столе У знакомого журналиста Чтобы завтра все это оказалось в интернете Чего вы добьетесь? Ну хорошо Вы меня уничтожите Но ведь и сами останетесь На нуле Вы же прекрасно знаете Без меня эксперименты невозможны Яков Борисович Я не могу больше ждать Можно вопрос? Да Зачем вам это все? Как? Зачем? Нет, ну конечно Я понимаю Если бы вы были одержимы Идеей сверхспособности Потому что Вам без них плохо Ничего не получается Но ведь у вас же все есть Вы успешны Богаты Почему вас это так интересует? Ну мне же нужно к чему-то Стремиться У каждого человека Должна быть Цель Вы Хотите совершить прорыв в науке А я Бизнесмен Мне просто положено Стараться быть еще богаче Алло Что? Сейчас приеду Подожди секунду Простите У меня дома Большие неприятности Мне надо Ехать Лен А Илья Ты что-нибудь сказал? Еду Не, ну это все конечно очень мило Но я не понимаю Где виновники торжества Такое ощущение Что это им вообще Нафиг не надо Мы это для себя делаем Хорошо, что у меня В мамонтюнке График свободный А то мне начальство Точно не смогло понять А во сколько Они должны были приехать Час назад Нет, если так дальше пойдет Они на собственную свадьбу Забудут прийти Абонент Абонент недоступен А может Илью на службу вызвали А Катерину куда вызвали? Президенту в Кремль докладывать Чего он позвонить-то не может Нет, ну мы конечно можем Ей сами позвонить Чего я-то сразу Лучше ты У меня руки грязные Алло, Катя Это Стасия Феодораки Мы должны были встретить Нифига себе Кать, ну вы это Держитесь Ладно Пока Ты не поверишь Илью арестовали Илью? За что? За убийство Вот тебе и свадьба Ну ты ж слышал Этот мужик хотел их убить А Алюха защищался Да это ж несчастный случай За такое не сажают Ну что ты Ну-ну-ну-ну, Леночка Так Какие новости? Да пока никаких Тишина Я уверен Его скоро отпустят Он человека убил Илья оборонялся Да этого урода Надо было давно уже В психушку сдать Он сумасшедший И пусть они Илюхе спасибо скажут Что этот Мужик коньки отбросил Как я понимаю ситуацию Его скоро отпустят А если нет? Нас там не было Мы не знаем Что там на самом деле Произошло У меня есть Знакомый В коллегии адвокатов Я попрошу Чтобы он подыскал Хорошего защитника Кстати Катя там Своих уже ищет Нет Я ей не доверяю Звони скорее Я одного только Никак не пойму Я видела Что на этой свадьбе Что-то плохое произойдет Но до свадьбы Дело так и не дошло Слушай А ты смотрела Всякие там фильмы Про путешествия во времени Ну я книжки читала Но фантастика Это точно не мой жанр А зря С учетом твоего дара Моего исчезнувшего дара Короче, Склифосовский Слушай меня Там же как бывает-то Всегда Герой Метнется в будущее Узнает, что там произошло И с этой ценной информацией Возвращается в прошлое Тут наворотит дел Ну он же узнал Что там произошло И будущее изменилось Понимаешь? То есть ты хочешь сказать Что я Как путешественник во времени? Ну типа того Ты же будущее-то видишь Если бы ты его не увидела То наверняка Трагедия произошла бы Именно у Ильи на свадьбе Ты же же трезвонила всем Про то, что у Ильи От Кати будут одни неприятности Вот Илья, конечно, тебя не послушал Но задумался Понимаешь? В голове-то у него отложилось Вот все изменилось Эффект бабочки То есть ты все-таки думаешь Что я могу менять будущее? Ну да Да Только пока у тебя как-то криво получается Как ты думаешь? Неужели правда Илья Мог кого-то убить? Да что ты! Этого быть не может! Это бред какой-то Полный ерунда! Ну ничего Вы, наверное, уже Скоро выпустят Ну уж папашка крутой И с работы Замолвит Славич Как-то такое сплошь и рядом бывает Если бы мне только увидеть Что будет дальше Если бы да кабы Ох Столько сил угрохла я на эту свадьбу И все псу под хвост Стась А если курица прав И мой дар никуда не исчез То получается Я должна вспомнить Что мне тогда говорил Максимов И я зашла в пещеру Оставила там свой дар Завалила все камнями Получается я должна сейчас Сделать все в точности Ну наоборот Ну как? Почти получилось Я нашла пещеру Зашла в нее Но там пусто Может, другая пещера? Как другая? И сколько их тогда? Ты что, меня спрашиваешь? Издеваешься? Стась А может, ты меня в транс ведешь Ну ты с ума сошла? Вывести себя Пожалуйста А вот в транс вести Это дело серьезное Мне еще Василиса рассказывала об этом С этим делом шутки плохи Я на себя такое ответственность не возьму Не-не-не Ну и дело вон Витамины лопать Физкультурой заниматься Чтобы потомство здоровое было Еще будешь? Нет, спасибо Ой, что мне делать? Если бы хоть Хоть одним глазком взглянуть Что с ним будет? Мы же ничего не знаем Вот что самое ужасное Костя У меня это ожидание Просто с ума сводит Может, мне туда съездить? Узнать? Мам, ну давай подождем адвоката Что он скажет? Он знает, что делать? Ты прав Пожалуй, так будет лучше И не волнуйся ты так Отец поднимет на уши Весь город Найдет самого лучшего адвоката Да это Бог Ой Он же сегодня на службу должен был пойти Так, надо туда позвонить Предупредить Что мы скажем? Ну нельзя же говорить Что его арестовали Мам, давай подождем Да, хорошо А я пока в магазин схожу Куплю продукты для передачи Что там можно? Сухари, чай А что еще? Слушай, давай сначала узнаем Как у него дела Может, он вообще уже домой едет А мы тут сухари сушим И на службу собираемся звонить Ты так считаешь? Даниле, ничего не говори Да, смысл Он все равно все рано или поздно узнает Я тебя прошу Ну хорошо, хорошо Ну я пошла Кто здесь? Я А что мне нельзя говорить? Так, ты что здесь делаешь? Пирочный ножик еще Зачем? Ну ты же не разрешаешь мне брать твои вещи А еще я не разрешаю подслушивать Костя, не специально Так что с Ильей? Здравствуйте, Алексей Николаевич Это Ксюша Здравствуй, я узнал тебя Мне нужно с вами встретиться Если можно, конечно Это по поводу моего дара Я подумала, что вы мне можете помочь Хорошо, я приеду Ага Спасибо большое Я так понял, нас ждет красочное шоу Возвращение дара А скажи, пожалуйста А шаманские пляски с барабанами будут? Мне чур место в первом ряду Я вас контрамаркой обеспечу В каких отношениях вы были с Носовым Вадимом Леонидовичем? Ни в каких То есть? Вы не были знакомы? Ну почему? Он был моим мужем Я не вижу отметок О вашем браке Мне были расписаны Ага Значит, вы жили гражданским браком? Да Кто может подтвердить? Подтвердить? Зачем? Такова процедура Нет, если не хотите, не говорите Мы сами все выясним Ладно, записывайте Влад Климов Алина Фифилова Какими судьбами? Вещи нужно кое-какие забрать Ты как? Хорошо, более-менее нормально Ага Стол передвинули? Нет, что ты Он всю жизнь же здесь стоял Пап, ты чего? Да? Да-да Правда? Да-да-да А как твои дела? Мои? Угу Нормально, не дождетесь Хорошо здесь Вернуться бы сюда поскорей В смысле вернуться? Ты что, хочешь у мамы квартиру что ли добрать? Ты же ей говорила, что... Какая разница, что я говорил? Мало ли, что я говорил А вот шиш ей? Шиш! Достали вы меня Со своими разборками Ну ладно, что-то надулось Жалко тебе Да она сама Я бедная овца Пожалейте меня Меня б кто пожалел Журнал для будущей, малой-мой Подготовь грудь к кормлению А это здесь откуда? Диана Ты случайно не беременна? Кто он? Этот деревенский недопесок, да? Это он сделал у тебя ребенка? Да я его найду! Он у меня всю жизнь в фальце там петь будет! Папа, успокойся! Где эта сволочь? Ромка здесь ни при чем Как ни при чем? Так! А чей это ребенок? Это ребенок Кости Гордеева Кости Гордеева Что вы знаете о взаимоотношениях Екатерины Павловской и Вадима Носова? Вадим ее бывший муж Они расстались много месяцев назад Но он не давал ей развода Преследовал ее Не давал развода? Интересно Да Катя очень боялась его Когда они жили вместе Он ее бил Она сбежала Он ее нашел Начал угрожать Начал угрожать? Например? Ну, например Однажды он подкинул ей коробку В которой находилась отрезанная голова собаки Вы сами это видели? Да, я нашел коробку Почему же вы не обратились в полицию? Ну То, что коробку подкинул именно он Это нужно было доказать Так же, как и угрозу Угу И вы решили с ним Сами разобраться? Я не хотел его убивать Это вышло случайно Угу Объясните мне Один момент Вы с потерпевшим начинаете ссориться Потом начинается драка Он выхватывает пистолет Так? Но наводит не на вас Что было бы логично А на Павловскую Почему? Ну Катя стала кричать И влезла между нами Чтобы разнять нас И тогда он направил пистолет на нее А я схватил первое Что попалось мне под руку Я нашел адвоката Он согласен взяться за дело Ильи Хорошо Мне сказали, что он один из лучших И специализируется на уголовных делах Илью скоро отпустят Ой, твои его устами Так, я собираюсь с него поехать Ты пойдешь со мной? Конечно Мам А, я здесь Мам, извини, но Данила все знает Ну я же просила Ну я виноват, я ему ничего не говорил Он спрятался в моей комнате под кроватью Мне что, замок повесить? Ой, ладно, теперь все равно А ты что, передачу собираешь? Так Мы с папой сейчас поедем Ты присмотришь задание? Глаз не спущу Ага Ну возьми, там разберемся Ага Слушайте, поверить не могу, что все это происходит на самом деле Не зря говорят, от тюрьмы от сумы не зарекайся Да не мог Илюха убить Он скорее сам подставится, чем руку на кого-то поднимет А ведь правда Слушайте, а он ведь точно же не убивал Это же она То есть, Катя убила, а он взял на себя вину? Прочтите Если все правильно, внизу напишите С моих слов написано верно Дата и подпись Ты вроде неплохой мужик Давай на чистоту Ты все складно рассказываешь Но картинка не вырисовывается А вы отойдите подальше Вплотное плохо видно Да я и так Едак крутил Не получается Ну сам смотри Ты спасатель У тебя должны быть стальные нервы Мгновенная реакция Ну, наверное, дерешься неплохо Там разные единоборства А с твоих слов что получается Взял эту хрень Дал мужику по башке Хотя он мог уложить его одной левой Так уж вышло Ну, согласись Как-то не по-мужски А вот если представить На твоем месте Слабую, испуганную женщину Я была уверена Что бездар мне будет лучше Но сейчас мне очень Мне очень нужно его Его вернуть Вы понимаете Тот человек, который помог мне От него избавиться Он пропал Алексей Николаевич Вы моя последняя надежда Понимаете? Что мне делать? Вы можете мне помочь? Ты ошибаешься Ну, у вас тоже есть дар Пожалуйста Помогите В свое время я Пытался Я умолил небеса Чтобы избавили меня от этого Проклятия Но К сожалению Меня там Не услышали Случилось что-то плохое Да много чего Случилось Я пытался Все забыть Как-то загладить Свою вину У меня была Маленькая дочь И каждое утро Просыпаюсь Под звон колоколов Я думал о ней Я каждое утро Просыпаюсь Под звон колоколов Я часто думаю О Ксюше О тебе Я скучаю по вам И очень хочу вас вернуть Пожалуйста, не надо Вы мой отец Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, Ирина Николаевна Ты женишься на Диане? Да Он умер Я убила его Что здесь произошло? Он угрожал моей невесте пистолетом Я взял и Здравствуйте, Алексей Николаевич Мне нужно с вами встретиться Если можно, конечно Это по поводу моего дара Хорошо, я приеду Я была уверена Что без дара мне будет лучше Но сейчас мне очень нужно его вернуть Вы можете мне помочь? У меня была маленькая дочь И каждое утро Просыпаюсь под звон колоколов Я часто думаю о Ксюше, о тебе Я скучаю по вам И очень хочу вас вернуть Вы мой отец Радуги дороги в небесах Розовое утро на часах Ветер тихо шепчет Не грусти Чтобы не случилось все равно Счастье постучит в мое окно Скажет нам с тобою по пути Это не сон, не миражи И впереди целая жизнь Зовет туда, где вновь спешат Исполнятся мечты Это не сон, все наяву Просто люблю Просто живу В реальном мире Там, где я и ты В реальном мире Там, где я и ты Вы... Вы мой отец Я только что Видела Я назвала вас Папой Почему? Этого быть не может Мой папа умер Ну что вы молчите? Это правда Вы мой отец Правда? Что ты видела? Я видела нас В кабинете у Потапова Там было еще двое мужчин У них было оружие в руках Один пистолет направлен На меня А другой на вас И я кричу Папа Что же это? Это... Как же так может быть? Может Ксюша Может Я твой отец Где она? М? Ребенок Точно от Кости? Угу Ну это не так страшно Серьезно? Что? Одобряешь Отца моего ребенка? Нет, конечно Сначала ты Тусила с деревенским клоуном Теперь забеременела От городского Тем более от слепого Никогда не думала Что тебя привлекают инвалиды Вот никогда не думала Что ты будешь интересоваться Личной жизнью Кости Откуда узнал-то? На желтый пресс начитался, да? Да плевать мне на Костина твоего Плевать! Вот на тебя нет Угу Поэтому я Про всех твоих дружков знаю Ну Че делать будешь? Не знаю, пап Так много планов разных Какие могут быть планы? Да много, много Послушай Только ты не говоришь Что ты собираешься за Гордеева замуж А почему бы и нет? Да потому что даже ослу Ясно, что этот брак неудачный Ммм Да Ситуация сложная А ты посоветуй мне, пап Только, пожалуйста, вот Не надо мне Сватать в мужья Своих делах партнеров Типа Ахмата В мужье? Угу Ты еще замуж собираешься? В таком положении В твоей ситуации выход только один Аборт Аборт значит, да? Да Не волнуйся Хорошую клинику найти не проблема Я очень виноват Перед твоей мамой И перед тобой Ты даже не представляешь Насколько я виноват Я представляю Ты ушел от нас Это не то Из-за меня Я очень любил твою маму Я очень любил тебя Но Но мне все время казалось В жизни Этого мало И я не понимал на самом деле Что у меня уже все есть А когда я связался с Потапом Я почувствовал себя Хозяином судьбы Почувствовал всегда Зволенность И начал пользоваться даром Хотя отец предупреждал меня Что нельзя его использовать Для обогащения Нельзя Иначе будет беда Мои друзья пострадали Из-за меня А твоя мама Из-за меня Она заболела и умерла Я знал, что она умрет Когда Она заболела Никто даже не мог предположить Чем все это может закончиться А я уже все знал Я Я смотрел, как она играет с тобой Смеется Но Ничего поделать не мог Ничего Кажется, я знаю, что было потом Ты решил избавиться от дара Да Но у меня ничего не получилось Тогда я решил покончить с собой Та прогулка На теплоходе Ты знал? Ты увидел будущее И вместо того, чтобы предупредить людей Ты Да Я снова использовал все знания Только для себя Тогда погибло много людей И я Выжил Я искала тебя Мне сказали, что ты умер Та женщина из больницы Власова Я не хотел Я была на твоей могиле Я не хотел, чтобы ты нашла меня А Власова это Подставной человек А могила? Памятник специально изготовили для тебя Чтобы ты поверила Ты жесток Это чудовищно А мой дар Это проклятие и крест Я всегда так думал А еще я подумал Если там кто-то наверху так Подшутил надо мной То с меня тоже взятки гладки Я Не несу ни за что никакой ответственности Я жить начал В свое удовольствие Я принес людям много горя А самое главное Я лишился своей семьи Почему ты не хотел, чтобы я тебя нашла? Я хотел Очень хотел, но Я боялся И потом ты не поверишь Я хотел защитить тебя От себя самого И это твое видение Которое сегодня было Я ведь видел то же самое Я не хотел, чтобы с тобой что-то случилось Как же ты похожа на свою маму Ты такая же добрая Такая же милая Мне уйти? Прощай Ты разве не хочешь узнать Как мы жили все эти годы без тебя? Хочу Очень хочу Но я боялся, что ты меня Не примешь Нет Нет, ты Ты ошибаешься Ну чего ты, Кать? Ну чего ты Все будет хорошо Не будет Будет, я тебе обещаю Это была самооборона Меня скоро выпустят Ты не понимаешь Ну чего я не понимаю? Ну да, наше законодательство несовершенно Кать Если даже случится такое Что меня посадят Давай не будем отменять свадьбу Свадьбу? Илья, ты что? Какая свадьба? Тебя вытаскивать отсюда надо Немедленно О чем ты думаешь? Кать Давай не будем отменять свадьбу А с учетом Сложившихся обстоятельств Просто перенесем дату Ну чего ты? Ну, Катюш Ты вообще спишь? Катю, выспаться надо А зачем? Для себя самой Глупости Тогда для меня Для тебя Для тебя все что угодно Тебя нельзя оставлять одну вообще Сходи к Иене Она все-таки психолог Поговори с ней И ночуй у нас в доме В моей комнате К Иене я схожу А вот дома у вас не буду ночевать Почему? Твоя мама Она меня ненавидит Ну, Кать, ну как тебя можно ненавидеть? Ты не понимаешь Ну что я не понимаю? Ну что я не понимаю? Нет, нет, она ничего Она замечательная Просто Ты меня любишь? Даже сейчас ты меня любишь Конечно люблю Значит Не будет по-другому Ты всегда будешь любить меня Время вышло Всегда Действительно Действительно аборт Как же я сама-то не додумалась до аборта, пап Спасибо за добрый совет, за заботу За любовь твою отеческую А главное, пап, за человечность тебе спасибо А я-то все сидела, голову ломала Думаю, что же делать-то, а? Думаю, замуж выходить Или ребенка собственного убить А ты за то спасибо Подсказал Послушай Только не надо комедию ломать Думала она Способна только кашу заварить И, пожалуйста, Диана Не наделай глупости В виде замужества с Гордеевым У тебя вся жизнь впереди Вся Врача я тебе найду Сходишь в клинику Пока твоя маленькая проблема Не стала моей большой Значит 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 Я и мой ребенок для тебя маленькая проблема, да? Маленькая проблема Которую можно решить Просто положив меня под нож, да? Шиводер! Костяк, привет! Ну что? Я Готова Торжественно сообщить тебе свое решение Ну Не по телефону зачем Приеду скоро Угу Давай, жди Какие новости! Тихо! Вы что пугаете? А если бы у меня сердце разорвалось Помер бы я и все И вынесли бы меня вот так вот Вперед ногами Ирка бы, конечно Не растерялась бы Выскочила бы сразу За богатого И комнатки бы мои продала Ну И попался бы вам в соседе какой-нибудь Козел И как бы вы с ним жили дальше Ну ты просто страшный апокалипсис нарисовал Короче А если вам интересно, вон Соседские новости послушайте Подходите, дослушайте Дверь-то большая, на всех хватит А что? Там что-то важное происходит Там вообще чума Короче Ксюха возвращает себе свой дар И поэтому к ней пришел Ее мрачный знакомец Малютин А что, получается у них? Ну и не получается ничего Сидят уже Болтают за жизнь два часа Но Это не главное А главное то Что Малютин Это Ксюшин Всем привет Чихо ты Явился, не запылился Дед всегда был со мной честен Только про дар ничего не говорил И последнего Только когда Меня умирал на глазах Тогда и сказал И про тебя тоже, что ты жив Папа Он так и не простил меня А ты Простишь меня когда-нибудь? Я на тебя не сержусь Просто я боюсь немножко, что ты опять Исчезнешь Ну что ты Нет, я Я всегда буду рядом Рядом с тобой Как же ты похожа на свою маму А ты на дед похож Как же я раньше этого не замечала Даже дар мне не помогал тебя увидеть Наверное он был очень слабый А получается мой дар вернулся? У меня же было видение Наверное Наверное вернулся А что оно значит? Ты сказал, у тебя было то же самое Я Сам не понял, что Произошло Я знаю только, что Это должно с нами случиться в будущем Если мы будем вместе, да? Наверное И Никуда от этого не денешься Как ни старайся А знаешь Это видение было ярче Сильнее, чем другие Вот раньше у меня была просто картинка А сейчас как будто знание Наверное, чем старше ты становишься Тем Сильнее дар У тебя тоже так было? Дар передается по наследству Если он проявляется у Повзрослевшего ребенка То у родителей он исчезает Так значит Значит я скоро стану Обычным человеком А твой дар проявится С новой силой Здравствуйте Елена Николаевна Яков Борисович Я хотела сказать Я нашла хорошего адвоката Помощь вашего адвоката Как собственно и ваша Нам не понадобится Катя, дело в том Что мы уже нашли юрист Которому доверяем Я надеюсь Вы понимаете Что я имею ввиду? Понимаю Извините И как только совести хватает Что-то неприветливо встречаете? Ах, ему очень нравится Как его встречают А с ковородой По мордасам Тебя устроят? Сумишь, я не знаю Что ты свалил? Знаю У тебя была Философская проблема Проблема выбора Только перед отъездом Ты забыл спросить Выбиральщик Ты сам-то здесь кому-то нужен? Здесь точно Никому не нужен Так что Катись на все четыре стороны Ты здесь больше не живешь Подожди, Стась Ну Прогоняешь, типа не хочешь Чтоб я с тобой был Это я еще понимаю А Выселять Это ты что-то попутала Моя дочь Никогда Ничего не путает Я подтверждаю Ты здесь больше Не живешь Все Да вы чего, люди? Люди, вы чего? Олег Карлович А? Чего, я? А я, Ром Ничего Это вот Постановило Собрание жильцов Единогласно Демократия Мать ее за ногу Я лично Всегда был за монархию Вот когда Наполеон Вот значит как Все на одного А Ксюха Вы ее тоже выперли? Так Ты из нас монстров-то не делай, ладно? Ксюха как жила здесь Так и будет жить А вот тебе здесь делать нечего Значит так Я никуда не уйду Пока с тобой не поговорю, Стась Наедине А я вам говорил Он парень крепкий И настырный И может оказать сопротивление При выселении И правильно А я с удовольствием Применю силу Выселиться как миленький Папа, подожди Оставьте меня с этим субъектом Наедине Ненадолго Ну, дочка Ты хорошо подумала? Да, папа Ну, хорошо Зови Если что Правильно, правильно Дим, пусть молодые побеседуют А мы с тобой за бутылочкой Тоже кое-что обсудим Давай, давай А вот у нас тут и закусочка Ром, подержись Давай, давай Пошли, пошли Ну? Ну? У тебя есть две минуты Что это там? Сольта какая-то Да мне на самом деле И минуты хватит Потому что Все, что я хочу сказать Это то, что я болван Ромка вернулся Он такого натворил Я наслышан о его романе с Дианой Ну, если б только с Дианой Шустарый у тебя друг На свою беду Ксюш, может быть Пойдем туда, где поспокойнее Поговорим Там сейчас Ромка со Стаськой Не будем им мешать, хорошо? Хорошо Стась Ну, правда Ну, прости меня Ну, все у нас с тобой будет хорошо Я же признаю свои ошибки Скажите, пожалуйста Какой благородный А теперь давай к главному О чем же, интересно? Я придумал, как нам дальше жить Мы с тобой поженимся А ребенка Дианы я тоже бросать не буду Буду ее поддерживать Ну, если она будет не против И как же ты его будешь поддерживать? Материально, по мере возможности Ну, и буду с ним гулять Водить в поликлинику Ну, куда еще с ними ходят? К ним еще по ночам встает Когда они плачут Ну, если надо, могу и по ночам Посмотрите Удивительно Какой ты сообразительный, а? Это значит, я тут буду счастливая жена Дома сидеть одна С ребенком на руках А ты будешь жить там, так? Ну, да, здесь что-то не сходится Наверное, нужно будет составить График посещений Но, то, что ты будешь счастливая жена Это точно Это я тебе обещаю Ну, что Как тебе мой план? Ты согласна? Дорогой мой Собери-ка свои манатки И катись отсюда Понял? И это мое последнее слово Илюш Илюш, Илюш, да что же это Илюш, да что же это такое? Что же они тебя как преступник Это под стражей-то держат, а? Продукты отобрали Я же тебе поесть принесла Просто нелюди Мам, такие порядки Я совершил преступление Не смей Не смей мне этого говорить Я никогда не поверю Мам Ну, прекрати, хватит Мам, я не могу видеть, как ты плачешь Папа А я не могу видеть, как ты сидишь за решеткой Сынок Мы нашли тебе очень хорошего адвоката Он завтра приедет Мы ввели его в курс дела Я прямо ему сказала, что ты никого не убивал Это Катя А ты ее только прикрываешь И ты ему это скажи Мам, я знаю, что мне сказать Илюш Ну, скажи нам Неправда Это я убил Ну, что же это такое? Ну, что же это такое? Привет Привет Здрасте Она меня выгнала Рома, ты сам виноват Чего ты ожидал? Ну, хотя, если честно Я думала, что она, как тебя увидит, так сразу простит Я так понял, пока меня не было Против меня всей коммуналкой голосовали Ты тоже? Да нет, ты что? Ну, хоть одна хорошая новость И что здесь происходит Еще в этих пенатах? Курица творит Ирина плачет за двоих Стасики на родительную дачу не уехали А остались с ней Ну, вот ругают Скажет день Она их разнимает А еще Ко мне вернулся мой дар Я нашла своего отца Вот он Алексей Николаевич Малютин То есть Папа Ксюша? Угу Нифига себе Для меня тоже так странно Я вот только сейчас узнала То есть Вы не умерли? Вроде жив Подожди А как ты узнала, что к тебе вернулся твой дар? У меня снова было видение Слушай Может быть тогда Предскажешь и мое безрадостное будущее? Сумку там не разбирать? Или ночевать придется все-таки в подворотне? Ну, твое будущее я уже видела И вполне определенное, между прочим Ну, вы с Остайской поженитесь Да, что-то на то не похоже Так что с сумкой-то делать? Ром, мы сейчас с Алексеем Николаевичем уходим Да извини Нам поговорить нужно А когда Я вернусь, мы тогда разберемся И сумку лучше здесь оставь А ты че такой нарядный? По телефону ты сообщила, что едешь с ответом Вот я и решил поддержать торжественность момента Я достаточно торжественный выгляжу? Да, вполне О, так Говори Ну Я принимаю твое предложение и буду твоей женой И это правильный ответ! У-ху! Но у меня есть одно условие Я весь превратился в слух И уже очень давно В общем, Костя Я выйду за тебя замуж Только с тем условием, что В любой момент Мы сможем развестись Ди! Да ты про... Я не знаю Дай я тебя обниму Я всегда знал, что с тобой можно иметь дело Держи пять Вот Давай, давай мне Всё-всё-всё Слушай, давай побыстрее поженимся, а? А, Диан Быстрой свадьбы не получится У Ильи проблемы Да что ж такое опять, а? Чё, серьёзный? Он сидит в СИЗО за убийство Да ладно Да, мой отец точно будет в шоке И у Лехи сейчас Реально тяжёлый период И Я за неё очень сильно переживаю И хотя он не смог своей свадьбой пожертвовать ради меня Я своей пожертвую Ну я надеюсь, что... Твоё благородство не затянется на пятнадцать лет Его отсидки Не волнуйся, он выйдет гораздо раньше А тебе придётся немножко потерпеть И вот тогда ты уже вдоволь сможешь позлить своего батюшку Ну, хоть говорить-то о свадьбе я могу? Конечно Я вообще могу такую пиар-компанию нашей свадьбы устроить Ну так и действуй, детка Кость Знаешь, о чём я подумал? Я подумал о том, что Ты моя дочь Я твой отец А мы совсем не знаем друг друга Совсем Да Мне казалось, что когда Я найду отца, всё станет как-то проще Сейчас вот вижу, что Стало всё ещё запутанней Запутанней? Когда я ходила к тебе на могилу То есть на ту могилу Я думала, что потеряла тебя навсегда Я так горевала, у меня сердце от боли разрывалось А вот сейчас ты, мой отец передо мной, рядом со мной Я не знаю, это шок или что, но я... Ты ничего не чувствуешь Только не обижайся, пожалуйста Нет, что ты Я не обижаюсь, я... Всё прекрасно понимаю Должно пройти время Ты для меня очень важен Папа И я хочу узнать тебя поближе Может, мы даже подружимся Я очень надеюсь на это Очень Нет, я, конечно, всё понимаю, что у нас проблемы и неприятности Но в такой гробовой тишине даже кусок горла не лезет Я себя чувствую окончательно слепым Костя, ну давай поиграем в города За столом не играют Действительно За столом надо Разговаривать Знаете, у меня есть новость Я женюсь Скоро Супер Женишься? На ком? На своей старой подружке Диане Потаповой А ты не очень торопишь события? Нет, мам А по-моему, всё очень даже вовремя И как ты правильно заметила Мы очень давно с Дианой знакомы Кстати, Диана беременна Что такое? А конец? От кого? Мам, ну зачем ты спрашиваешь? Если Костя женится на Диане Действительно, мам Этот вопрос и меня тоже очень задевает Я что, по-твоему, не могу быть отцом ребенка? Так отец, ты или не ты? Знаете, мне эти допросы, конечно, с пристрастиями Очень не нравятся Мне гораздо ближе Данькина позиция Я женюсь на Диане А значит, и отец ребенка тоже я Еще один джентльмен Один берет на себя чужую вину Убийство Другой чужого ребенка Вы что, сговорились? Вы меня на тот свет хотите отправить? Мам Я против этой свадьбы Свадьба будет! Кость Ну сейчас вообще не время говорить о какой-то свадьбе Твой брат в большой беде Нам надо с этим разобраться А ты устраиваешь какое-то шоу Вообще-то я устраиваю свою личную жизнь Я слепой, и мне рядом нужен человек, которому я могу доверять Понятно? Надеюсь, никто с этим спорить не будет А Диана как раз именно такой человек У нас не куча, просто куча общих интересов Мы похожи друг на друга просто К тому же Ребенку нужен отец Значит так Свадьба состоится сразу, как только Илюха выпустят Надеюсь, нет возражений? Отлично Да Надо было в города играть Ну что, Ромах Удачи тебе На неспокойных московских улицах Как говорили в романах девятнадцатого века Прощай Ты знаешь Я один из этой своры был за тебя Если обстоятельства изменятся Гости к нам заходи Так сказать В мою творческую лабораторию Да Ну а теперь Куда стопы свои направишь? Не знаю Ксюша Ксюша позвонила Говорит, что-то придумала Вот к ней и поеду Ну, Олег Карлович Не поминай лихом Чего-то грустный у меня, Ромах Привязался я к тебе, что ли? Давай Давай быстрее Ушел? Ушел Еле его выгнал Руки-ноги он растопыривал Вытолкал я его, да А это что? Где? Вот А это? А это, наверное, письмо прощальное Видимо, там мольбы и о прощении Перечисления всяческих достоинств Выкинуть его надо, наверное Так, отдай Отдай, сама Блин Эх, люди-люди Чего ж вы так друг друга мучаете-то, а? Костя Нам нужно серьезно поговорить О чем? О погоде, о биржевых сводках Ну, хватит Хватит Скажи, что с тобой происходит? Зачем тебе нужна эта свадьба? Именно сейчас Именно с этой девушкой Зачем? Папа, ты что, не один? Я тоже здесь Мам, пап Ну скажите, в чем проблема? Почему такая паника? Мам, мне кажется, я говорил тебе, что я женюсь И ты восприняла это вполне адекватно Да мне не до того было Твоего брата арестовывали Но не могла же я в этот момент сидеть и отговаривать себя от свадьбы Вот Вот если бы сейчас Илюху выпустили Вы бы обо мне в раз забыли И еще свадьбу на радостях сыграли бы Кость, ну мы же пришли не шутки шутить Эта твоя затея Несвоевременна Неуместна И вообще Это никому не нужно Папа, это нужно мне И, пожалуйста, не называй мою свадьбу Затеей Извини, пожалуйста, это случайно сорвалось Сынок Я ведь тебя знаю Еще вчера ты о свадьбе даже не помышлял Хотя с Дианой вы давно знакомы Значит, решение ты принял интуитивно А это ни к чему хорошему не приведет, уверяю И ты потом пожалеешь Пойми Я бы не хотел, чтобы мой сын вот так вот испортил себе жизнь Но скажи Ты сам-то хоть понимаешь, зачем тебе это нужно? Пап, я все уже сказал за столом Ты говоришь неправду так же, как и твой брат И прежде всего себе Вот Вот мама точно знает, почему я женюсь Так что, пап, если что, у нее спроси Да, кажется, знаю Да ты просто бежишь От Ксюши Ну, сначала ты прогнал ее Но, вероятно, это не помогло Ну, тогда ты решил жениться на этой избалованной девице с пузом И ты еще что, надеешься, что она будет за тобой ухаживать? Господи, да твоей Диане Самой нянька нужна Ваш брак развалится Через месяц Да, мам Пророчица из тебя неважная Да все у нас будет хорошо И вообще, какая разница, почему я женюсь? Женюсь, потому что я женюсь Все И мне очень понадобится ваша поддержка И в какой-то момент понадобится финансовая Надеюсь, я могу на вас рассчитывать? Да мы за этот цирк Еще и платить должны? Нет Это какой-то сумасшедший дом Мам Мам, подожди Костя Пап, ну почему она так со мной, а? Ну, неужели вы не понимаете, что я устала от такой жизни? Я хочу новых ощущений Может, это все для вас цирк, конечно А для меня? Да Но я хочу побыть хоть немного счастливым Располагайся Здесь ты можешь какое-то время перекантоваться Начальство по телефону дало добро Прикольно Но ведь это же все ненадолго А дальше куда? Будем надеяться, что коммуналка изменит свое решение И единогласно вернет тебе койко-место Ром Ну ты Ты не грусти Все наладится Да я и не грущу Хотя мое положение, правда, радостным назвать нельзя Работы нет Денег тоже Крыша над головой сомнительная Но меня это только бодрит Судьба бросает мне вызов И я готов его принять Опять эти твои лозунги? Ты бы Работу искал Ой, ведь с салоном сотовой связи тебе пришлось распрощаться? Да Я машину продал, чтобы с ними рассчитаться Ром, за что? Ксюша, давай не будем об этом забыть Ладно Гремы-ка Все Ты настоящий друг А теперь еще выясняется, что ты дочка самого Малютина Никогда бы не подумал, что этот мрачный тип твой отец У меня у самого от этого голова кругом идет Ну ты счастлива? Ты же так хотела его найти и нашла? Да Он жив, что может быть лучше? Ромка Ромка у меня У меня есть отец Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Только ты не говоришь, что ты собираешься за Гордеева замуж А почему бы и нет? Да потому что даже ослу ясно, что этот брак неудачный Что-то неприветливо встречаете? Ты здесь больше не живешь Я никуда не уйду, пока с тобой не поговорю, Стась Собери-ка свои манатки и катись отсюда, понял? Здесь ты можешь какое-то время перекантоваться Начальство по телефону дало добро Костик, я буду за тебя замуж только с тем условием, что в любой момент мы сможем развестись И это правильный ответ! Я женюсь скоро На ком? На своей старой подружке Диане Потаповой К тому же Диана беременна Еще один джентльмен Ой, мой отец Как же так может быть? Ну я боялся, что ты меня не примешь Ты ошибаешься? О! Радуги дороги в небесах Розовое утро на часах Ветер тихо шепчет, не грусти Что бы ни случилось все равно Счастье постучит в мое окно Скажет нам с тобою по пути Это не сон, не миражи И впереди целая жизнь Зовет туда, где вновь спешат Исполнятся мечты Это не сон, все наяву Просто люблю, просто живу В реальном мире там, где я и ты В реальном мире там, где я и ты Илья Яковлевич, присаживайтесь Ну что, продолжим? Разве мы не закончили? Я бумаги уже все подписал Так надо Расскажите еще раз, что произошло вчера вечером В доме Екатерины Павловской Хорошо, я могу еще раз Будьте так добры Вчера, когда я зашел к Кате У нее находился ее бывший муж Илья Яковлевич, извините А почему вы потерпевшего Постоянно называете бывшим мужем Екатерины? Ну, потому что он был Катиным мужем Как мне его? По имени, отчеству называть? Ну, обычно гражданских мужей Не называют бывшими мужьями Их называют сожитель Дружок, бывший Вы как-то уж очень серьезно относитесь к их связи Вы о чем? Катя и этот Вадим Они были женаты Катя мне говорила, что он не дает ей развода Мучает ее Они никогда не были женаты Мам, помнишь, как много я тебе говорила О своей ненависти Гордеева Я думала, что сильнее ненавидеть уже нельзя Оказалось, можно Вадима я возненавидела так, что Мам, я убила его А вот этими вот самыми руками Теперь твоя маленькая девочка-убийца Я думала, раньше как так можно Убить другого человека А теперь я понимаю, что это просто И слишком просто Я ведь даже сообразить ничего не успела Все так быстро произошло Но я не хотела этого Я не хотела этого Спишь? Эй Чего же опытом-то? На всякий случай Чтобы не разбудить Ну как же, с такими соседями поспишь Ага И я про то же самое Встаю, чуть свет не заря А раньше себя с собой была Мне до полудня не разбудишь Ну, сама знаешь Это он, наверное, у меня Жаворонком будет Вот и меня приучают, чтобы Ран вставала Да ладно Придумываешь Приучает он тебя У тебя срок вот такой Ну, я про то же Видишь, какой настырный растет Весь у отца Не знаешь, кстати, где папаша-то ночевал? А мне что, приснилось, что ли Что ты его из квартиры выгнал? Такая интересная А что это я должна была? Может, ему котлет нажарить За то, что он натворил, а? Да нет, просто интересно Где он ночевал? Не на улице же Ну, не знаю Может, его подобрала Какая-нибудь добрая душа Ну, у нас же одиноких женщин хватает Так что После этого, может быть У твоего ребенка Появится там сводный брат Или сестричка Да ладно, успокойся Он у меня на работе ночевал В мамонтенке Ты у меня по барабану У тебя ночевал Сам виноват Не хотел нормальной человеческой жизни Жить на всем готовеньком Пускай теперь бомжует Ну, так значит, я тебя правильно поняла Ты его не простишь? Ну, как же Прощу Конечно, прощу И вот так прощу Потом догоню И еще прощу Еще прощу Еще потом догоню И вот так прощу Чтобы совесть не терял Угад Убьешь, значит, любишь Отстань, убью Извините, пожалуйста Я думал, это муха Не угадал Меня Наталья Сергеевна зовут Это мне Ксюша звонила Она просила, чтобы я тебя пристроила Ну, рассказывай Как ты докатился до жизни-то такой? Судьба сделала слишком крутой поворот И я не удержался Ух, стихи пишешь? Да нет Хотя, кто знает Может, когда-нибудь и начну Ну, какие сейчас стихи Когда кругом сплошная проза Крыш над головой нет Работы тоже А хочешь найти? Слушай, а ты походи по нашему зданию Тут столько контор, фирмочек разных Ну, обязательно кому-нибудь такой Молодой человек пригодится Такой сообразительный Исполнительный Легкообучаемый Я ничего не перепутала? Ну, я бы сказал, что Прямо из моей характеристики взято К тому же, очень скромный Знаете Вы кое в чем правы Ваша Екатерина водовела Только не сейчас, а два года назад Когда была женой Одного богатого бизнесмена Которого нашли мертвым В собственном бассейне Загородного дома Якобы праздновал большой успех в бизнесе Выпил Несчастный случай А утром Обнаружил его охранник Вадим Носов Ну, которого якобы вы убили Это бред Конечно У нас все проверено, перепроверено Начали изучать его пистолет Обнаружили отпечатки пальцев В нашей базе данных Так что, никакой ошибки У нас нет Загадка есть Зачем ты лезешь в эту петлю? Ну, у этих двоих Своих темные делишки Ты понимаешь, что я попал под раздачу Ну, не поделили они что-то между собой Ну, зачем тебе это надо? Скажи мне, зачем? Я уже не как следователь Как адвокат твой Мой клиент хочет получить согласно этой описи То, что оформлено на вас В качестве компенсации На ваш счет будет переведена Вот Эта сумма Почему это имущество Я Здесь поставлена дата Должна передать срочно А вот эта сумма Поступит На мой счет С такой длительной отсрочкой Потому что сумма эта Как видишь Весьма солидная И из воздуха Как ты привыкла Не берется Для того, чтобы ее собрать Сначала я должен кое-что Продать А я вас и не тороплю Когда продадите это что-то Соберете все деньги Мы с вами это обсудим Совершенно верно Простите Что совершенно верно Вы даже документ не изучили Что-то мне кажется Сегодня вам с нами не очень интересно Простите меня Я прошу перенести встречу на другой день Извините Стаська Ты какая сло время Я короче тут Задумала утку с яблоками Так что сумочку убираем Яблочки моем Режем Пихаем в утку А я тут еще на сливом Пока разберусь Стась, извини Я не могу Я хочу до работы К Илье заехать Я правда не знаю Как туда попасть Я ему не родственница Да и вообще никто Ну как представлю Что он в тюрьме Ксюнь Да перестань Там наверняка Еще не пускают Рано К тому же у него там Своих забот полно Я думаю Каких например Ну я что знаю там Ну Умыться Позавтракать Камеру прибрать Что думаешь ты А уборщицы в камеру ходят Вряд ли Потом всякие допросы Кого в суд отвезти Кого на зону А ты вот это вот Откуда все знаешь Здрасте пожалуйста А сериалы по телеку Для чего Я еще знаю Там точное время Для посещения От и до Так что позвони Костику Он наверняка знает Слушай Ну ты же ему Не просто так позвонишь Там Костик привет Как у тебя дела Ты хочешь брата Его навестить Поддержать Ну если тебя так ломает Позвони маме Костика Она тоже Наверняка знает Нет Лучше Кости Лучше Костика И Музыка А А Привет, Ксень. Привет. Слушай, Кость, я хочу к Илье съездить, но я, правда, не уверена, пустят ли меня. Может, ты знаешь? Слушай, ты молодец, что ты позвонила. А я сейчас попробую у мамы спросить, и если что... Ой, нет, нет, не надо. Мне кажется, вряд ли она захочет, чтобы я к Илье ездила. Не волнуйся, я так все выспрошу, что она про тебя и не подумает. Она подумает, что это я собрался к Илье. В общем, как только я что-то выясню, я тебе позвоню. Спасибо. Рад был тебя слышать. Я тебя. Ну, пока. Пока. Ксень, ты приехала бы? Ты же знаешь, у нас сейчас в семье не самые хорошие времена. Посидели бы, поговорили, может, повеселее бы стало. Хорошо. Я приеду. Отлично. До встречи. Знал бы ты, сколько я тут историй насмотрелся и наслушался. Благородство в другой раз таким фонтаном бьет. Люди ради любви на такие жертвы идут. Ну, это не твой случай. Ну, это не твой случай. Было бы ради кого подставляться. Тогда через неделю после приговора о тебе забудет. Помяни мое слово. Если ее взять хорошо, раскрутить, на свет божий столько вылезет. Если бы я здесь столько лет прослужил, возможно, я бы так же к людям относился. Нет, что ты. Ты сохранил бы чистую душу, стерильные руки и такие нетронутые мозги. Можешь хоть на мгновение включить и рассказать, как все было реально? Я говорил. Носова убил я. О, Кость, ты как раз вовремя. Подержи доску, а то он увертится, как не пойми кто. Давай. Давай, держи. Ага. Только ты там поосторожнее с молотком, а то мне пальцы еще пригодятся, знаешь ли. Кость, никаких молотков. Инструменты только для тонкой работы. Вот смотри. Слушай, а я все хотел спросить тебя, что там у вас? Ну, с друзьями, с твоими. Дуетесь друг на друга еще? Чего ты вдруг вспомнил? Чего сразу вдруг? Не знаю, просто до этого не было как-то повода. Мне просто кажется, что вы были очень хорошей командой, и все как-то разбежались, как тараканы. Все понятно, это значит твой ответ, да? Ну, а что я еще должен сказать? Я не знаю, что с ними. Очень удобная философия. Все всегда вокруг виноваты. Только вот потом не обижайся, если вот эту самую деревяшку некому потом будет придержать. Ну, а что я теперь должен? Перед ними на колени вставать? Слушай, это кто сейчас говорит, Данила или его укушенное самолюбие, а? Ты знаешь, что по этому поводу сказал один мудрец? Он много чего сказал. Он сказал, нельзя отрекаться от друга из-за какой-то обиды. Будь я бы на твоем месте, я не знаю, как самый старший, самый умный, взял, позвонил бы и сказал... И чего сказал? Как что? Потому что давайте мириться. Еще чего? Ну, смотри. Просто это я тебе говорю, если бы я был на твоем месте, а ты сам решай. Ну да, ты, наверное, прав. Вместе, конечно же, веселее. Ведь даже некому рассказать, что Илюха в тюрьме. Только вот давай ты кому попал, не будешь об этом рассказывать? Что, даже лучшим друзьям нельзя? Ты ж с ним поссорился. Ну, вообще, да. Лучшим друзьям, конечно, можно, но... Добрый день. Добрый. Хотя говорите об этом преждевременно, правда. Вижу, вы чувства юмора не теряете, это очень хорошо. Поскольку я подключился к вашему делу совсем недавно... Долком изучить материалы не успел, лучше извините. Ничего страшного. Но в ближайшее время я все наверстаю. Не стоит. Вы предлагаете вести дело, как говорится, на одном энтузиазме? Я предлагаю вам вообще отказаться от этого дела. Я подумал и решил. Адвокат мне не нужен. Дело не вас. Адвокат мне не нужен в принципе. Ваш отец так просил взяться за это дело. Я отложил все? Я должен извиниться перед вами. Отец, конечно, хотел как лучше. И для него это будет сюрпризом. Вероятнее всего, не очень приятно. Молодой человек. Ты, кажется, понял. Молодой человек, не делайте это. Не надо так бросаться в свою жизнь. Вы о чем? Психологически все это понятно. Когда человеку плохо, подсознательно он хочет, чтобы ему стало еще хуже. Зачем? А не зачем. Но ему кажется, что от ужасной душанной боли, которую он испытывает, можно избавиться более еще сильной болею. Смертельной боли. Не надо сдаваться. Надо действовать до победного. Да, вот сейчас в отчаянии. Мне кажется, вы меня не поняли. И уж не думал, что я выгляжу так надломлено. Еще раз прошу извинить меня. И всего доброго. А ты хорошо ориентируешься. Ну, я же как бы заключен на этой камере. Пять шагов прямо, три налево, два направо. В связи с этим приходится как-то постепенно осваиваться. Ладно, ничего, я все о себе да о себе. Мама сказала, что в СИЗО пускают только близких родственников, так что боюсь, что к Илюхе тебе, наверное, не получится попасть. Я догадывалась. Особо не надеялась, конечно. Но если бы меня пустили, то я постаралась как-то бы не то что успокоить, как его успокоить. Ну, я бы чуть-чуть его бы отвлекла, что ли. Да ты не волнуйся, там родители к нему постоянно мотаются. Нервничают, конечно, но... Мне кажется, Илюха в порядке, если можно так сейчас сказать. Я рада. Да я как-то собирался вот сейчас к Илюхе съездить. Думаю, что он обрадуется. Тогда расскажешь, как съездил, ладно? Конечно. Ну, я пойду, рада была увидеть. Жаль, что я сейчас так не могу сказать. Ну, я пойду. Костя. Ко мне вернулся дар. Что? Я могу снова видеть будущее. Ксения, ты можешь заглянуть в мое будущее? У тебя волосы растрепались. Что? Тебе волосы поправить надо. Ты все еще не видишь, но выглядишь довольно спокойным. И даже доводна. Подожди, это ты про сейчас говоришь? А как далеко ты заглянула? Пока не знаю. Как назло. Там нет ни одного календаря, правда? Знаешь, мне бы очень хотелось узнать какой это год, где я все еще слепой и... но уже смирившийся со всем этим. Странная штука жизни, правда? Вот я вообще ничего не могу увидеть, а ты можешь даже в будущее заглянуть. Знаешь, Ксения, у меня... у меня для тебя тоже есть новость. Я женюсь на Диане. Ой, мы дурахи! Ой, не могу! И за такой пигни поссорились! Я сейчас умру! Ой! А я уже умер от смеха. Я думала... Я думала, мы навсегда поссорились. Размечтались! Ха-ха-ха-ха! Так что осталось только дождаться Илью. Как же ты женишься на Диане, если у нее ребенок от Ромки? А ты верь Диане больше. Ее хлебом... Ее устрицами не корми. Дай только обдурить кого-нибудь. Никаких сомнений, это мой ребенок. Откуда ты знаешь? Она сказала, а женщины в таких ситуациях редко ошибаются. А ты Диану больше слушай. Ее устрицами не корми. Дай только кого-нибудь обдурить. Ты молодец, Ксения. Знаешь, я понимаю, что тебе неприятно это слышать, но я не могу больше тебя обманывать. А ты меня никогда и не обманывал. Ты и так просто притворялся, что я тебе нравлюсь. Поспорил с Дианой, что ты уломаешь деревенскую дурочку. А разве это обман? Нет, это что? Это не обман, это так просто. Это приключение. Приключение, там, поразвлекаться, повеселиться. А и вот сейчас разве и с ребенком ты меня обманываешь? Нет, ты меня не обманываешь. Тебе просто по кайфу притвориться отцом чужого ребенка. Вот и все. Ксения, я все объясню. Да не надо. Развлекайтесь дальше со своей Дианой. Я понимаю, что тебе тяжело. Ты понимаешь? Ты можешь представить, как может быть больно кому-то другому. Да представь. Представь, я могу почувствовать чужую боль. Я сказал тебе все потому, что ты... Что ты мне очень дорога. Не звонил? По моим расчетам, именно сейчас разговаривает с Ильей. Ты уверен, что этот адвокат хороший? Мне сказали лучший. А тот, кто сказал, им можно доверять? Лена, возьми себя в руки. Я переживаю не меньше твоего. А у меня своих забот хватает проблем. Интересно, какие у тебя могут быть другие проблемы? Потапов грозится обнародовать компромат на меня. Он ведь не может понять, почему в науке все происходит не по щучьему велению и по его потапово-хотению. А теперь представь. Он не просто подгоняет меня. А если он передаст эти материалы какой-нибудь желтой газетенке? Ты все потеряешь. Ой, это был бы самый лучший вариант. Но дело в том, что это не я один потеряю, а мы все. И причем решительно все. Все. Наконец-то. Алло. Да? В каком смысле? Ну, а, да. Спасибо. До свидания. Илья отказался от помощи адвоката. Как? Почему? Адвокат сам не понимает. Быстро к нему. Пусть. Пусть Илюша наконец-то объяснит, что происходит. Сначала берет чужую вину на себя. Потом отказывается от услуг адвоката. Он что, так хочет, чтобы его посадили? Если бы не я, мы бы никогда не помирились. А если бы не ты, мы никогда бы не поссорились. Майка, молоток. Ладно, мы все хороши. Дурак на дураке сидит, дураком погоняй. Предлагаю начать новую жизнь. Во-первых, никогда не ссориться по пустякам. Согласна. Во-вторых, если друг нуждается в помощи, всегда ему помогать. Железно. Зачем еще тогда нужны друзья? Друзья нужны, чтобы им можно было бы доверить любую тайну. Они ее никому никогда не расскажут. Даже если их будут пытать? Конечно. Тсс. Мой старший брат в тюрьме. А мой папа в космос полетит. А моя мама... Он человека убил. На смерть. Знаешь, Ксения, у меня... У меня для тебя тоже есть новости. Я женюсь на Диане. Я женюсь на Диане. Я женюсь на Диане. Я женюсь на Диане. Так, компакт. Привет. Привет. В армии есть курс молодого бойца. А у меня курс молодого отца. Это же материал для будущих мам. Ну ничего, и будущим папам тоже знать не помешает. Наталья ушла, просила тебе передать. Кстати, есть хорошая новость. Меня почти взяли на работу. А почти взяли, это как? Ну, это значит, я прошвырнулся по зданию. Мне понравилась кое-какая конторка. Я зашел, мне сказали, что надо дождаться какого там начальства. И мне устроят собеседование. А что? Осталось всего ничего. Они же еще, наверное, не понимают, что к ним пришел на работу устраиваться сам Роман Мскаленко. Вот как они это поймут, осознают и по достоинству тебя оценят. Знаешь что? Вот найду такую работу, что вы все. А что замолчал? Что мы все от зависти умрем, что ли, да? А, кстати, забыла сказать. Если тебе интересно, Костя женится на Диане. Что? Он что, ничего не знает о ребенке? О своем ребенке? Знает. Диана сказала, что это мой ребенок. Ты поверен? Костя мне сказал, что она тебя развела. Ее ребенок от Кости, а не от тебя. Вот Диана! Я из нее душу вытрясу, но я дойду до правды. Как будто она у нее и есть. Ну и как ты думаешь, кто подал Даньке идею помириться? Да кто бы сомневался? Все знают, что Костя у нас за мир во всем мире. Да, ты знаешь, забавно было наблюдать за Данькой, как у него там все внутри бурлит, пенится. Он вроде и помириться хочет, и колется ему. А многие это считают за слабость, ну а с его-то самолюбием, знаешь. А Майка, когда эсэмэску от него получила, знаешь, как обрадовалась? Она аж заверещала. Папа, отвези меня к Даниле. Знаешь, а я хочу завтра Илью навестить. Нет, старик, ничего не получится. Только ближайшие родственники. Костя, ты разговариваешь с дядей Тарасом, у которого повсюду свои люди. Опа, и в СИЗО, что ли? Где хочешь. Это по ту сторону решетки или... Или. Как-то странно. Никак не могу понять, как Илья мог вляпаться в такую историю. Да еще и из-за женщины. Да ничего удивительного. Ты вспомни историю, сколько вон мужики дров наломали из-за этих женщин. Как говорят англичане, но вумен, но край. Что в переводе означает... Что в переводе означает, нет женщины, нет повода вопить. А есть повод выпить. Эх, Костя, Костя. Знаешь, как иногда вопить охота от того, что женщины нет, прямо хоть волком воет. Это раз. Да любая женщина за счастье посчитаешь. Знаешь, у меня, кстати, есть одна такая девушка на примете. Кстати, потом спасибо скажешь. Уже спасибо. С этого места поподробнее. Илюш, а зачем тебе надо было отказываться от адвоката? Лучшего адвоката. За большие деньги. Вот и скажите спасибо, что я экономлю семейный бюджет. Илья, ну как ты можешь шутить, когда мы с матерью с ума сходим? Ну, себя не жалеешь. Ну, нас хоть пожалей. Папа, мам, ну подумайте спокойно. Зачем мне адвокат в таком ясном деле затянуть процесс, чтобы меня затаскали по судебным экспертизам, объявили сумасшедшим? Хочется, чтобы это все закончилось скорее. Что ты говоришь? Что значит закончится? Слушай, Илья, я тебя очень прошу, возьми себя в руки. Нельзя просто так вот пускать жизнь в суп от хвост. Илюша, ты скрываешь одно что-то, самое важное. Зачем ты губишь свою жизнь? Кому от этого легче? Мам. Алина, обнимаю вас. Что, пытаешься вспомнить, бывало ли здесь раньше? Говори, что хочешь, мне по барабану. А я думала, ты пришел, чтобы склеить разбитое. Но я имею в виду свое сердце. Придуривайся, сколько хочешь. Я хочу знать, чей у тебя ребенок. И это, говорит мне, человек, который готов был бросить беременную женщину. Одну. В большом вражеском городе. Без куска хлеба, я же не говорю, или про масло. И безо всякой надежды, да? Не стыдно? Я знаю, ты выходишь за Костю. Да. Ром, да не переживай ты. Не твой это ребенок. Это я так пошутила. Это была моя последняя шутка. Шутка? Да. А ты знаешь, что из твоей идиотской шутки я потерял Стасю? Правда? Ну, а что ты тогда тут стоишь? Давай, иди. Беги. Спасай свое сокровище. А то, кто другую волочет. Ром, неужели ты думаешь, что моего ребенка может быть такой отец, как ты? Я бы себе никогда не простил, если бы у моего ребенка была такая мать. если ты здесь рассчитываешь случайно столкнуться с Ромкой, то ничем помочь не могу. Угу. Больше мне делать нечего, как Ромку отлавливать. Ну, тогда извини. Хотя интересно было бы узнать. А ты уверена, что ребенок Дианы не от Ромки? Я не знаю, можно ли быть в чем-либо уверенной, как ты имеешь дело с Дианой. Значит, Ромка знает, что ребенок Дианы может быть не его. Так я же и говорю, поэтому он к Диане не полетел. А теперь вопрос, как он это воспримет? Самое важное, как воспримешь, это ты. Если Диана забеременела не от Ромки, то это все меняет. Угу. Это при том к лучшему. Так уж и все. Стась, у вас с Ромкой будет ребенок. И что? И то, что тебе нужно успокоиться, простить его и перестать оглядываться назад. Как у тебя все просто, Ксюшечка. Я не говорю, что все просто. Ксюш, ты даже себе представить не можешь, как это обидно. Я поверила человеку, отдала ему все, привязалась к нему, а он просто взял и сбежал. Да, он бросил нас. Стась, да, обидно, но тебе нужно через все это перешагнуть ради ребенка. Знаешь, сколько здесь горя? Развалившиеся семьи, брошенные дети. может у кого-то все и начало разрушаться, когда они не захотели простить друг друга, потому что гордость не позволила. Костя, ну хоть намекни, что это за девушка. Ну мы с ней знакомы? Ну хотя бы общались? Да знакомы вы с ней и общались. И еще там не знаю, что у вас там еще могло быть. Ну не томи. Это Варя, Варвара. Я же тебе говорил, она мне сразу понравилась, а только я ей, она мне тут же отворот-поворот дала. Слушай, а ты у нас, значит, в одну и ту же реку два раза не входишь, да? Тарас, я тебе поражаюсь. Ты на работе такие вещи проделаешь, там взрывы, огонь и все такое. А в жизни-то на что? А в жизни-то получается размазня, что ли? Почему это размазня? Почему? Если тебе нравится женщина, иди и без нее не возвращайся вообще. Ты взрослый мужик не понимаешь, что женщинам нравятся только захватчики. Ой, много ты понимаешь. Слушай, а ты никогда не задумывался о том, что если женщина сразу не бежит тебе в руки, значит, у нее есть какие-то причины? Да, и эта причина называется «я не в ее вкусе». Спокойно, я тебе сейчас все объясню на конкретном примере. Вот Варя, например. У нее есть какой-то хмырь. Такой, знаешь, чемодан без ручки. В смысле чемодан без ручки? В смысле, который нести неудобно и выбросить вроде жалко. Так вот, я знаю, что Варя от этого парня хочет избавиться как-то. И она сама себе в этом боится признаться. Значит, нужно провести что? Что? Ой, взрослый мужик, я это все ему сейчас объясняю. Надо провести разведку боем, понимаешь? Надо составить реальный план битвы, не знаю, план действий каких-то. Смотреть за ее реакцией. Если реакция будет положительной, можно идти спокойно ее и завоевывать. Ну, конечно, у тебя все так просто. А что я, как я к ней реально подкачу? Я скажу, ох, Варя, ты меня уже один раз отшила, дай мне вторую попытку. Так что ли? Так, так, все, спокойно, спокойно. Я буду сводней вашей. Только после того, как Варя избавится от своей болезни. В смысле, какой болезни? Спокойно, все нормально. Там, ветрянку она где-то подхватила. Но как только она поправится, я вас сведу. Понял? Да понять-то я понял. Только как это все очень просто получается на словах. Так, тебе эта женщина нравится? Ну, нравится. Ну, так что ж тебе еще надо? А? Вот так. Ксюха! Ты куда? Мне по делам надо. Ну, Ну, привет. Привет. Рассказывай, где побывал, кого повидал. И что, узнал? Самое главное, что я узнал, это то, что ребёнок Дианы не от меня. Она типа меня так разыграла. Ну, и что ты от меня ждёшь? Тебя поздравить или посочувствовать? Ну, конечно, поздравить. Ведь теперь мы с тобой… Стоп! Что ты сказала? Мы с тобой? Мы с тобой? Ты меня разыгрываешь сейчас, что ли, от Дяночки своей, что ли, заразился? Никакого мы с тобой нет. Это раньше было мы с тобой. А теперь, дорогой мой, я сама по себе, а ты сам по себе. Подожди, но ребёнок… Точно. Точно. Верно подметил. Ребёнок. Мы с ребёнком сами по себе. Илюша, почему ты отказался от адвоката? Ну, давайте сначала познакомимся. Я Илья Гордеев. А вы кто? Я рада, что ты можешь шутить, но… Я не шучу. Вы не ответили на мой вопрос. Вы кто? Я рада, что мы все работали с ruineditchминикуем. Привет, друзья, это и тихон. А теперь мы с вами будемfolать это время на длину… Ну, я вам 지금까지 hatполня drilled там все вместе с ним, это будет встречаться. Спасибо за просмотр. Продолжение следует... Продолжение следует... Ко мне вернулся Дар. Ксения, ты можешь заглянуть в мое будущее? Ты все еще не видишь, но выглядишь довольно спокойным и даже доводна. У меня для тебя тоже есть новости. Я женюсь на Диане. Мам, я убила его. Я думала, раньше как так можно убить другого человека? А теперь я понимаю, что это просто, слишком просто. Если тебе интересно, Костя женится на Диане. Он что, ничего не знает о ребенке? О своем ребенке? Знает. Диана сказала, что это мой ребенок. Ты поверил? Ваша Екатерина водовела. Только не сейчас, а два года назад. Люди ради любви на такие жертвы идут. Но это не твой случай. Носова убил я. Никакого мы с тобой нет. Это раньше было мы с тобой. А теперь, дорогой мой, я сама по себе, а ты сам по себе. Илюша, почему ты отказался от адвоката? Ну, давайте сначала познакомимся. Я Илья Гордеев. А вы кто? Радуги, дороги в небесах, розовое утро на часах. Ветер тихо шепчет, не грусти. Что бы ни случилось все равно, Счастье постучит в мое окно. Скажет нам с тобою по пути. Это не сон, не миражи. И впереди целая жизнь зовет туда, Где вновь спешат, исполнятся мечты. Это не сон, все наяву. Просто люблю, просто живу. В реальном мире, там, где я и ты. В реальном мире, там, где я и ты. Я жду ответа. Я не хочу сейчас говорить об этом. Сейчас не хочешь. А когда? Мне кажется, я имею право знать, кто ты такая. Я? Я Катя. Значит, имя настоящее. Илюша, я женщина, которая любит тебя. И этого должно быть достаточно. Этого недостаточно. Вот как? А как ты хотела? Есть вопросы. И я хочу получить на них ответы. Я хочу понять, где ты говорила мне правду, а где врала. Главное, что ты должен знать, если у меня и были основания что-то скрывать от тебя, то это были очень серьезные основания. И это неизменно. И поверь, у меня действительно были причины рассказывать о себе не все. В психушке твоя мать. Что? В психиатрической больнице, куда я приходил. Лежит твоя настоящая мать? Или это случайная пациентка? Была ли ты беременна на самом деле? Была ли ты замужем за Вадимом? Или вы вместе убили твоего мужа из-за денег? Или все-таки ты по неосторожности его ударила чем-то по голове? Прекрати. Это ты прекрати. И хватит мне врать. Ты не будешь отвечать на мои вопросы? Хорошо. Тогда ответь на один. Зачем тебе я? Ну как? Что как? Со Стаськой объяснился? Ну да. Ну и? Я сдаваться не собираюсь. Значит, не простил. Нет. Не может простить то, что я сбежал. Ну, я ее, конечно, тут в принципе понимаю. Но я тебе еще раз говорю, что я сдаваться не собираюсь. И Стаська меня простит. Рома. А ты ее любишь? Ну это очень важно. Ты ее добиваешься просто потому, что хочешь добиться, или потому, что ты ее любишь? Да не знаю я. Очень интересно. Да я запутался, Ксюш, понимаешь? Ну, понимаю, наверное. Ну вот, я был уверен, что я люблю Дьяна. Вот я просто на сто процентов был уверен. А сейчас спроси меня, что я к ней чувствую. Ну и что ты чувствуешь к Диане? Злость и раздражение. Злость и жалость. Ну вот у меня только все стало налаживаться со Стаськой, и если бы не это вранье про Дианиного ребенка... Нет, ну понятно, что вранье все испортило, но чувства к Стаське, они-то есть? Да в том-то и дело, что они какие-то непонятные. Не любовь. Да откуда я знаю? О! Ну она тебя простит, если точно будет знать, что ты ее любишь. Только если она поймет, что она для тебя одна единственная, и никакой другой быть не может. Ну вот я чувствую, что я должен ее вернуть. Я хочу, чтобы она была моей. Мало ли чего ты хочешь. Ну я же не могу ждать, пока я ее полюблю. Ну вот точно полюблю, но вот стопудово. И она тоже ждать не будет. Значит, сейчас я ей должен показать то, чего на самом деле пока нет. Угу. Ты сам все усложняешь. Да это ты мне все усложняешь своими вопросами. И вообще я не люблю эти самокопания, эту гадость. Все, что мне нужно знать, это то, что мне нужно вернуть Стасю, и все. Я люблю тебя. И именно поэтому ты мне все время врешь. Я действительно воспитываюсь в детском доме. И там в больнице действительно моя мама. Продолжай. Зачем ты меня мучаешь? Я тебя мучаю. Я не любила своего мужа. Но я не убивала его. Его... Его убил из ревности Вадим. А я из любви к Вадиму помогла обставить все, как несчастный случай. Прекрасно. Ну и с Вадимом все быстро кончилось. Так вы не были женаты. Это были какие-то неправильные, болезненные чувства. Ты мне веришь? Я не хочу верить. Ни одному твоему слову. Илья, это все не важно. Как не важно? Я вообще не понимаю, кто передо мной сидит. Я все это время... Черт. Я люблю тебя, и только это имеет значение. И мои чувства к тебе настоящие. Если бы я знала, это не входило в мои планы. Планы? Ну, в смысле, я не планировала это. Я... Если бы я знала, это с самого начала я все сделала бы по-другому. Что ты знала с самого начала? Что бы ты сделала бы по-другому? Я не могу тебе сказать. Опять? Ну, послушай, Илья, я люблю тебя, и ты нужен мне, понимаешь? Я не могу без тебя. Все. Я больше не хочу. Что ты не хочешь? Я не хочу больше слышать тебя и видеть. Уходи. То, что ты мне рассказываешь, это... Ой, это просто невероятно. Да. Мне тоже не верится. Столько прошло лет, но это ведь дочь. А какая она? Расскажи. А ты ее знаешь. Что? Да. Это та самая девушка из салона Василисы, которая когда-то сказала тебе, чтобы ты уходила от Бориса, а ты ей не поверила, кстати. Да, я ей не поверила. Постой, Ксюша, кажется. Ксюша. Подожди, но ты ведь познакомился с ней не только что, а то, что она твоя дочь. Я об этом знал с самого начала. А почему же ты ей ничего не говорил? Боялся. Боялся? Чего? Того, что она тебя не примет? Этого тоже. Потом у меня было видение. У тебя? Видение? Алис, я обладаю даром предвидения, и это передается у нас из поколения в поколение по наследству. Я тебе потом об этом все подробно расскажу, хорошо? Да, да, конечно. Вот. Ксюша видела то же самое, что видел я. Что-то плохое? Какие-то вооруженные люди угрожали нам, и все это происходило в офисе у Бориса. Подожди, почему они вам угрожали? Я не знаю. Но когда я понял, что Ксюша приехала, чтобы найти меня, я сделал все, чтобы оградить ее от встречи со мной. Но, как говорится, от судьбы не уйдешь. Это не получалось. Значит, вы оба видели что-то плохое. Скажи, это можно как-то предотвратить? Да, денег, конечно, я бы отратила кучу. Ну ладно, должен же быть папочка хоть в чем-то полезен. Да, сейчас мужчина нам не помешает. Ну, слушай, брать с собой слепого жениха за покупками, это, конечно, свинство было бы с моей стороны. А что, Рома у нас в отставке? Конечно, в отставке. Он поверил моему вранью. И носится теперь где-то обиженный. Ну и слава богу, под ногами путаться не будет. Ну, ведь это же его ребенок. Мила, мне еще одно дитя тебе не нужно. Одного хватит. А кормить деревенскую переростку я не собираюсь. Костик, конечно, тоже уже не тот, что будет. Ладно. Самое главное, выжать из нашей с ним свадьбы по максимуму. Ты что-то придумала? Конечно, придумала. Только представь. Пресса гудит. Дочь олигарха Потапова. Модель. Выходит замуж за талантливого, но слепого фотографа. Красиво, красиво. Пикантно, пикантно. И жестоко по отношению к Косте. Ну да не жестоко. Он сам будет рад и повеселиться. В конце концов, это и его пиар тоже. Обратят на него внимание. Так что, Милка, из любого недостатка можно сделать достоинство. Ну тебе виднее. Да, только вот есть одна невязочка, которая меня смущает. Костя еще не в курсе твоих грандиозных планов. Да нет, в курсе. Просто у него брат сейчас в тюрьме. А пока это так, ни о какой свадьбе и речи быть не может. Ничего себе не увязочка. И чего это брат делает в тюрьме? Мил, не тупи. Сидит. Костя, конечно, говорит, что это все недолго. Но ты же понимаешь, что никто не может знать наверняка. А я не могу ждать, понимаешь? Потому что у меня пузо на нос полезет. Тогда точно все скажут, что я выхожу за слепого и за беременность. Понимаешь? А мне нужна красивая картинка. Ну так попроси отца. Ну пусть он вытащит Костяного брата. Но он же олигарх. В нашей стране олигархи могут все. Милка, в нашей стране олигархи могут все, если они этого хотят. А мой отец повесит, если знает, что мы женимся. Ну и что ты можешь сделать? Только одно. Пиариться по полной деткам. Ну что, Костя, давай, выпроваживай меня. А то меня Майка просила к школе всего закупить. Знаешь, с одеждой вроде разобрались, остались только канцтовары. Я эти магазины уже видеть не могу. Давай, езжай. Но помни, видеть что-либо, это очень хорошо. Ой, извини, Костя. Ладно, забей. Да, и про Илюху, если что-нибудь станет известно, дай знать, пожалуйста. Ой, здравствуй, Тарас, рада тебя видеть. Здравствуйте. Вы от Ильи? Ну что там, как? Плохо все. Пап, что плохо? Илья отказался от адвоката наотрез. Я вообще, вообще не знаю, о чем он думает. Да, Катя он о своей думает. Дурак. Вот это любовь. Вот это я понимаю. Ты что говоришь? Его же посадят. Лен, успокойся. Знаете, любовь любови, но этот его героизм уже ни в какие ворота не лезет. Вот-вот. Она мне всегда не нравилась. Вот я тоже всегда считал эту Катю какой-то мутной, барышней. Интересно, а вот я бы так смог, ну ради женщины, любимой. Знаешь что, вот надеюсь, что тебе это на себе испытывать не придется. Слушай, пап, отвези-ка ты меня к Илье, а? Зачем? Он нас с мамой не послушал. Вот именно, потому что вы с ним в лоб напрямую. А с ним так нельзя. Я с ним хочу поговорить. Яш, а правда? Отвези Костю, пожалуйста. Вдруг у него получится. Ладно. Поехали. И я пойду, Илья Николаевна, до свидания. Иногда будущее можно корректировать. Но чаще всего случаются события, которых избежать нельзя. А вот с этим конкретным видением тебе действительно угрожает опасность? Скорее всего, и мне, и Ксюше. Но когда и при каких обстоятельствах? Ну-ну-ну-ну. Ну что ты, испугалась у меня, как маленькая? Ну что ты? Леша, 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 я боюсь за тебя. Только все стало как-то налаживаться. Все будет хорошо. Все и так уже хорошо. Мы с тобой вместе. И должны наслаждаться каждым мгновением. Правда? Да. Ты никогда не был оптимистом. Ну жизнь меняется. Меняется. И я меняюсь. Теперь ведь у меня есть ты. У меня есть дочь. И я... Я очень хочу, чтобы я был для дочери настоящим отцом. Понимаешь? Да. Тебя ждут сюрпризы. Будь родителем, это и непредсказуемо, и интересно. Иногда трудности, иногда радости. Ты готов? Думаю, что да. Будешь радоваться вместе с ней, переживать за нее, защищать. Иногда терпеть. Как я Дианку со своими выкрутасами. Ой, Леша, ну дети, это такое счастье. Только жаль, что все так поздно. Нет. Не поздно. Нет? Всему свое время. Какая ты мудрая у меня. Сама себе удивляюсь. Ты только пока никому не говоришь, что Ксения моя дочь. И я не хочу, чтобы об этом узнал. Потапов, хорошо? Хорошо? Конечно. Но меня с ней обязательно познакомь. Еще раз. Обязательно. Вари горшочек. Вари. Боже мой, ну и запах. Запах-то что? Ты посмотри, какой цвет. Смотри, как под воздействием пара появляются новые краски. И материал меняет свою текстуру. Поняла, поняла. Проводишь новый эксперимент. Опять продукты переводишь. Ирка убьет тебя. Так, знаешь, что не мешай мне. Винч я творю. Угу. Да, да, да. Значит, ты всю эту красоту сваришь, бросишь ее на холст, и потом тебя наградят премией, как самого набомодного художника. Как смешно. Видимо, у нас в квартире за Блинтусом завелся юморист. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Да, только картину твою никто не купит. Потому что уже через сутки она будет издавать тошнотворный запах, вот как сейчас. И мухи на нее будут садиться. Злая ты, Станислава. Но я прощаю тебя. В тебе же ведь гормон играет. Ой, спасибо тебе, Олег Карлович, дорогой. Пожалуйста, накрой крышкой, выключи, убери эту гадость. Тошнит, не могу. Ну что ж, раз ты прервала творческий эксперимент гения, видимо, хочешь рассказать мне, как у тебя все замечательно, да? Как у тебя хорошо на работе, в личной жизни. Угу, Олег Карлович, а ты тоже злой, оказывается. Да, именно. У меня все очень хорошо, просто замечательно. И на работе, и в личной жизни. В личной жизни сейчас модно быть одинокой, я следую моде. А на работе, вот знаешь, вот чувствую прям, вот, 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 прям точно чувствую, что разбогатею я раньше, чем рожу. Ах, и на чем же это? На праздниках? Да, представляешь, вот на праздниках, вот, вот как-то вот, вот, вот гормоны, что ли, или на туру, у меня такая, ну, предчувствую меня, вот, что скоро попрет, вот как танк. М-м-м-м! Понимаю. Ага. Заработать денег без единого клиента, это круто. М-м-м. Мне кажется, это еще никому не удавалось в истории цивилизации. Но тебе... Так все, закрыли тему. Ладно, ладно, пойду творить своими живыми полученными красками. Напишу картину. Одинокая, беременная, всеми брошенная женщина предается пустым и никчемным мечтам. Кстати, творить буду в стиле кубизм. А клиентов я себе в твои счеты найду, понял? Господи, да где же их искать только? О, ты здорово справляешься. Знаешь, через какое-то время я даже смогу описать, как я это делаю. И ощущения, я тебе скажу, примечательные. Жаль, что я не могу понять, как это. Пап, ну уж кто кто, а ты-то должен знать, что возможности человеческого мозга почти безграничны. Да я знаю, но не чувствую. Ой, слава богу. Слушай, пап. Да? Я тут подслушал разговор случайно. А что, Потапов правда руководит какими-то исследованиями в клинике? Ну, он дает деньги, а руковожу я. А, и вы изучаете возможности людей со сверхспособностями? Слушай, а слух у тебя действительно стал отменный. У Потапова идея фикс. Научиться вызывать сверхспособности у обычных людей. Ну, а для этого надо изучить сначала тех людей, у которых действительно они есть. Угу. И что, это безопасно? Абсолютно, если тебя так волнует. Мы их, как кроликов, не режем. Пап, у меня есть одна подопытная для тебя. Кто такая? Это Ксения. А-а-а. Пап, ну подожди. Но у нее правда есть какие-то удивительные способности. Она ясновидящая. И я это тебе все рассказываю, потому что точно знаю, что ты не поднимешь меня на смех. Хорошо, я подумаю. Но она-то в курсе, что ты советуешь мне ей заинтересоваться? Пока нет, но мне кажется, это твоя забота. Хорошо. Я принял к сведению. Ступенька. Я знала, что рано или поздно найду их. Мой отец мертв, моя мать в психушке. А Гордеевы живут, как ни в чем не бывало. Веселые и счастливые. Это мое счастье. Они не имеют на него права. Они украли его у меня. Ну все, все, все. Оно ничего. Они ответят мне за каждый час. За каждую минуту. Елена Николаевна. У тебя было открыто. Илья отказался от адвоката. Да, я знаю. Еще немного, и он откажется официально. И по всей видимости, он это делает ради тебя. Я вас не совсем понимаю. Ты прекрасно все понимаешь. Он прикрывает тебя всеми возможными способами. Прикрывает меня? Подождите, Илья. Это ты подожди, деточка моя. Это ты убила Вадима. А Илья взял твою вину на себя. Это мой сын. Я не позволю, чтобы он из-за тебя сел в тюрьму. Поэтому ты должна пойти к следователю и признаться ему в убийстве. Поняла? Вот, остались простые формальности. Вы распишитесь, вот где галочка. А вот папка там с разными брошюрами. Здесь нужны адреса, телефоны. Вот, возьмите. Ой, спасибо вам большое. Надо было вам хоть конфетки принести. Да нет, что вы. Какие конфетки? Главное, чтобы у вас и у вашего малыша было все хорошо. Мне даже не верится, что всего лишь месяц назад я могла отказаться от Васьки. Вы просто спасли ему жизнь. Да нет, мы просто помогли вам передумать. Нашли вам работу. Да и мы все. Это ведь не только я. Я вообще здесь недавно работаю. Но все равно спасибо вам за добрые слова. Вам спасибо. До свидания. Всего доброго. Передавайте привет от меня Ваське. Хорошо. Ксюха, я счастлив. Я просто счастлив. А что случилось? Здесь на пятом этаже есть центр иностранных языков. И мне предложили должность администратора и менеджера по продажам услуг. Ух ты, здорово. Это еще не все. В качестве бонуса меня будут обучать английскому языку совершенно бесплатно. Рома, это не развод? Нет, ты что? Серьезная контора, правда, придется пахать. Ну это ничего. Надо когда-то начинать пахать, да? Слушай, а ты скажешь Стасике, что я нашел классную работу, а? Ты думаешь, Стасике важно, что у тебя нет работы? Думаю, да. Хотя, наверное, ей важно, но ты не думай. То, что ты нашел работу, это не... Да, я знаю, это мне сразу ее не вернет, но не нуди. Мне нужно придумать какой-то хитрый подход. Слушай, а как у нее с работой? Да никак пока. Надо клиентов искать. Так, клиентов. Нужно найти клиентов. Значит так, а как к Стасе привлечь много клиентов? Как мне сделать так, чтобы о Стасе узнала много людей, а? Как сделать... Сайт? Нужно сделать сайт. Круто! Ну, возможно, а ты умеешь делать сайты. А... Алло, да. Здравствуйте, Яков Борисович. К вечеру нормально? Я после работы сразу к вам. Хорошо, договорились. Ты Гордеев звонил. Хочет увидеться. Только зачем? За Костей, наверное. Наверное. Ксюха, я сделаю для Стаси сайт. Я не собираюсь признаваться в том, чего не совершал. А ты понимаешь, что из-за своей слепой любви к тебе Илья готов сесть в тюрьму? А я этого не допущу! Нет, это была самооборона. Его признают невиновным. Там разберутся. Он не мог этого сделать. Он спасает людей, а не убивает их. Он защищал меня. А он и сейчас тебя защищает. И что, поэтому должен сесть вместо тебя в тюрьму? А где же твоя хваленая любовь? Да с чего вы решили, что это сделала я? А потому что я знаю, что это не он. И еще я знаю, что если человек любит, он сделает все возможное, чтобы не причинить страдания любимому человеку. А ты ломаешь его жизнь. Я не понимаю, почему вы решили, что было все иначе, не так, как говорит Илья. Но это не важно. Я найду способ его вытащить. Я не верю тебе. И если ты приблизишься к моему сыну ближе, чем на один километр, я удавлю тебя собственными руками. деньги тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Привет, братишка. Я рад, что ты пришел. А я рад, что ты рад. Ты знаешь, у меня здесь в СИЗО просто светская жизнь. Посетители, приемы, встречи. Я бы тебе сказал, конечно, располагайся, будь как дома, но... Знаешь, запахи здесь не очень домашние. Ну, извини. Ксюша тебе привет передавала. Она переживает, впрочем, как и мы все. Ты отказался от адвоката. И теперь у нас дома траур. Понятно. Ты знаешь, я думаю, ты еще ничего не понимаешь. Никто не верит, что это ты грохнул, Вадима. Ты Катю выгораживаешь. Костя, давай не будем. Давай не будем. Только вот на досуге подумай, пожалуйста, между визитами. Кто она тебе? Катя. Да, Катя твоя. Чем ты ради нее жертвуешь? Чем она ради тебя жертвует? Если вообще когда-нибудь такое было. Почему обязательно нужно жертвовать? Вот я тебя тоже об этом хотел спросить. Знаешь, моя слепота, это тоже тюрьма. Такое своеобразное лишение свободы. Только у меня не было выбора, а у тебя он есть. Ты ошибаешься. А для чего ты лишаешь себя свободы? Ради абстрактной идеи о благородстве? Ради этой абстрактной идеи ты порвал с любимой девушкой. У нас с Ксюшей все сложнее было. У нас с Катей тоже все непросто. Ладно, думай сам. Только я бы на твоем месте Катю и Ксюшу не сравнивал бы. Катя не стоит твоих жертв, я уверен. А я уверен в обратном. Извини, мне пора. Ладно, давай, не кисни там. И знаешь что, голову включи. Мужику иногда полезно ее включать. Хорошо, всем привет. Оксана, я не прошу засевать травой весь участок. Спасибо. Я прошу только лужайку. Лужаечку. Ну вот представь. Утро. Солнышко. Я выхожу на веранд. Душа раскрывается. Чистенько. Зелено. А сейчас она у тебя не раскрывается, да? Оксана, там парник, понимаешь? Парник. А моя душа на парник не раскрывается. Ах, Федораки. Душа раскрывается в парнике, когда ты видишь эти огурчики, эти помидорчики. Так, тайм-аут. Десять секунд. Объявление. Мне нужны клиенты для моего бизнеса. Мне нужны люди, которым нужно организовать праздник. Сообщите всем знакомым, ясно? Конечно. Есть. Все. Продолжайте. Должайте. Совет. Стремитесь к компромиссу. М-м-м. Так вот, мне нужно всего лишь несколько квадратных метров. Там парник. Федораки, не реви. Значит, думаешь, заранил семя за мнение? Знаешь, мне так показалось. И, по крайней мере, я очень надеюсь, что мой смышленый брат все-таки еще не разучился думать. Что там твой научный опыт по этому поводу говорит? Когда влюблен, совсем голова не варит? Похоже, что так. Знаешь, ты в следующий раз, когда приедешь, вкали-ка ты ему сыворотку правды и запиши все на диктофон. А ты думаешь, что это Катерина убила? Я думаю, что Илья не убивал. И это главное. Сейчас, извини. Да, слушаю тебя, зайка моя. Я соскучилась. И что же мы теперь будем с этим делать? Приезжай. У нас по плану масса дел. Дел? Тебе понравится. Я жду тебя дома в студии. Ой, хорошо. Скоро буду. Пап, ты не подбросишь меня в студию? Отвезу. Куда же я денусь? Пошли. Стой, стой. Так. Заходи. Спасибо. Сел? Ага. Творческая лаборатория художника Олега Карловича «Курица». Слушаю. Олег Карлович, очень нужна твоя помощь. Ха-ха. Ромашка, привет. Чё-то сразу помощь нужна. А спроси, как старик себя чувствует, какое у него настроение. Ох, прости. Как ты себя чувствуешь? Как у тебя настроение? Что нового написал? Я рад, что тебя интересуют мои творческие успехи. Сейчас работаю над композицией под названием «Сон винегрета» за три секунды до пробуждения. Класс. Я очень рад. И меня, правда, очень интересуют твои творческие успехи. Именно поэтому приезжай сейчас в офис «Мамонтёнка» и помоги мне. В офис кого? «Мамонтёнка». Здесь Ксюша работает. И я тут пока живу. Не понимаю, зачем я тебе понадобился? Мне очень нужен твой креативный мозг. Пожалуйста. Так всё-таки куда ехать-то? Адрес. Вышлю смской. Жду. Опять разбазаривать свой талант на этих малявок. Ну, почему я такой добрый, а? Привет. Привет. Ну, как тебе? Что? Ой, прости, пожалуйста, я постоянно забываю. Короче, я накупила кучу клёвых шмот. Да ладно? Это новость. Да ты не понимаешь, я их накупила тебе. Мне? Да, здесь есть всё. От ковбоя до менеджера с Уолл-стрит. Слушай, детка, спасибо тебе, конечно, большое. Но куда я в этом во всём ходить буду? Да ты не понимаешь. Через полчаса придёт профессиональнейший фотограф, который сделает обалденную фотосессию к нашей стране. А-а-а, маленькая девочка начала пиар-компанию, да? Да. Ты не против, надеюсь? Да нет, это даже забавно. Классно, передо мной всё тот же Костик. Ну, давай переодеваться. А то он скоро придёт. Слушай, иди, ты, по-моему, ещё не наигралась в куклы. Нет. Зато у меня будет прекрасная возможность наиграться в куклы, особенно если родится девочка. Так, с чего мы тебя... А-а-а! Мэй, ай, камин? О-о-о! Насилу нашёл. Господи, что это? Олег Карлович, ты ехал три часа. Ты же знаешь, я принципиально не пользуюсь общественным транспортом. Знаю. Но даже на такси сюда можно было доехать, ну, максимум за час. Я и ехал на такси, просто очень долго его ловил. Видишь ли, среди московских таксистов очень мало истинных ценителей современного искусства. Что-то я не улавливаю в этом связи. Объясняю. На втором часу ожидания. Я, наконец-то, нашёл такого ценителя, и он доставил сюда художника. Бесплатно. Ясно. Тогда это просто чудо, что ты вообще добрался. Да. Ну, посмотри. Господи, что это? Это логотип для Стаськиного сайта. Я делал для неё сайт, ну, и интерфейс тоже нужно продумать. Помоги, а? Нет. Нет, я думал, что меня хотят вовлечь во что-нибудь стоящее, а я снова буду орудием для решения бытовых неурядиц и чьих-то мелких проблем. Нет, нет. Олег Карлович, помоги. Прошу тебя. Ещё никогда мне не был нужен так твой гений. Боже мой, какой кошмар. Это какой-то ужас, а не сайт. Юноша, у вас абсолютно отсутствует чувство формы и цвета, и это диагноз. Почему? По-моему, очень даже ярко. Ярко, но бездарно. А ну-ка. Ну, а теперь, человек-неумейка, смотри, как будет работать настоящий художник. Представь, как хорошо ты сейчас выглядишь. Какая мы с тобой обалденная пара. О, это фотограф. Так, а кто у нас сегодня фотограф? Джора. Прекрасный выбор, милая. Ты что, сомневался в моем вкусе? Привет. Привет. Здорово, Жора. Костик, привет. Здравствуй. Я это... Ты... Ну, давно не виделись. Ты прости, что я тебе не позвонил, когда у тебя всё это... Ну, всё, забей, забей. Так, всё. Мальчики, не время сейчас для светской хроники. Смотри, задача. Формат. Жених-невеста в семейном гнёздышке. Ориентация на семейные журналы и всякую ерунду. Времени нас мало. У нас ещё четыре смены костюма. Так, не надо. Это, наверное, следующее. Всё, всё, всё. Поехали, поехали. Распаковывайся. Поехали, поехали, поехали. Распаковывайся. Распаковывайся, Жора! Садитесь. Чаю? А нет, спасибо. Ксения, вы всё-таки очень скромная девушка. В наше время таких не бывает. Яков Борисович, что-то с Костей. Я не ожидала, что вы мне позвоните. Нет, дело не в Косте. Вы нужны именно мне. Ну, вы же знаете, я нейрохирург. А ещё я занимаюсь научными исследованиями. Различные сверхъестественные способности – это мой главный научный интерес. Да, это очень интересно. А Костя сказал, что вы как раз обладаете такими способностями. Я хотел пригласить вас принять участие в моей работе. Способности? Точно! Ксюша, ты же можешь видеть будущее, а ты можешь посмотреть. Или уж освободят, а? Ну, ты же знаешь, как это для нас важно. Ну, пожалуйста. Лен, ну что ты врываешься? Потом я не уверен, что озарений бывает, если просто о них попросить. Да нет, я попробую. Тем более, в последнее время мой дар усиливается. Илья Николаевна, знаете что? Дайте мне свою руку. Вы же ему близкий человек, и это может помочь. Илья Николаевна, и Лешенька. Его освободят. Я не знаю, как и при каких обстоятельствах, но он вернется домой. О, Господи. Спасибо, Ксюшенька. Хоть какая-то надежда. Ксения, а как это у вас происходит? Яков Борисович. Я могу об этом поговорить здесь, в гостях, но участвовать в исследованиях я не буду. Точно не буду. Вот, вот, правильно. Давай смейся. Давай рожи корчить. Это же хорошо. Смех, это же положительная энергетика. Да ладно, люди вас и так уже любят. Под насмотритесь. Такая сладкая парочка. Да, мы такие. Опа, а это чего такая кислая мина, а? Устал, Костик? Нет, он просто тебя стесняется. Кого? Жору, что ли? А ну-ка, давай, давай. Дорогая моя Вивьен Ли. Твой Кларк Гейбл готов. Ну, тогда держи меня крепче, Кларк. Ну, эти исследования абсолютно безопасны. Дело не в этом. Потапов мне уже предлагал принять в них участие, но я отказалась. Откажусь сейчас. Ну, я не Потапов. Я знаю. Просто я не хочу трогать свой дар. В последнее время он ведет себя очень непредсказуемо. Тем более. Разве он неинтересно узнать, как он работает? Вы понимаете, есть вещи, в которые лучше не лезть. Яков Борисович, я знаю, эта работа для вас очень важна. Что случилось? Ты что-то увидела? Что-то с Ильей? Нет. Но вам надо опасаться одного человека. Потапова? Нет. Я не знаю, почему и как. Но головная опасность – это Катерина. Опять она. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я не хочу верить ни одному твоему слову. Я не хочу больше слышать тебя и видеть. Я сдаваться не собираюсь. И Стаська меня простит. А ты ее любишь? Да я запутался, Ксюш, понимаешь? Мне нужны клиенты для моего бизнеса. Люди, которым нужно организовать праздник. Сообщите всем знакомым. Это логотип для Стаськиного сайта. Ну и интерфейс тоже нужно продумать. Помоги, а? Еще никогда мне не был нужен так твой гений. Это ты убила Вадима. А Илья взял твою вину на себя. Ты должна пойти к следователю и признаться ему в убийстве. Хресса гудит. Дочь олигарха Потапова. Модель. Выходит замуж за талантливого, но слепого фотографа. Да ладно, люди вас и так уже любят. Такая сладкая парочка. Вам надо опасаться одного человека. Я не знаю почему и как, но главная опасность это Катерина. Радуги дороги в небесах, розовое утро на часах. Ветер тихо шепчет, не грусти. Чтобы не случилось все равно, счастье постучит в мое окно. Скажет нам с тобою по пути. Это не сон, не миражи. И впереди целая жизнь. Зовет туда, где вновь спешат, исполнятся мечты. Это не сон, все наяву. Просто люблю, просто живу. В реальном мире, там, где я и ты. Я знаю, что тебя здесь нет. Но почему-то кажется, что отсюда тебе будет легче меня услышать. Помнишь, я говорила тебе, когда я решила семьи, я потеряла всякое желание жить. И она вернулась ко мне только тогда, когда я решила, что буду мстить. С тех пор вся моя жизнь была посвящена только этому. Ты был со мной. Ты поддерживал меня. Помогал мне мстить Гордееву. Но ты постоянно просил меня уехать и жить нормально. Ты так и не понял, что главное для меня было отомстить, а не строить планы на счастливую жизнь. По-разному у нас был с тобой, Вадик. Бывало и хорошо, это правда. Мне даже иногда казалось, что я счастлива с тобой. И я благодарна тебе. Правда, благодарна. Ну, в последнее время все изменилось. Во мне изменилось, понимаешь? Ты в этом не виноват. Знаешь, сколько помню себя, я всегда стремилась быть сильной, независимой, жесткой. Но, видимо, то короткое время, которое я прожила с родителями, оставило след в моей душе. Где-то в ней были любовь и тепло. А Илья, он сумел разбудить все это. И мне вдруг показалось, что я могу быть счастливой, что у меня есть будущее, что у меня есть шанс на нормальную жизнь. Но не с тобой, а с ним. Я знаю, тебе было сложно с этим мириться. и ты взял с меня плату за мою мечту. Слишком большой плату. Ты убил моего ребенка. Нет, конечно, ты не заслужил смерти. Так вышло, я не хотела этого. Постарайся меня простить. Знаешь, Вадик, возможно, для тебя так даже лучше. И ты избавила тебя от страданий, от расплаты за все то, что ты сделала раньше. И теперь я сама отвечу за все. Наверное, так и должно быть. Может быть, это и есть справедливость. Ты почти вовремя. А я уж было начал думать, что скучаю. Значит, все-таки поторопилась. Это зависит от цели звонка. Я хочу поделиться с тобой впечатлениями. Я тут поговорила с папочкой. Не иначе он предлагал тебе помощь в организации свадьбы. Нет. Он мне вновь предлагал организовать аборт. Очень настойчиво. Но ты ему сказала, что безумно хочешь сделать его дедом? Ничего я ему не сказала. Я вообще молчала. Говорил в основном он. Причем по поводу свадьбы стоял на своем. Говорит, что это только через его труп. Ну, если он будет настаивать, скажи ему, что мы люди скромные, и такие подарки нам ни к чему. А вот это ты скажешь ему сам. Кстати, мои предки пока тоже не определились, как реагируют на очередное изменение моего статуса. На очередное? Да, видишь ли, с некоторых пор я стал слепцом, и они пережили это героически, а вот моя женицба для них это полный перегруз. А что их смущает? Не знаю, мне кажется, это твой выбор. Мой? А может быть, мой. Затрудняет сказать, чей больше. Угу, понятно. Не принимай это близко к сердцу, Дим. У них будет возможность узнать тебя получше. До свадьбы же есть еще время. Ну так давай не будем его терять. Ну, мы можем съехаться и начать жить вместе. Это блестящая мысль. Я готов, приезжай хоть сегодня. Да, я так и планировала. Отлично. Для родителей это будет незабываемо. Я не сомневаюсь, только жить мы с ними не будем. А с кем? Ни с кем. Мы будем жить у тебя в студии. Нет, нет, Диан, подожди. В студию так не пойдет. А где же я буду работать? И вообще, мало ли что... Мало ли что, больше не будет. А работать ты сможешь и там, почему нет? Так что будет очень даже удобно. Нет, ну это как-то... Я даже не знаю. Зато я знаю, Костя. Все будет просто замечательно. Поэтому не надо тратить времени, собирая вещи, я скоро за тобой заеду. Хорошо? Ладно, жду. А когда планируется торжество? Ага. Да, конечно, организуем. Угу. Да. Давайте я вам вышлю наше предложение. Угу. Записываю. Как еще раз? Угу. Да, я вам позвоню на днях. Ну, я думаю, сегодня-завтра. Всего доброго. Угу. Ничего не понимаю. А что случилось? Да. Звонят. С самого утра звонят. Такой дикий ажиотаж. Третий клиент уже звонил. Откуда они нас узнали, я ума не приложу. Такое ощущение, что меня по телеку рекламируют. А может, это не так же плохо? Ну, да нет, неплохо, конечно. Круто вообще, но откуда такой ажиотаж, хорошо бы понимать? Обидно будет, я тут обрадуюсь, а на самом деле это розыгрыш какой-нибудь. А ты знаешь, вот кто-нибудь из клиентов позвонит, ты у него спроси, откуда он про тебя знает. Идея точно. Как только кто-то позвонит, я так и сделаю. Алло. Да, добрый день, организуем. Угу, понятно. Похороны? О, нет, простите, похороны это просто не наш профиль. А, шуточные похороны. А что такое, бывает? А кого хороним, простите, можно уточнить? Конкурентов. А еще один вопросик, а не в курсе, что это шутка? А-а-а! Поняла, поняла. Бренды конкурентов хороним, да. Да, хорошо. Просто не каждый день такие звоночки, сами понимаете. Хорошо, я думаю, нет проблем. Организуем, конечно. Вы звоните. Угу. Подождите секундочку. А откуда вы узнали о нас? Из интернета? Здорово. Замечательно. Нет вопросов. Звоните. Да. Всего доброго. Жду звоночка. Представляешь? Говорят, нашли наш сайт в интернете. Бред какой-то. Ну, это во всяком случае можно проверить. Замечательно. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, это Екатерина Павловска. Адвокат Алиса Александровна. Да. У нас была назначена встреча с Борисом Станиславовичем. Я хотелось попросить перенести ее. Нет, не на завтра, желательно на следующую неделю. Да, я понимаю, что у него напряженный график. Но в моем доме произошло убийство. Согласитесь, это непредвиденное обстоятельство. Хорошо, мы подумаем. Это Павловская. Встреча отменяется. Просит неделю. Что она опять задумала? Ну, по-моему, на этот раз она ничего не задумала. Она просит сместиться на неделю, сослышавшись на некоторое обстоятельство. А именно, она сказала, что в ее доме произошло убийство. Убийство? Любопытно. Не похоже, чтобы она была сильно чувствительной. Какая связь с переносом встречи? Ведь не ее убили? Ну, это слава богу. Отчего же? Было бы неплохо. Да нет, неизвестно, насколько это пошло бы на пользу делу. Да, не спорю. Убийство Алисы было бы нам гораздо полезнее. Но что поделать? Придется радоваться тому, что есть. Ну, лишняя неделя нам не повредит. И все же я бы сильно не обольщался. Да тебе не надо обольщаться. У тебя работа другая. А вот я думаю, что Павловская не зря отказалась от встречи. Наверняка чего-то недоговаривает. Вполне может оказаться, что дела ее хуже некуда. Но мы это проверим. А вот видишь, что я прав. У меня хорошее предчувствие. Вот если только окажется, что она имеет прямое отношение к этому убийству. Может, она обвиняемая. Почему, кстати, и нет? Судя по ней, очень возможно. Ну да. Только меня сильно настораживает подобное введение в таких серьезных делах. Как бы там ни было, нужно все очень подробно разузнать об обстоятельствах этого дела. И все, что возможно. Все. Использовать по максимуму. Ну вот. Что это? А что там? Любые корпоративы, честные мероприятия, на земле, в воздухе, под водой. Служба сюрпризов и шоу Станислава и Феодораки. Какое совпадение. Какое совпадение, Ксюнь? Ты на номер посмотри. А что с номером? Этот номер телефона, это мой номер. И номер совпадает. А что это ты дурочку включила? На меня-ка посмотри. Зачем? Посмотри на меня. Так, говори. Откуда этот сайт взялся? Я не знаю. Я будущее вижу. А вот такие вот вещи не определяю. Честное слово. Стась, ну правда, я не знаю. Поклянись. Здоровьем моим, поклянись. Не буду глупостей. А глупости? Ну все ясно. Что ясно? Все ясно. Что все ясно? Все, все, все ясно. Вот расскажи мне, я хочу, чтобы мне тоже было все, все, все ясно. Ясно, чьих рук это дело. В смысле чьих? Ромкиных. Ромкиных рук это дело. И судя вот по этим украшательствам, еще курицу тут лапу свою приложил. Не, 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 быть не может. Ты что? Так, хватит уже. Тоже мне актриса погорела у театра. Могла бы получше отрепетировать этот спектакль. Такую лапшу на уши вешьте, а? Ты меня совсем за дуру держишь, что ли? Я не знаю, о чем ты говоришь. Вообще мне идти надо. Надо же. Картины каких понаставлял. Откуда она взяла? Так, стоп. Ты куда? Я на работу опаздываю. Ах, на работу, да? Так, значит, передай своему дружочку, Роману, что сердце мое вот такими дешевыми приемчиками он не растопит. Я ему не какая-нибудь там пастушка. Или кто-то у вас в озерцах в деревеньке-то ваше еще обитает. Не, ну я, конечно, ему как бы передам. Угу. Но он не уверен, что он поймет, о чем ты. Поймет, поймет. Все, я пошла. Угу. И скажи ему, пусть пароль от почтового ящика на сайте мне пришлет. Кофе, Катя. Спасибо. Угу. Извините, что мне пришлось отложить встречу с вашим мужем. Ну, Алиса Александровна, дело в том, что я попала в обстоятельства, которые сложно было предвидеть. Какие-то неприятности, Катя. Ну, можно и так сказать. Вернее, случилось несчастье. Я вам очень сочувствую. А вы не могли бы сказать, что, собственно говоря, произошло? В моем доме погиб человек. Это было убийство. Какой ужас. Да, и поэтому я пришла предупредить вас, что какое-то время не смогу заниматься вашим делом. Ну, вот, проходи. Чувствуй себя, как полноправная хозяйка дома. Да, именно так я себя сейчас и чувствую. Причем, вижу, что у меня дома полный бардак. Минуточку. Это специальный бардак, между прочим. Все лежит на своих местах. И не советую тебе наводить свой бардак, даже если он тебе покажется как порядок. Потому что если я перестану ориентироваться в этом пространстве, тебе придется стать для меня прислугой. Понятно? Хорошо, заманчиво. Я вот просто даже пока не знаю, куда вещи-то свои положить. Ну, как куда? В вещи в шкаф, не знаю, зубную щетку, ванную комнату. Или что там у тебя еще есть? Ладно, пускай все будет как есть. Слушай, очень правильное решение. Ты сама скоро увидишь, как все само собой рассосется. Каким-то образом? А вот так. Я сам не могу объяснить физику этого явления, но вещи вот как-то сами собой куда-то деваются. Это из твоего последнего наблюдения, вероятно, да? Очень смешно. Что у нас там с обедом? Кость, я не знаю, что у вас там с обедом, но если я сейчас не поем, я не знаю, я просто умру от голода. Ди, только не говори мне, пожалуйста, что ты забыл дорогу к холодильнику. Не забыла. И мне там что-нибудь приготовь, пожалуйста. Ага. Что-нибудь приготовлю. То есть вы хотите сказать, что мне надо найти другого адвоката? Нет, нет, что вы, я как раз хотела просить вас о том, чтобы вы не делали этого. Хорошо, а кто же тогда будет вести мое дело? Надеюсь, я сама доведу ваше дело до конца. Я просто хочу попросить о небольшой отсрочке. Думаю, что все решится в течение нескольких дней. Да-да, конечно. Несколько дней это не проблема, я подожду. Просто видите ли, Кать, мне, мне очень нравится с вами работать, и я не хотела бы привлекать кого-то другого. Спасибо. Да не за что. Может быть, я могла бы вам чем-то помочь? Нет-нет, что вы. Ну, как скажете. Я думаю, я сама справлюсь. Лучше будет, если вы не будете сомневаться в успехе. Я вам обещаю, Кать. Так, тебе крабовое мясо и тунец. Спасибо. Филадельфия и Угарь мне. Слушай, Диан, а ты не могла бы мне чаю налить, пожалуйста? Да, конечно. Вот он. Ага, спасибо. Слушай, а что такой не сладкий? Можешь мне, пожалуйста, сахар добавить? Сколько тебе ложек? Две. Спасибо тебе, милая. На здоровье. Еще кусочек лимончику, пожалуйста. Почему ты не мог сразу все попросить, а? Ну, если тебя, конечно, не затруднит. Спасибо. Что-нибудь еще? Знаешь, о чем сейчас подумал? Вот сейчас хорошо бы бурбончику капель 15 там в шкафу, а? Можешь тебя попросить, пожалуйста? А больше тебе ничего не сделать? Может, тебе сплясать здесь, а? Да, хорошо, конечно. Ну, ты извини, пожалуйста, что я тебя отвлек. Ты не обращай на меня внимания. Просто ешь и все. Что там с инвалидом связываться? Все нормально, я понял. Костя, дело не в этом. Ты нормальный человек. Какие-то элементарные вещи ты должен уже уметь делать сам. Это не сложно. Между прочим, через несколько месяцев помощь потребуется мне. Ты вообще об этом думал, когда предложение делал мне? Привет. Привет. Ну, как там? Все в порядке. Стасике кто-нибудь звонил? Кто звонил? Ну, клиенты звонили? А, да-да-да-да-да-да. Ей с утра прям целая куча народ звонила. Я даже не ожидала. Круто. И чего она? Ну, она сначала вообще не поверила. У нее было ощущение, что ей или это приснилось, или ее просто разыгрывают. Ну, и что дальше? Я надоумила ее спросить у клиентов, откуда они это знают. Она спросила, ей сказали, что из интернета. И? Мы нашли твой сайт. Только она меня раскусила. А ты чего? Не, ну, я отпиралась как могла, конечно. Но она догадалась, она же не дура, Рома. Ну, ей это, ей хоть понравилось? Понравилось, конечно. Конечно. Только она предупредила, чтобы ты не обольщался. Ага. В смысле? Она довольна. Только это ничего не значит. Но просила, чтобы ты ей прислал пароль от ящика на сайте. Да не вопрос. Но только это ничего не значит. Я все понял. Да. Добрый день. Ром, тебе пора. А, да. А можно? Конечно. Конечно, конечно. Проходите. Присаживайтесь. Ну, рассказывайте. Не переживай. Все бытовые проблемы будут решены. Я же не единственный слепой в этом мире. Нас миллионы, а значит, таких, как ты, тоже немало. Угу. И чем же меня должна радовать эта статистика? Ну, во-первых, тебя должно греть, что ты в коллективе. Очень приятно оказываться в такой толпе. Мне кажется, тебя должно это побуждать быть терпимее. Куда уж терпимее-то? А во-вторых, есть специальные люди, которые помогают слепым адаптироваться к нормальной жизни. И, кстати, помогают их зрячим родственникам тоже. Ну, и где нам взять такого полезного человека? А, кстати, у меня есть такой специалист. А что ты молчишь? Сейчас, по-моему, самое время к нему обратиться. Так я как раз собирался звонить. А к тому же нам практически предстоит жить втроем. Так что тебе нужно с ней познакомиться. С ней? Это женщина? Ага. Молодая? Вполне. И как она? Ты знаешь, я думаю, тебе понравится. Ее зовут Варвара. Дело в том, что я сама не из Москвы. И даже не из области. А у нас что? У нас город маленький, работы нет. Понимаете? Понимаю. В Москве вроде все как-то получше, и с работы. Правда, стабильности тоже никакой. Но я обратно не хочу. Там уже невыносимо. Да и некуда, если честно. Я все это понимаю. Я все объясню. Дело в том, что я познакомилась с мальчиком. Ну, то есть с мужчиной. Он очень хороший, просто замечательный. Я забеременела. Я сама не думала, что так получится. И я была бы рада этому ребенку. Только я боюсь, что все может рухнуть. Почему? Потому что он ничего не знает. Ну, так вы ему скажите. А если не захочет? Ну, вы же сами говорили, что он хороший. Хороший. Ну, если вдруг он не захочет и скажет делать аборт. А я не хочу аборт. А если оставлять ребенка, то как я одна с ним? Я просто не знаю, что мне делать. Что с вами? Вам плохо? Нет. Нет, нет, нет. Знаете что? Я скажу, что вам делать. Так. Если вдруг тебе захотелось отдохнуть от создания шедевров, или вдруг у тебя закончились деньги на кисти и холсты, учти, у меня есть для тебя работенка. Так же имей в виду, что бизнес – это вещь суровая. А я работодатель очень суровый. В нем выживают только хищники. Ну, насчет своей суровости, Станислава, можешь не распространяться. Вот как натерпелся. Кстати, а что у тебя такой за бузинес? Все тот же, все тот же. Корпоративы, мероприятия разные. Свадьба. Свадьба, да. Ну, ты давай, поторопись с принятием решения, а то я могу нанять любого другого художника. Угу, угу. Ну, насколько я слышал, твой единственный клиент сегодня испытывает большие трудности. И если верить Уголовному кодексу Российской Федерации, вполне возможно, что ему придется перенести свою свадьбу на несколько лет. Или, может быть, я не прав? Да, вы не правы, дорогой, уважаемый Олег Карлович. Это далеко не единственный мой клиент. Клиентов у меня сейчас пруд пруди. Угу, а что же произошло? Ты нам вот расскажи, нам же все же интересно. Ничего такого сверхъестественного. Просто Ромка сделал для меня сайт и немного его раскрутил. Какой молодец, значит, вы помирились, да? Ну, если еще не успели, так позже померят. Вот именно. Угу, ничего подобного. Почему? Подожди, Стась, ну, раз он тебе помогает, это же хорошо. Значит, он тебя любит. Значит, хочет, чтобы все было хорошо. Мамочка, ну, мало ли, чего он хочет? Мам, создание сайта – это пустяк. И этого пустяка явно недостаточно, чтобы я его простила. Да, ну, что же, дорогие феодораки, поздравляю вас. Ваша дочь – настоящая хищница. Никита, верно, но откуда вы знаете? Я же вам не говорила. Вы не будете рассказывать ему, что вы беременны. Никита будет рад, вот увидите. Он нам скажет, что всегда хотел мальчика, а потом вы сходите вместе на УЗИ, и вы узнаете, что у вас будет девочка, и он вам скажет, что всегда мечтал о дочке, и он будет вас любить еще сильнее. Да откуда вы все это, с чего вы взяли? Все просто, все очень просто. Я вижу будущее. Как это? Я, я не знаю, как это все происходит. Это факт. Вы не переживайте. Вы идите и расскажите все своему Никите, а потом позвоните мне. Договорились? Ну, даже не знаю. Обещайте мне! А если он не захочет, он будет счастлив. Гарантирую вам, вот увидите. Ну, ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, Костя. Варя, привет. Слушай, ты быстро добралась. А тут рядом. Хорошо, а вы уже познакомились? А, нет, пока еще. Значит так, Диана, это Варвара. Можно Варя. Варя, это Диана, моя будущая жена. А это, кстати, Варя, тот самый человек, без которого я просто не могу обходиться. Да, я поняла уже, очень приятно. Да, я тоже очень рада познакомиться. Ну, ты располагайся. Чувствуй себя, как дома. Спасибо, Кость. Я думаю, мы не будем тратить время и сразу же возьмемся за упражнения. Че, так прям с порога, что ли? А чего ждать? Не знаю, надо как-то чашечку кофе выпить, еще там. Диана, предложи что-нибудь. Кость, я с удовольствием выпью кофе, если ты сам мне его заваришь. Не вопрос. Так, кофе. Где у нас тут кофе? Кофе. А, вот оно. Кофе он. Вот расхожее заблуждение. Ты знаешь, кофе – это зерно. Оно среднего рода, так же, как и проса. Это в стародавние времена, когда его называли кофе, и тогда называли он. Тогда еще фильм называли «Фильма». Надо же, как интересно. Я тебе еще не то расскажу. Кость, ну ты молодец. А то. Ну, здорово, старик. Здорово, Тарас. Как ты здесь вообще? Я отлично высыпаюсь. Высыпаешься? Да. А у нас многие думают, что ты тут как узник в Бастилии. Сидишь в казематах, питаешься крысами. У кого такая фантазия? Да у мелких в основном. Майка с Даней теперь только о тебе и говорят. Понятно. Что говорят-то хоть? Ну, хорошее, естественно. Но больше фантазируют. Про крысы, я понял. Не только про крысы. Они говорят, наш Илья герой. Лютого врага убил. Ну, так это правда. Правда? Ну, да, конечно. Кто же споет? Ты. С татуэткой по башке. Ты знаешь, Илюха, ты, конечно, можешь поступать, как знаешь. Ну, только, как говорят в таких местах, мне-то не лепи Горбатого. Рассказывай, как все было. Спасибо, Варь. Да не за что. С таким учеником, как ты, просто удовольствие работать. Аккуратно. А с таким тренером, как ты, вообще можно расхотеть видеть. Так. Отдыхай. Пока. 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 Ну, как тебе? Нет слов, одни эмоции. Я же говорил. Ну, знаешь, уж лучше один раз увидеть. Слушай, а расскажи, как она вообще тебе, ну, внешне-то? Обворожительно, Костик. Так я и думал. Ой, знаешь, я тут так устал от ее этих бесконечных сложных занятий. Не могу себе представить, дорогой мой, не могу. Ты должна мне заменить родную мать. Я хочу выпить еще кофе с коньяком, а потом я хочу, чтобы ты меня укрыла пледом и почитала книжечку. Не надейся, дорогой мой. Почему? Да потому что. Потому что я видела, как ты носишься вокруг этой варвары. Так что все свои притворства можешь оставить кому-нибудь другому. Уж кофе ты можешь сам себе налить. Вообще, я приняла решение и хочу поставить тебя в известность. Решение? Ну-ка, ну-ка, интересно послушать. Интересно. Да, тебе будет очень интересно послушать. Потому что с этого дня мы найдем тебе другого специалиста. В каком смысле другого? А в прямом. Мужеского рода. И знаешь, лет этак на 30 постарше. Да, да, да. То есть в твоем таком стиле, да? А то. А второе, мы переезжаем к твоим родителям. Когда? Прямо сейчас, немедленно. Хорошо, что я еще чемоданы не распаковала. А-а-а, зачем мы переезжаем к моим родителям? А чтобы мне не пришлось заменять тебе родную мать. Ну, чтобы ты мог воспользоваться ее услугами напрямую. Да брось, Ди, ты не сможешь там жить. Ты не представляешь, какой характер у твоей будущей свекрови. Она тебе будет методично проедать мозг. Ты недооцениваешь 20-летний опыт жизни с моим папочкой. Да. Поехали. Погоди. Мы должны еще кое-что обсудить. Обсуждать ничего не надо. Решение принято. Хорошо. Но у меня есть условия. И предупреждаю, не примешь, останемся здесь. Привет. Давно ждешь? Нет, я только пришел. Садись. Ай, я очень рада тебя видеть. Я тоже очень рад тебя видеть. Ну, рассказывай, что у тебя на работе. Судя по тебе, все идет неплохо. Ты даже не представляешь. У меня такое чувство, я... Я просто счастлива. Правда, я счастлива. Счастлива? Здорово. Очень приятно это услышать от тебя. Пожалуй, я тоже становлюсь счастливым. У меня это впервые за долгое-долгое время. А может, вообще впервые в жизни. Рассказывай. Я помогла девушке. Понимаешь, она очень боялась рассказать своему парню, что беременна. А я воспользовалась своим даром. И увидела, что будет, если она ему расскажет. И убедила ее не бояться. Получается, мой дар действительно помогает. А я раньше думала, что это вообще невозможно. Но теперь очень важно, чтобы девушка прислушалась к тебе. Прислушается. Алло. Да. Счастлива. Она сделала все, как я сказала. Все сбылось. Ты молодец. Молодец. То есть ты уедешь, а я останусь, да? Или что, думаешь, останемся вместе? В любом случае, я никуда не поеду, если ты не примешь мои условия. Что, давишь мне на жалость, Костик, да? Что ты, дорогая, это ультиматум. Ладно. Черт с тобой. Говори свои условия. Ну, во-первых, мне очень нравится твоя нахальная решительность. Я пойду у тебя на поводу. Хочешь поехать к моим родителям? Поехали. Но! Ну, говори. Никакой пятидесятилетний мужик не займет место Варвары. Хочешь, здесь будем жить, хочешь, у моих родителей, у твоих, неважно. Я буду заниматься только с Варей. Вот такие мои условия. Все ясно. Знаешь, я примерно так и думал. Вот и мне в тот момент было все предельно ясно. А теперь я окончательно запутался. А главное, я не понимаю, что она за человек. Вот такой она человек, Ильюх. Непростой, конечно, но что поделаешь. Я так думаю, с простой бы у тебя башню так не сорвало. Мне казалось, что я поступаю так ради любви, и все было просто и понятно. Но теперь я не знаю, кого я любил на самом деле, Катю? Или женщину, которая никогда не существовала? Какой же ты упертый, Гордеев, а? А своим по-другому нельзя. Затопчете, инвалиды, затопчете. Тебя-то затопчешь, конечно. Ну, так что? Ладно, так и быть. Потерплю я твою Варвару. Только вот чернелапать ее во время ваших занятий. Что ты, дорогая, что ты? И в мыслях не было. Ладно, где там твои чемоданы? Давай помогу. Илюха, да я не понимаю, над чем здесь голову ломать. Если допустить хотя бы один шанс из ста, что она тебя действительно любит, то дело того стоило. Я не знаю, правда, решился бы я на такое или нет. Но мне кажется, что ты поступаешь правильно. По-мужски. И не слушай никого. Это только недавно благородство стало ругательным словом. Лично я тобой горжусь, братух. Илюха, спасибо тебе, Тарас. Свидание закончено. И самое главное, Илюха, если она тебя действительно любит, она тебя здесь не оставит. А Ксюши дома нет. А я не Ксюши. Курица, что ли? Натюрморты рисовать, да? Стась, я к тебе. Да ты что? А это мне, Экебана, да? Чего? Зачем пришел, говорю? Давай начнем все сначала. Сначала? Сначала. А поконкретнее можно, с какого момента? Хотя бы со свидания. Это ты что, это пришел мне на свидание приглашать? Ну да. Пойдешь? Пойдешь? Здравствуйте, Елена Николаевна. Диана, Костя. Мама, здравствуй. Ой. Ну вот видишь, блудными и самостоятельными мы были совсем недолго. Теперь вот вернулись в отчий дом, и Диана будет жить с нами. Если, конечно, вы не против, потому что мы и так наградно ли даже не предупредили. Ну что, я только за. Молодцы, что переехали сюда. Что вам там делать одним-то? Здесь же вам будет проще. Мам, это нам будет проще, а вам придется потесниться. И вообще на одного человека теперь в семье будет больше, да и через восемь месяцев родится еще один. Уж не знаю, способен ли наш дом выдержать такое нашествие. Ну что ты говоришь-то, а? Мы с твоим отцом от таком нашествии столько лет мечтали. Диана, а нас теперь здесь будут круглосуточно заботиться, уходить и лелеять. Ты готова к такому испытанию? Ой, мам, ты супер просто. Ну ладно, ладно, мы пойдем распаковывать вещи, да? Угу. Слушай, мам, а что там у Ильи? Есть какие-нибудь новости? Нет, новостей нет. Все по-прежнему. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина Романовна. Можно? Да, проходите, присаживайтесь. Я вас слышу. Мне нужно с вами поговорить. Ну, я понял, конечно. Давайте-давайте, поговорим. У нас будет разговор частный или официальный. Я к тому, что записывать что-нибудь? Можете записывать. Я хочу сделать чистосердечное признание. Это я. Убила Вадима Носова. Можете записывать. Можете записывать. Можете записывать. Продолжение следует... Продолжение следует...